добрый день друзьям рад вас всех видеть на нашей уже 5 экспертной конференции стратегии директоров по маркетингу сегодняшним солнечным утром москве сегодня солнышко надеюсь у вас тоже мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии сегодня весь день вместе с вами я олег михалевич руководитель сообщества маркетинг people вместе с отличными экспертами будут перед вами рассказывать лучших кейсах инструментов методиков и замечательных истории из маркетингового опыта первым экспертом на нашей конференции выступить юлия на представляет компания лет респонс я вижу она уже подключается и я считаю юлию да и всю компанию конечно же лет респонс лучшая компания на рынке mail маркетинга на рынке даже директ маркетинга который предоставляют отличное решение отличной возможности отличный контент с рассказом как делать самый лучший маркетинг прямой маркетинг компании не только в россии но всем по всему миру и я думаю будет отличное выступление еще напоминаем что в этом году у нас был проведен первый проект карта автоматизация маркетинга чуть позже вы увидите на своих экранах ссылочки плюс всем участникам конечно же мы напомним где ее можно скачать посмотреть изучить даже приобрести в печатном виде впереди у нас еще новый год это тоже отличный новый проект который нас ожидает мы постараемся подготовить для вас все лучшие итоги года маркетинга взять лучшие экспертные комментарии мнения предложения подарки от различных компаний как россии как и всего мира а еще предложим вам специальные возможности по подписке на нашли 5 на следующий год в пакетном виде что можно еще рассказать ну конечно же рад вас всех видеть мы не могли не провести эту конференцию печально что мы проводим в этом году и и оффлайне ну куда деваться пандемия при этом мы усилили конференцию нашим биту битоком тщательно эксперты сцена замечательный эксперт из амада с которой мы тоже долгое время сотрудничаем и другие наши коллеги расскажут вам свои кейсы также из битвы маркетинга таким образом вы сегодня как говорил в старом рекламном ролике в одном флаконе получаете сразу две конференции это конференция стратегии директор по маркетингу и конечно же блок битуби контента по конференцию которую мы проводили раньше это битуби сайт постараемся в следующем году надеемся что все будет прекрасно и все мы наконец выйдем в оффлайн и сможем увидеть уже друг друга обняться и провести уже мероприятие непосредственно какой-нибудь замечательной площадке и развить эти конференции уже каждую по отдельности с большим количеством контента с большим количеством информации с отличными возможностями для вас для вашего нетворкинга для ваших продаж и вашего маркетинга и так я все-таки уложился в пять минут я думаю буду дольше но я думаю дополнительные пять минут я как раз отдам юлию юля если можешь то запускайся будем рады тебя видеть юля тебе слова а друзья здравствуйте как меня слышно как видно отлично погнали супер ну погнали сейчас запущусь так хорошо ну что друзья сегодня будем говорить про автоматизацию и прав товоронки и про email стратегию так немножко про меня если мы с вами не знакомы вот ракова юля вице-президент по обучению маркетингу бренда цифровая платформа get response олег огромное спасибо за такое представление нашей платформы в диджитал я 2010 года я влюбилась вообще направление диджитал мира диджитал маркетинга да во время моей учебы в маити мосочувский технологический институт и после этого да у меня были интересные проекты связанные конечно диджитал сейчас кроме того что да вот я работаю в замечательном get response и есть функции которые вызывают у меня полный восторг об этом я расскажу немножко позже но кроме этого я сейчас участвую в крупных проектах по онлайн обучению наверное крупнейших вот частности бизнес-класс я эксперт гугла избера вот и там учатся 800 тысяч людей это бизнесмены предприниматели собственники бизнеса маркетологи со всей страны это онлайн обучение 150 тысяч выпускников исключительно интересный проект вот и кроме того я часто выступаю и встречаю исключительно интересных людей экспертов да которые делятся со мной своими замечательными наработками в области своих индустрий да и изучаю вот соответственно тренды которые вот опять же вот маркетинг и стык с ними вот но в настоящее время сейчас очень много пишу я очень много изучаю да и очень много пишу различных статей для медиа в основном конечно они посвящены диджитал да диджитал маркетингу но еще вот направлению автоматизации направлению программных роботов да которые хит все-таки автоворонки это хит этого года тренд следующего года и вот например rpa сам по себе направление robotic process automation да то есть автоматизация бизнес-процессов с помощью программных роботов сейчас это самое быстро растущее направление в разработке программного обеспечения она опережает искусственный интеллект и рост в этом году по моему 84 процента а нет в этом году 91 по моему процент следующем 84 процента будет рост рынка и потом на уровне 70 процентов вот это данные от адвайзера то есть это настолько потрясающее направление которое по сути является приложением искусственного интеллекта да это прикладное применение искусственного интеллекта для определенных индустрий задач вот и автоматизация маркетинга это как раз оно и есть и я да вот хочу немножко наверное рассказать почему да вот автоматизация насколько она нам нужна маркетологом потому что по сути да наши задачи какие мы маркетологи и мы хотим конечно увеличить выручку да и вообще и конечно же если мы говорим про дед что из онлайн каналов естественно поднять конверсию в продаже почему и особенно сейчас потому что работа со старой базы то есть работа с базы существующих подписчиков она является наверное приоритетом номер один сейчас для многих потому что в наше непростое время сужается да сокращается бюджет на рекламу и идет упор на работу существующей базы кроме того наша задача еще слезам да вместе с слезами когда мы работаем если мы говорим в частности об abm мощнейшее направление аккаунт-бейст маркетинг это b2b это сложные продажи это продажи с долгим циклом решения о покупке то есть вот наша задача здесь с помощью ну и вообще наша задача маркетологов повысить продуктивность продаж то есть что это значит это больше продаж на единицу времени соответственно сократить затраты времени простое и это тоже является приоритетом и что мы еще хотим мы хотим на самом деле каждый из нас маркет и каждый из маркетологов хочется сосредоточиться наверное на стратегических задачах и кроме того нас на обучение да на самообучение почему потому что сейчас исключительно много интереснейших направлений появляется вот частности автоматизация маркетинга и очень хочется да вот изучать новейшие направления а рутину какую-то отдать и кому можно отдать роботу программному роботу и конечно каждый из нас хочет что сделать повысить квалификацию повысить свою квалификацию экспертизу и скажем прямо да повысить свою стоимость на рынке теперь и это все можно сделать с помощью автоматизации маркетинга друзья у меня вот недавно вышла статья она называется автоматизация маркетинга 21 убойный факт вы можете прямо погуглить она вышла на косе там я собрала 21 факт вот сейчас про автоматизацию маркетинга конечно в основном это западные источники потому что там но они начали конечно внедрять автоматизацию раньше и вот там уже есть четкие цифры цифры исследований и они просто потрясают если честно ну вот давайте посмотрим вот топ 5 я наверно выведу рост количества лидов это 80 процентов пользователей замечают 77 респондентов маркетологи рост в конверсиях и наконец вот третий четвертый факторы это потрясающий запас это запас в наше время посмотрите что можно сделать запас эффективности вообще автоматизация маркетинга это мощнейшая вещь для подогрева тех же самых подписчиков для подогрева ваших потенциальных клиентов и подогретые лиды если вы запускаете вот запустили автоматизацию они тратят на покупки на 47 процентов больше чем те которые бы не подверглись так сказать воздействие автоматизации самый интересный коэффициент конверсии лидов повышается на 53 процента вы можете представить что у вас 50 процентов запас и на сумму покупки да на средний чек например в этом случае для тех кто подогрет с помощью автоматизации и на конверсию и наконец 82 процента опрошенных автоматизирует email маркетинг вот и для тех кто задастся вопросом почему во-первых первый фактор email маркетинг это самый выгодный канал диджитал коммуникации если мы говорим о возврате на инвестиции можно вложить 1 доллар и получить обратно от 38 до 41 доллара но если честно да точнее если точно 41 доллар 25 центов это данные со сбор с крупнейшей серым платформой в мире для сравнения возвраты по каналам недавно нашла цифры к сожалению я сейчас не протестирую источник по моему это диджитал маркетинг институт но могу и ошибаться это возврат на инвестиции от канала инфуенсер маркетинг от канала лидеров мнений знаете сколько шесть с половиной долларов на один вложенный доллар вот так вот вот сравнение email маркетинг старейший канал и при этом email маркетинг начал первым да применять автоматизацию поэтому то огромное богатство сценариев автоматизации которые вот воплощены в мл маркетинге в частности у нас на платформе они превышают сейчас ну все возможные сценарии возможности и процессы автоматизирующие которые можно автоматизировать да с помощью вот именно программного робота чем вот могут сделать другие каналы это действительно так вот теперь что еще очень крутое да еще одно в мл маркетинге да вот помните возвратные инвестиции вложишь один доллар можешь получить от 38 до 41 доллара обратно с автоматизации эти цифры резко возрастают друзья реально посмотрите автоматизация маркетинга 21 убойный факт вот и там прям четко повышение идет у меня статистика да по каналу email маркетинга и там повышение показателей у автоматизированных писем в два в три раза да если сравнивать с индустрией кстати друзья если вам интересно да увидеть отчет по индустриям по миру по ключевым показателям email маркетинга отчет get response напишите мне пожалуйста я потом в конце дам свой телефон и вот сапе мне напишите и я вышлю вам соответственно не только эту статью о которой я говорю ссылку но и цифры показатели индустрии и вы можете вот те кто из вас любит аналитику увидеть что творит автоматизация вот но наверное сейчас мы немножко по другому поговорим это мое исследование прошлого года и уже в прошлом году вот что это было был спрос на людей которые автоматизируют на автоматизаторы вот и я поспрашивала причем я поспрашивала ведущих хэдхантеров россии не хотелось узнать где востребована автоматизация и соответственно насколько ценятся люди в автоматизации вот я подтвердила гипотезу свою о том что люди которые знают автоматизацию умеет ее применять а не на вес золота причем не только в россии но и в европе вот посмотрите антал юрий бочаров говорит только использование инструментов автоматизации маркетинга помноженное на глубокое знание этих инструментов дает разрыв заработной платье в несколько раз вот какое золото у нас с вами в руках кратко автоматизация есть конечно мощное определение провод большой википедии но простыми словами доставка роботом правильного сообщения правильному человеку в правильное время чтобы он выполнял нужные нам действия в течение всего жизненного цикла и по сути если так посмотреть то наверное email маркетинг это канал который по максимуму может в течение всего жизненного цикла делать тут как стимулировать людей помогать людям совершать нужные нам действия так но есть одна тонкость робот доставит робот не болеет робот не просит там повышение зарплаты робот не уйдет конкуренту он абсолютно прозрачные его действия можно посмотреть вот но робот достает все что угодно кому угодно отследит действие человека и в зависимости от его действий до подумать что отправлять дальше робот может присвоить да вот но если вы заложите там отклиленные вещи это скоринг лидов интереснейшая вещь то есть вы будете видеть кто уже готов покупать да кто уже был лоялен к вам то есть программа лояльности которую можно делать через робота вот но у нас можно это сделать например на нашей платформе но на самом деле есть одна важная тонкость один нюанс и нюанс какой робот пока не может создать великолепный контент вот и не то что робот не передаст ту любовь не передаст ту заботу и ту пользу ту полезность которую вы хотите дать людям пока робот это генерировать не может ну то есть может генерировать но пока роботы вообще в мире могут генерировать только новостной контент вот в частности у bloomberg и reuters а уже работают роботы и в районе 30 процентов их контента новостей Это как раз программные роботы создают, не журналисты. Но пока в автоматизации маркетинга роботы контент не генерируют. Поэтому наша задача здесь – контент правильный сделать. Какой у нас контент должен быть? Полезный, решающий проблемы. Вот это очень важно. Обучающий. Он может быть вовлекающий, мотивирующий. Контент, отвечающий на вопросы, стимулирующий к покупке. Вот пять ключевых вещей, которым нам нужно заняться. Итак, друзья, добро пожаловать в будущее, которое наступило. Мое, наверное, любимейшее направление сейчас маркетинга – это автоматизация маркетинга. Сейчас я буду вам показывать в течение жизненного цикла, как можно использовать автоворонки. И самые яркие, самые интересные примеры за последнее время, которые мы видим у клиентов платформы GetResponse. Итак, приветственная автоворонка – кейс Land Café. Очень красивый кейс, польский кейс, европейский. И здесь Land Café, эти ребят – это комьюнити. Комьюнити любителей ленд-роверов. И они собирались по всему миру, путешествовали. Им очень нравилось, они дружили друг с другом. И потом они поняли, что у них есть страсть, которая их объединяет. Ну, не у всех, но вот есть. И страсть какая? Это кофе. Это любовь к кофе. И когда они, соответственно, путешествовались, то есть они решили открыть кофейню. И потом, так как они с большой любовью относились к тому, что они делают, пошла задача вот у них уже открывать интернет-магазин. Потому что людям было важно купить этот прекрасный, вкуснейший кофе. И уже дома, соответственно, делать себе свой кофе. И они решили что сделать? Они решили сделать автоматизацию маркетинга, приветственную автоворонку для новых обращающихся к ним клиентов. Вот кто подписывался к ним и людям, которые тоже у них, соответственно, в кофейне. И это шесть писем. Вот смотрите логика. Сейчас я покажу, как любовь и робот работают вместе. Логика какая? В первом письме они рассказывают о том, почему они так называются, как они познакомились, как они решили организовывать свой бизнес. То есть они рассказывают о своем бренде. Второе письмо прекрасно. Вот здесь четко показывается, да. Почему стоит покупать кофе? Ну, зерна, да, жареный кофе, зерна в зернах. Почему стоит покупать у вот как раз энтузиастов, которые любят кофе, которые смотрят за температурным режимом, отбирают кофе, привозят. То есть вот заботятся о нем. Вот, да, это левая сторона инфографики. А правая, ну, а вот если что будет, если вы купите просто на фабрике там или в супермаркете где-то еще. Ну, где это масса продакшн. И видите как, совершенно наглядно. И самое интересное, вы цены нигде не видите. Продаж здесь нет. Знаете, куда идет перевод? Да, на блог. А на блоге эта статья уже более-менее рассматривается больше. А третье письмо, оно прекрасно. Третье письмо – это ребята рассказывают, откуда они привозят кофе. И почему из Америки привозят, да, из Африки, что там такое классное, да. Потом из Азии-Океании, что у них какие особенности, да. Вот, в Африке, да, в Америке, я уже сказала. И что это как раз карта вкусов, мапа смаков, да. Это карта вкусов, карта вкусов кофе. Я, знаете, почему этот кейс меня так вот, он так нравится? Потому что на самом деле я очень люблю кофе, вот. А во-вторых, для себя я читала его как медиа, реально. Я переводила его, и я его читала, много для себя интересного узнала. То есть каждая статья, она, знаете, она как маленькая статейка из журнала. И потом переходишь на блог и читаешь уже больше. Итак, вот структура. А, ну да, следующее письмо получается, раз, два, три, четыре. Пятое письмо – это уже вкусы ключевых сортов кофе. Это что? Это робуста-арабика, да, как разница между ними, там, тонкость вкусов, вот, и крепость. То есть они уже рассказывают о ключевых вот таких вещах. Последнее, очень практичное письмо – это упаковка кофе. Как видеть там ключевые вещи на упаковке кофе, да, то есть полностью увидеть. Очень такое практичное для тех, кто покупает уже. И, наконец, это было, ну, последнее обучающее письмо. И, наконец, совсем последнее письмо. Это, вот тут идет продажа. Это промо-код 10% на первую покупку. И смотрите, как интересно, да, то есть, вот, да, еще вот она. А вот сценарий автоматизации. Это простейший абсолютно сценарий. Это автоворонка приветственных писем. Это линейный сценарий. Сделать его в районе пяти минут можно использовать шаблон. Он, на самом деле, ну, вот у нас, говорит, респонс просто – это в интерфейсе. Вы вытаскиваете эти блоки, да, и соединяете между собой. Это drag-and-drop редактор. Просто, ну, кликаете мышечкой и соединяете. Тонкость какая? Любой робот работает по принципу «если то». То есть, если человек что-то сделает, то ему высылается сообщение. А потом есть, да, еще такая вещь, как условие, да. То есть, например, в этом случае это время. Вот, ждать столько-то дней, да, например. Или выслать такому-то диапазону. То есть, на самом деле, логика вот этого сценария какая? Если человек к нам подписался, например, на сайте, мы высылаем ему письмо. Потом мы ждем, например, один день, высылаем следующее. И все, и пошло, и пошло, и пошло. Так, давайте посмотрим результат. Результат. Вот когда они запустили компанию. Рост продаж 54%. Причем самое интересное. 41% уже пошел рост продаж, да, у них вот интернет-продажи. Оно пошло до первого письма, прошу прощения, до последнего письма вот с этим промокодом. То есть, не продающие письма, которые отправляли людей на блог, которые просвещали, которые рассказывали о бренде, в которых они делились самыми интересными этими вещами, они уже принесли 41% продаж, повышение. Вот, ну а, соответственно, вот купон на первую покупку дисконта, да, скидочки принес 13% еще сверху. Вот, любовь и роботы. А давайте смотреть дальше. Давайте смотреть уже такую ситуацию интересную. Это обучающая, продающая автоворонка. Это сложный продукт сейчас будет. И это прекрасный отус. Отус – это онлайн-образование, это компания, которая входит в топ-30. Это те компании России. То есть, компании, которые специализируются, проекты, да, которые специализируются на онлайн-обучении. Вот, и тонкость какая здесь? Это разработчики. То есть, это курсы, онлайн-курсы для разработчиков. Сложный продукт. Реально сложный продукт. Цену вы видите, да, 120 тысяч, со скидкой 85 тысяч. И для того, чтобы это только онлайн-курсы, они длятся несколько месяцев. И там по-настоящему нужно иметь серьезную экспертизу и подготовку, чтобы быть готовыми его пройти. И напрягаться во время прохождения. То есть, по-настоящему дисциплинированно работать. Вот, аудитория. Прекрасная, умная и недоверчивая. То есть, все вот эти акции, скидки, ля-ля, оно не действует. Это очень рациональные люди-разработчики. Вот. То есть, видите, какое сочетание у них было? Какой у них рынок? Вот. Но что они решили сделать? Они решили, соответственно, внедрить автоворонку. В этом случае тоже через e-mail. И какая у них была ситуация изначально? Приходили люди, соответственно, на сайт. К ним хотели пройти курсы. И они потом увидели, что на самом деле люди не готовы проходить курсы. И это видели их менеджеры по продаже, которые вместо того, чтобы продавать, квалифицировали людей и понимали, что кому-то экспертизы, например, не хватает. Вот кому-то что-то еще. И они решили помочь сейлзам в этом случае и автоматизировать квалификацию лидов и сегментацию через воронку. Мало того, это потрясающая воронка. Мы назвали ее топ. Тестирование, обучение, продажа. И до продажи. Вот вы знаете, по-моему, около 57, если не ошибаюсь, это из моей статьи, процентов маркетологов, они подчеркивают, что автоматизация маркетинга дает хорошую, отличную возможность для до продаж. Это так и есть. Смысл воронки какой? Люди подписывались. Им, соответственно, приходило письмо с предложением пройти тестирование на сайте. Это профессиональное тестирование навыков. Вот, если человек проходил, да, его поздравляли, давали ему скидочку на, по-моему, я не помню, на неделю, по-моему, или сколько там, небольшую скидочку, и предлагали все, поздравляем, вы зачислены, оплачивайте, учитесь. Если человек не проходил, то тут его прокачивали. Его прокачивали, соответственно, целый месяц. И после этого, да, самое интересное, это были не просто классные материалы, я вам покажу сейчас письма, но в прокачке еще были небольшие короткие курсы. Короткие курсы на 90% дешевле, чем основной курс. Вот, соответственно, вот так шла до продажи. После месяца такой мощной прокачки, да, отправлялась, предлагалось снова пройти тестирование. И вот шло это по такому, соответственно, замкнутому циклу. Первое письмо. Вот оно. Вы прошли в течение 7 дней, начните обучение по сниженной цене. Второе письмо. И начинается, вот посмотрите, идет прокачка такими письмами. Здесь и статьи, здесь и мастер-классы, здесь и какие-то, по-моему, что-то, да, ну, а, ну да, тоже. Еще у них на хабре они пишут, да, и какие-то, видите, мемы используют. То есть очень много полезного контента. И еще здесь вот они, короткие курсы. Посмотрите, как здорово. Человеческое изображение, изображение человека – это очень мощная вещь для того, чтобы поднять, если честно, конверсию. И вот это вот, ребята, они прекрасно это поняли. Изображение, соответственно, преподавателей. А вообще, как вам нравится? Это я обожаю это. Это письмо. Это одно письмо, которое рассылается. Вот, то есть это не одно письмо, а это их стиль, да, вот у них есть вот такие письма, которые они рассылают по всей, в частности, базе. Это просто пример. Здесь 15 призывов к действию. Вот, поэтому и это письмо прекрасно заходило. То есть оно было как реально дайджест самого интересного, все в одном. Вот, поэтому, если вот есть какие-то вещи, меня спрашивают часто, Юля, сколько призывов к действию можно иметь максимум в письме? Один или два? Я говорю, все зависит. Смотрите, тестируйте. Вот это письмо шло на ура. Соответственно, вот помните, та автовороночка, вот так она выглядит в сценарии в GetResponse. Это ветвящийся сценарий. Вот так он выглядит. Результат, друзья. Рост продаж 89% из e-mail канала за 6 месяцев за счет такой автоматизации. Да, вот, они запустили 29 уникальных сценариев. Вот как раз, да, вот один из них вы видели. Окей, 89% рост продаж за 6 месяцев. 200% рост продаж из e-mail канала за год. 91% рост базы контактов за один год. Можете себе представить. И, наконец, увеличение переходов 203% за один год. И рост открытий 70% увеличения за 6 месяцев. 29 сценариев. Ну, мы когда узнали, конечно, мы аплодировали, но 29 сценариев было очень интересно. А вот как? Насколько много времени, сколько много усилий, чтобы это воплотить? И передаю слово гениальному Владиславу Строчкову, это e-mail маркетолог образовательного проекта Otus. Что говорит Владислав? Для меня автоматизация – это когда на настройку процесса потрачен день. И год потом к этому не прикасаешься. За месяц можно все отстроить. Если вы понимаете психологию вашего клиента, если вы понимаете процесс, и вы можете примерно у себя в голове даже простроить такой алгоритм, то настроить это, видите, в GetResponse в нашей платформе, то можно за день настроить процесс. И фактически 29-30 процессов в этом случае обеспечили около 90% продаж, повышение за 6 месяцев. Это действительно так. Автоматизация – это вещь очень мощная. И вот я сейчас покажу вам настоящую, продающую, уже четко продающую автоворонку. И нестандартные сценарии. Нестандартные сценарии автоматизации, чтобы показать вам богатство возможности использования автоматизации. Travelmart. Travelmart – агентство делового туризма. И это проект Poest.ru. У Travelmart есть проект Poest.ru. Это онлайн-агрегатор продажа для билетов. Ну а сейчас, в общем-то, внутренний туризм у нас на подъеме на фоне того, что происходит, конечно, и ЖД-перевозки тоже. Поэтому это очень даже актуально. И вот мне очень было приятно показать это в свое время в технопарке Сколково на New Retail Forum. Вот этот пример. И он действительно многих вдохновил. Итак, теперь интересная ситуация с Travelmart. Travelmart напрямую. Они говорят, что у них конкурентоспособность их цены и то, что они дают скидки – это одно из мощнейших их преимуществ на рынке. Вот. И поэтому они очень хорошо, вот у них не только классная автоматизация, они очень круто работают с контентом. И то, как они с юмором ярко рассказывают о скидках, я не видела ни у кого. То есть Aviasales, они тоже наш клиент, но Aviasales вообще просто с юмором они рассказывают обо всем. То есть если вы помните, у Aviasales есть два вида рассылки. Вот вы когда переключаетесь, там есть переключатели сверху. С юмором и без юмора, да, с шутками и без шуток. А у них не так, у них с приколами и без приколов рассылка. Вот. А у Travelmart очень классное преподнесение скидок. Во-первых, какие у них вещи, да. То есть смотрите, у них первое появляется герой. Герой, вообще любые вещи, связанные с героем, с туритейлингом, они всегда пользуются успехом. То есть вот у нас есть тоже, есть кейс «Все на местах». Это тоже и коммерс, интернет-магазин. И там с помощью маленького героя прекрасного, там типа плюшевой мисочки, такая лапочка была, там возвращали людей на сайт брошенные корзины. И там девичья команда умудрялась возвращать 24% тех, которые ушли, да, вот бросили корзины. И продажи там достигали 11%, а открытие 62%. Вот маленькой цепочкой из трех писем с прекрасным вот этим вот героем, мисочкой. Здесь появляется герой другой. Это котик. Котик-проводник. Проводника зовут Котофей Борисович. Котофей Борисович едет по стране как проводник и рассказывает о новых маршрутах. И что делает? Конечно же, он дает скидку. У него свои скидки именные и очень прикольные. Мяу 937. То есть видите, как он скидки раздает туда-сюда. 937. Так, теперь. Очень интересно, знаете, у них к праздникам. Это же можно все автоматизировать запросто. Это напоминающая рассылка. Вы всегда можете заложить сценарий под праздники. И в этом случае, да, вот у нас 1 апреля, вот у них, да, мне просто выбрало смешную рассылку. Они 1 апреля написали о том, что в России запускается первый в мире железнодорожный состав, орбитальный. Вот. То есть, соответственно, в космос. И вот они написали, что это за состав. И они дают с 1 по 3 апреля на все покупки в честь запуска вот этого межорбитального состава. Они дают космическую скидку. Space 2001. 1, помните, да, космическая Одиссея? Space 2001. То есть, они с юмором даже промокоды делают. Сезонные. Сезонные вещи у них тоже, да, и тоже с большим юмором не пишут. Всем привет. Как прошли майские? Выбрались куда-либо? Или традиционно на картоху в тишдогладь? Так вот, если все-таки, да, на картоху, поздравляем. Вот вам, значит, еще скидка прекрасная. Жуки. Жуки 0.7. То есть, у них вот эти очень такие контент юморной, прикольный такой. И релевантный, и адекватный с запросом пользователей. И как они еще работают? Вот у них потрясающий есть сценарий автоматизации, тоже сделанный у нас. Он показывает, как можно все цепочки от людей, которые подписываются из разных каналов. Например, на сайте, из рекламы, из блога, да, через веб-пуш. Кстати, у нас тоже это внедрено веб-пуш. Вот через веб-пуш. Как все это можно, соответственно, свести в одну цепочку полностью, в один сценарий. И робот сам определяет, откуда подписался человек, сам находит цепочки, да, соответствующие этому человеку. И таким образом может работать с огромным сегментом данных. Вот. То есть, вам не нужно отдельно для каждого канала придумывать, да, и автоматизировать отдельно каждый канал подписки. Нет, все это можно сделать через волшебную функцию «Динамический сегмент». И в этом случае что получается, да, то есть, ну, были заложены сообщения, да, для каждого источника, свои скидки для каждого источника. И через вот эту функцию «Динамический сегмент» огромное количество, соответственно, вот этих вот писем, сообщений подписчиков. Все было автоматизировано в одном большом сценарии. Причем, самое интересное, в этих письмах, да, еще были, что и акции, и новости, то есть и полезный, интересный какой-то контент. Так, вот это вот и есть известнейшая вещь, называется «Скоринг лидов». Что такое «Скоринг лидов»? Это очень сейчас прям вот хит, да, в программных роботах по автоматизации коммуникации и маркетинга. «Скоринг лидов» – это присвоение баллов человеку в зависимости от его действий. Есть автоматический «Скоринг лидов», ну, вот у нас в GetResponse есть автоматический «Скоринг лидов», когда искусственный интеллект платформы определяет, да, по определенным там критериям, как человек себя ведет, то есть насколько человек к вам более-менее лоялен. И одновременно есть «Скоринг лидов», которые вы сами можете заложить, да, вручную. То есть, например, что это такое? Вот, ну, вы видите сейчас интересную программу антилояльности, но я вам скажу, как действует программа лояльности, потому что она сейчас больше востребована, в общем-то, на рынке. То есть человеку приходит письмо, человек открывает, 1 балл автоматически присваивает робота, человек переходит по ссылке. Например, 3 балла автоматически присваивает робота. Цифры даете вы 1 балл, 3,8, неважно, 3 балла переходит по ссылке. И, наконец, когда человек переходит на сайт и делает заказ, например, да, вы присваиваете 5 баллов, а если человек еще покупает, то 7, то есть вот видите вот такую градацию, и потом вы видите прям сразу, да, вы видите, сколько, соответственно, кто у вас самый лояльный пользователь. И для этого лояльного пользователя вы можете запускать самые важные сценарии, самые эксклюзивные распродажи, самые льготные предложения. Вы можете для них частоту регулировать, чтобы ни в коем случае не закидать их рассылками, да, то есть и это очень интересно, вы видите, как созревают люди, как они идут по воронке. Вот, то есть и вот так можно делать через email программу лояльности. Помните, да, если брать сценарий свода людей отовсюду, изо всех источников подписки, подключать скоринг лидов, вы максимально отдадите любую эту рутину роботу. Просто нужно все это настроить, как Владислав, да, вот взять, например, месяц настроить, ну, может, немножко больше, если вы не знакомы с автоматизацией, да, ну, и там с помощью, например, аккаунт-менеджеров платформы все это, соответственно, настроить и запустить вот этот весь процесс. Это безумно интересно. Это столько времени вашего освободит и поднимет ваши результаты. Вот, теперь, что сделали TravelMart? Вот это антилояльность. Тема очень интересная, и тема в том, что если люди не открывали письма, они, соответственно, им присваивали, например, один балл за неоткрытие. И когда цифра достигала 15, они запускали, соответственно, письмо реактивации. То есть, друзья, ну, как, читать будем или нет? Если не будет, если вы не будете, то мы, соответственно, убираем вас из нашей рассылки. Вот, и это очень удобная вещь, да, которая убирает неактивных, избавляет потом от возможностей, там, каких-то жалоб на спам или ошибок доставки, с одной стороны, но с другой стороны позволяет видеть реальную статистику, реальную статистику по активным пользователям, да, и поэтому делают письма лучше и лучше. Вот, результат, смотрите, 2017 год, база 125 тысяч подписчиков, уникальное открытие 17, уникальный клик 2,5 процента, да. В 2018 база уменьшилась, но уникальное открытие 26 процентов выросли на 50 процентов, уникальные клики 5 процентов выросли на 100 процентов. При уменьшении базы, ах, да, и самый-самый важный показатель, где у меня нету, жалко, вот этого слайда нету, просто там у меня прям вырезка из скриншот, из Google аналитики их. Повысились продажи из e-mail на 40,2 процента, то есть у них за год на 40 процентов выросли продажи из e-mail. Вот какой результат, при том, что уменьшилась база, то есть неактивных убрали, в основном активные и повысили за счет классного контента и сценарий, вот такие цифры. Окей, ну что, пришло время завершать, да, друзья, я полностью присоединяюсь к словам нашего замечательного, да, клиента-маркетолога Тревел Марта Сергея Гутова. Автоматизация, друзья, работает, и это, конечно, настоящая магия. Ну что, предлагаю вам, да, попробуйте автоматизацию. Вот и наша функция Marketing Automation, это GetResponse, на GetResponse сайт getresponse.ru slash max. Max – это версия наша расширенная, да, которая дает максимальные, да, максимальные возможности автоматизации. Там еще персональная техническая поддержка полностью ваша, то есть помощь в настройке. Вот, и вебинары. Кстати, если вы пользуетесь вебинарами, вот самый мощный функционал вебинаров тоже воплощен в нашей версии платформы GetResponse Max. Так, друзья, подарок, вам подарок. Если у вас несколько подарков у меня сейчас будет, вот, для тех, у кого есть 20 тысяч подписчиков e-mail, да, и для тех, кого нет, у кого нет. Друзья, 20 тысяч e-mail подписчиков. Дарим потрясающий международный онлайн-курс сертификацию. Вот, действительно, это 7 международных экспертов, 22 урока. Это европейский хед-офис нас сделал, да, и мы локализовали его. То есть настоящий сертификат выдается, если вы проходите тест. Тест пройти можно, естественно, и увидеть все эти уроки, эти эксперты. Это классные примеры. Автоматизация маркетинга. И еще даем консультацию в подарок по настройке автоматизации онлайн-консультации с российским экспертом. Вот, поэтому, друзья, пожалуйста, это для вас. Сканируйте код, делайте скриншот. Вот, можете перейти по ссылке bit.ly slash gr1.00 slash gr10.000. Вот, и, наконец, если у вас менее 20 тысяч подписчиков, замечательно, прекрасная есть точка роста. Поможем вам их собрать. Вот смотрите, что есть, да, у меня. У меня чек-лист – это видеокурсы, статьи, вот, и чек-листы полезных сервисов, полезных статей, как набрать базу подписчиков, автоматизация маркетинга, 21 убойный факт. И если вы хотите получить плюс 7 в WhatsApp, только в WhatsApp, там много ссылок, плюс 7, 968, 681, 48, 81, плюс 7, 968, 681, 48, 81. Текст, пожалуйста, подарки. Текст, подарки. Если вы хотите получить отчет, чтобы видеть среднюю температуру по больнице, по индустриям, по ключевым показателям мануэл маркетинга, по странам, по цепочкам автоматизированным, да, вот, в частности, ну, по триггерам, я имею в виду, по триггерным письмам, пожалуйста, напишите, кроме подарка, слово «отчет». И я вам тогда буду в течение, наверное, дня сегодняшнего и завтрашнего высылать, соответственно, эту информацию. Так, наконец, друзья, остаемся на связи. Я люблю Инстаграм. Давайте дружить в Инстаграм. Я в Фейсбуке, вот я в Фейсбуке. С радостью делаю репост в сториз моих докладов, которые вы сделаете. Если есть вопросы, так, то задавайте. Пока подождем вопросов слушателей и в Зуме, и в Фейсбуке. Кстати, еще с ними сегодня не поздоровали. Всем привет. Помучу Юлю своими вопросами. Юль, смотри, впереди новое десятилетие у нас. Можно подвести какие-то такие предварительные итоги. Очень часто, в том числе даже наши подписчики, некоторые клиенты начинают заикаться о том, что вот имейл – это уже прошлый век, это не работы. Давайте все переходить в мессенджеры и тому подобное. Нет, мы это, конечно, для себя прекрасно видим, потому что мы работаем по всей стране и понимаем, что в Москве-то, может быть, и есть какой-то там небольшой переток, но по всей стране там совсем другая ситуация. Но это наше мнение. Вы работаете по всему миру. Скажи, пожалуйста, как оно есть на самом деле? Что с ММИО? Так, автоматизация маркетинга. 21 убойный факт. Буду цитировать. Хорошо. Я даже вот… Ну, во-первых, насчет мессенджеров и всего остального. Во-первых, процитирую Молли Питман. Эксперт Миничат. Эксперт Миничат. Миничат, вы знаете, крупнейший мессенджер Фейсбука. Да? Самый известный Миничат. Вот Молли, когда я все время обучалась, да, вот этому, да, чат-боты, ну, грубо говоря, боты, чат-боты и как сделать бота в Миничат. И Молли напрямую говорит в первом уроке. Друзья, есть такое, да, вот есть такое мнение, что имейл и мессенджеры воюют, и там мессенджеры вытесняют имейл. Так вот, это не так. Это два канала, прекрасно взаимодополняющие друг друга. Вот. И просто разница сообщений. Вы в мессенджере столько много не напишите, люди не привыкли к этому читать. В имейле гораздо больше можно сделать. Да, кроме того, огромное количество мессенджеров – это сложность переключения. В имейле гораздо быстрее все отсортировать и сделать по тем же самым, например, папкам, да, если мы смотрим. Вот. Имейл все-таки коммерческая коммуникация. Но Молли говорит нам, она не так подробно, как я, она говорит, это не так. Это два канала, которые прекрасно дополняют друг друга. Это два канала, которые позволяют держать внимание пользователей там и там. То есть вы пользователей не отпускаете, вы транслируете им омниканальную коммуникацию. Поэтому используйте имейл и используйте мессенджеры. Так, вот я только что открыла статью на Коссе. Да, сегодня, как я сказала, по данным Бишпонта автоматизацию маркетинга используют 64% маркетологов именно в имейл. Они же сообщают о росте на 152% показателя кликабельности и на 70% показателя открываемости автоматизированных писем. Так, где у нас еще? Ага, так-так-так-так-так. У меня, по-моему, где-то была фраза, сейчас найду. Значит, свыше 50% лидеров мнений считают, что имейл-автоматизация сейчас самая эффективная автоматизация. То есть вопрос, что еще? Ага, автоматизированные имейл-рассылки демонстрируют показатель открываемости в среднем на уровне 44% и кликабельности на уровне 10% и выше. Что это значит? Вот по индустрии в среднем, где-то в 2-3 раза это меньше. То есть я хочу сказать, знаете, вот просто у нас, что еще? Ага, вероятность отправки более релевантного контента на 133% выше. То есть я просто хочу сказать вам, да, и открытие, открываемость, вот что любят говорить, о, в мессенджерах там 70% открываемости выше. Наши кейсы показывают, и кейсы B2B в частности, что открываемость может быть 77%, 73, 74, 71, запросто, за счет автоматизации. То есть поэтому разговоры, да, имейл там, что-то с имейлом не то или как-то еще. Друзья, кто умеет это делать, тот делает, делают с автоматизацией, он получает потрясающие показатели. И если существует такое мнение, для вас, тех, которые будут заниматься автоматизацией маркетинга, это прекрасно. У вас есть точка роста, и у вас меньше конкурентов. Ваши письма будут более релеванты и будут отличаться. А вас будут рассказывать, и у вас будут потрясающие результаты. Потому что если бы все занимались автоматизацией, рынок был бы гораздо более конкурентен. Пользуйтесь этим временем, пользуйтесь. И возврат на инвестиции канала, как я уже говорила, самый высокий из всех диджитал-каналов коммуникации. 38 долларов на 1 доллар. Возврат из дохода на инвестиции – это в имейл-маркетинге. Хорошо, спасибо. Пока мы общались… О, какой прекрасный вопрос! Нигде! Почему, да? Потому что испортите репутацию домена, как потом восстанавливать будете? Я предложу другую вещь. Значит, друзья, делайте коммаркетинг, делайте коммаркетинг. Что это такое? Например, вот мы с Олегом что сейчас делаем? На самом деле мы же сорганизаторы этой замечательной конференции. Мы вместе, да, соответственно, ее создаем. И это значит, что, собственно, мы базу клиентов, да, которая, соответственно, сейчас вот у нас, ну, база подписчиков, да, база регистраций, мы используем вместе ее. То есть сорганизаторы используют вместе. Ну, сделайте же вы совместную онлайн-конференцию на основе вебинара. Ну, господи, ну у нас где-то респонд сделайте, ну в Zoom сделайте, где вы считаете нужным. Вот. И, соответственно, если несколько компаний соберется, уже будет определенная база. Вот она у вас и получится. Но только правильно нужно потом сообщить людям, что вы сорганизаторы, да, выслать какие-то подарки, выслать интересные материалы, сделать контент. Ну, вот я же не зря рассказывала. И вам покупать не нужно будет. Не связывайте с этим, потому что это прямой путь. Спам – это, грубо говоря, чудовищно. Испортите репутацию домена, потом до людей не достучитесь. Так, еще два вопроса. Прилетели в фейсбуке. Первый вопрос. Как избежать попадания в спам, рассылок в HTML-формате? Ну, собственно, если вы будете просто про… Если у вас будет… Вот мы ответили уже про базу. В основном-то, конечно, здесь вопрос не спама из-за именно HTML, а спама из-за качества вашей базы в первую очередь. Поэтому собирайте базу правильно. Вот. А дальше… Дальше, ну, в HTML-формате будет совсем там уже небольшой. То есть тут я боюсь, что другая причина. Вопрос не в HTML-формате, а в качестве вашей базы. Про качество базы я уже сказала. Да, валидируйте свою базу. Валидируйте свою базу. Есть сервисы, например, валидации базы. По-моему, мыл-валидатор может вам помочь, да, то есть в частности. Вот. Почистите базу от неактивных. Вот я же привела прекрасный пример Travel Mart. Как они чистили базу от неактивных. За нелояльность. Делайте реактивационные цепочки по базе. То есть два-три письма, ну, лучше три, наверное, в которых вы даете какие-то вещи, чтобы яркие, хорошие, чтобы человек вернулся и продолжал читать ваши письма. Это и подарки, и полезный контент, может быть, и даже скидки уже, да, чтобы человек понимал, что зачем вам ваш контент. Каким образом можно нарастить базу, Светлана? Ну, это целая там, целая история, как можно. Во-первых, первое, я вам уже сказала, это онлайн-конференции. Второе, это полезный контент. Можно собирать, в частности, базу, если вы создадите электронную книгу или исследование, разместите ссылку на нее на том же самом сайте или на лендинге, попросите ваших инфопартнеров пускать туда трафик, например. Если вы хотите без денег, но судя по всему, что вопрос, где покупать базы, деньги, естественно, имеются, то лучше пускать на лендинг с полезным контентом базу по контекстной рекламе. Люди приходят, чтобы скачать вашу книгу, например, электронную, какая электронная книга, может быть, по исследованию по рынку, да, электронная книга, по кейсам, очень интересно, как применять. Вот, и, соответственно, руководство какое-то, чек-лист, они оставляют вам базу. Это называется полезный контент в обмен на контакты. Это второй способ. Третий. Например, если вы выступаете где-то на вебинарах или чужих сторонних, пожалуйста, вот то же самое, видите, как у меня лид-магнит тот же самый, просто открываю, тогда я говорю, пожалуйста, напишите мне там или на почту, или где, да, вот, соответственно, вот так идет сбор контактов. Ваши ссылзы, пожалуйста, это источник сбора контактов. То есть огромное количество сбора контактов есть. А всплывающие окна? Моя любимая вещь. Всплывающие окна правильно сделаны, да, которые дают какое-то интересное предложение с принцип действия, с каким-то интересным видом магнитом. Можно через всплывающие окна поднять сбор контактов от 10% до 100, да, поднять конверсию на сайте, на главной странице мы это сделали, и у нас поднялось на 14% в течение вот полутора месяцев. На 14% у нас поднялось количество регистраций вообще в сервисе. Это даже не контакты уже, а это уже пользователи. Спасибо. Будем наверстывать сроки. И переходим к следующему инструменту автоматизации маркетинга. У нас есть… Юля что-то хотела сказать. Отличная компания JegaJam. Максим Левко. С JegaJam мы начали сотрудничать в этом году как раз. И нам понравилось. И мы рады приветствовать их на наших мероприятиях и в наших проектах. И на карте автоматизации маркетинга тоже. И Максим расскажет как раз про то, как сделать эффективную контент-стратегию, контент-стратегию маркетинга в соцсетях. Максим, включайся. Спасибо большое. Времени у меня очень мало. Осталось 12 минут. Я не знаю, как я успею, но я думаю, что за 20 минут я справлюсь. Давайте знакомиться. Меня зовут Максим Левко. У меня за плечами 8 лет руководства отдела клиентского сервиса и исследований в JegaJam. Я являюсь экспертом в области анализа социальных сетей и сейчас занимаюсь развитием наших продуктов. Цель компании – это упрощение анализа и повышение эффективности соцмедиа. За всю свою карьеру я провел более полутора тысяч всевозможных встреч, в том числе обучение в социал-медиа, направленных на автоматизацию маркетинга. И буду рад сегодня для вас рассказать что-то новое, уникальное и чему-то научить. Повторюсь, у меня мало времени, чтобы детально рассказать обо всем, но я постараюсь вам рассказать со всех сторон все, касающееся контент-стратегии в соцсетях. Давайте рассмотрим, что такое контент-стратегия в социал-медиа. Это для меня, я буду говорить своими словами. Для меня это результат глубокого анализа отрасли, в ходе которого специалисты получают представление, что нравится аудитории, на основе которой формируется сам контент, достигающий, естественно, цель ведения страниц. То есть, да, резюмируя, контент должен совпадать с целью ведения сообщества, нравится аудитории, быть вводом на одном языке с аудиторией в нужное время, в нужном формате, пальцы закончились в виде и в нужном виде, и в нужной стилисте. Да, семь таких пунктов основных. Хорошим способом достижения высоких результатов в маркетинге является методика выявления точек боли клиентов. Ну, например, мы видим это в бьюти-сегменте, когда мы получаем такой месседж от производителей, что у нас неровный тон кожи, слишком темная или светлая кожа, прыщи, черные точки, целлюлиты и так далее. Да, для автосегмента, для мужчин, да, будет больше, ближе. Это страх попасть в ДТП, получить штраф, эвакуация авто, ну и так далее. Общая для всех тема – это телеком. Нас пугает, что мы можем остаться без связи. Для финансового сектора, что мы можем остаться без денег и так далее. Все это выявляется как раз, вот эти все страхи выявляются на моменте формирования контент-стратегии. И до текущего момента, по факту, контент-стратегия формировалась только малым количеством узкоспециализированных специалистов, которые опирались на собственный опыт, искали какую-то информацию в исследованиях, в открытых источниках или доверяли все это маркетологам или отраслевым экспертам, ну или же, как у кого денег чуть больше, целым исследовательским компаниям или агентствам. На этом слайде вы видите плюсы и минусы каждого выбранного способа. Я от себя добавлю лишь то, что все известные мне способы становятся менее эффективными через 1-2 месяца после запуска, так как в них устаревают тренды и контент передается аудитории. Она меньше реагирует на него. Мы последние три года, собственно, выступали в виде экспертов и исследовательских компаний и поняли, что это одна из проблем. То есть, получая обратную связь от наших всех исследований, мы поняли, что это долго, мы делаем это долго, и это становится не таким эффективным через уже короткий срок. Поэтому мы собрали весь наш опыт и реализовали возможность в нашем продукте формировать контент-стратегию в режиме онлайн. Но в ближайшие 10 минут я буду рассказывать теорию и практику, которую вы сможете повторить самостоятельно и без нашего продукта. А в конце, конечно же, я расскажу про наши нейросети, которые помогают в данный момент уже сотням наших клиентов ежедневно. Итак, любая контент-стратегия в СМО начинается с определения целевой аудитории. Выявление площадок, понимание, что публиковать, в каких форматах. Далее вы ставите KPI, пишите тексты постов, согласовываете и запускаете стратегию. Вроде бы как все просто, но достаточно много вопросов возникает у каждого пункта. Как это делать и на что обращать внимание, давайте разбираться вместе. Касательно целевой аудитории, она должна быть известна вам из глобального маркетинга, так как она исходит из того, кто покупает или кто должен мотивировать покупать. Как-то так. При этом задача в СММ – это найти оптимальный контент, который будет нравиться наибольшему диапазону возрастов. Это нужно, чтобы охватить полностью всю целевую аудиторию. Но вполне нормальным будет работа на аудитории, чуть входящей за рамки, или наоборот, немножко уже, чем в глобальном маркетинге. Развитие соцсетей сегодня позволяет заимствовать успешный опыт конкурентов в соцсетях. Причем это может быть не прямой конкурент, а, например, для агрегаторов такси они могут смотреть на харшеринг или на аренду транспорта, например, велосипедов, самокатов и так далее. И, естественно, здесь еще про транспорт идет речь про сезонность, но мы в данный момент опустим. И почему это можно объединить? Потому что всех их объединяет перемещение людей из пункта А в пункт Б, не на своем авто. Получается так. Поэтому мы предлагаем вам остановиться на простом варианте поиска и анализе конкурентов. Этим вы сразу можете решить две задачи. Это понять, в каких соцсетях присутствовать и что нравится вашей потенциальной целевой аудитории. Вы можете воспользоваться бесплатным продуктом, позволяющим не только найти конкурентов, но и понять, какие из них сейчас активно развиваются. Для этого вы можете зайти на jaga.jim.com. У нас внизу есть ссылка на рейтинг или перейти по QR-коду, который видите на экране. Сможете посмотреть в рейтинге быстрорастущие страницы по нужной вам отрасли и региону. Рейтинг по России и странам СНГ отлично работает. И даже позволяет в моменте посмотреть, какой из конкурентов сейчас активно продвигается через страницы с наибольшей аудиторией. Также вы сможете посмотреть топовый контент у ваших конкурентов, чтобы его как-то вручную проанализировать и понять, что публиковать вам. Ну, естественно, это бесплатно. После найденных интересных конкурентов нужно анализировать их контент. Мы обычно разделяем весь контент на два раздела. Это рубрики и содержание. Но когда требуется нашим клиентам, дополнительно добавляем продуктовые направления. Мы это делаем с помощью тегирования контента. Как вы видите на экране, каждый пост несет в себе огромное количество различных тегов. Разбивая посты на эти теги, можно понять направление постов. А проанализировав таким образом весь массив данных полученных, мы сможем понять, про что пишет бренд или же про что принято писать во всей отрасли. Ну, естественно, из этого всего мы поймем, что более эффективно среди всего этого контента. Когда мы это делали вручную, мы это делали таким образом. Брали топовый контент за последние три месяца, вручную ставили нужные теги на каждый пост. При этом топовый – это минимум 100 постов. Но чем больше вы протегируете, тем будет более верная статистика. В идеале, конечно, вообще все посты проанализировать и протегировать. И важно захватить… Почему важно это захватить? Все посты. Потому что конкуренты могут промотировать часть контента и часть реакций, которые попадают на стене сообщества, в пост, они идут с рекламной части, рекламной составляющей. И это может дать некую погрешность на результатах ручного анализа. Это речь именно про ручной анализ сейчас. И вот этот нюанс именно для ручного анализа применим. В итоге у вас должен получиться примерно такой список направлений, разделенный на рубрики и содержание. Они помогут вам выявить результаты эффективности и, наоборот, провальности определенных постов, то есть определенных рубрик и содержаний. Можно добавить и индивидуальные теги. Например, для электроники могут быть телевизоры, мобильные телефоны, пылесосы, холодильники. Для банков это кредиты, ипотеки, программы мотивации и так далее. Банковские карты различные, виза, мир. Далее нужно определиться с типом контента. Для каждой отрасли подходит своя подача информации, поэтому важно анализировать именно вашу отрасль или ваш бренд. Кому-то нравятся лонгриды, кого-то цепляют мемчики на картинках. Это, кстати, пожалуй, самый популярный вопрос. То есть к типам контента пришли уже все практически СММщики и просто спрашивают, хотят найти вот эту единственную таблетку, как у нас сейчас вакцина. Это что же такого опубликовать нам для того, чтобы быть крытыми и эффективными? На самом деле наши исследования показывают, что для каждой отрасли что-то свое интересное. Слишком сильно разнится аудитория. Ну и здесь далее буду показывать, как работать с готовыми результатами уже протегированных постов. То есть предполагается, что вы каким-то образом в Excel протегировали, получили большое количество тегов по каждому посту. Дальше вы визуализируете эти данные. Либо же с массивом данных в Excel будете работать. У нас в продукте выглядят графики вот таким образом. То есть вы видите двойные графики. Вы можете сравнивать сразу количество постов с определенным тегом и уровень среднего показателя. Это может быть классическая метрика вовлеченности, количество реакций, количество просмотров видео, постов. Все зависит от конкретных задач вашего бренда. Об этом мы поговорим в блоке ProKPI. Пожалуй, здесь все. Ну да, то есть здесь видео еще есть. Ну как считывать такие графики, давайте расскажу. Столбцы показывают количество контента, а точка – среднее значение этого контента. Например, по видеоконтенту было 800 штук за месяц, средняя вовлеченность 30%. Следующим этапом идет как раз KPI. KPI – это самый важный раздел, который будет определять результаты работы вашей стратегии. Поэтому для вашего удобства я разделил метрики по целям. Четыре самых популярных, которые мы встречаем в нашей работе. Часть из них выходит за рамки контент-стратегии, например, работы с аудиторией, которая будет зависеть от того, отвечаете ли вы на вопросы или не отвечаете на них. Но чтобы сравнивать периоды между собой, нужно смотреть обязательно на среднее значение каждой метрики, из которых присутствует здесь. Например, средний охват постов, среднее количество просмотров видео на один пост, средний year, то есть средняя вовлеченность на пост, ну и так далее. Опираясь на эти значения, можно поставить себе KPI, ну или себе, или своим сотрудникам, если вы руководитель. Ну и нужно помнить, что KPI выполнить очень сложно, и потраченный бюджет будет напрямую влиять только на количество просмотров и на охваты, то есть на числовые значения, которые можно с помощью того, как вы открутите их, получить. Но они не будут иметь прямой связи с остальными метриками KPI, которые требуют от человека поставить какую-либо реакцию. И самой неподкупной метрикой, на которую можно опираться, чтобы понять, какой контент публиковать и относительно него же ставить KPI, это, пожалуй, вовлеченность на пост. Но этой метрики не подойдет вам, если вам нужно измерить конверсии, или единственная цель SMM – это продажи. То есть количество реакций под постом и продажи, они прямой связи не имеют. По крайней мере, на глобальных данных это не так. И, как ранее мы говорили, о необходимости тегирования. Список в Excel нам поможет в создании примеров контента. Ну или в интерфейсе нашего продукта с помощью фильтрации результатов также можно все это быстро найти. Далее мы пишем тексты постов, согласуем с руководителем или клиентом, сливое агентство. И после этого нужно определить лучшее время для публикации постов. Тоже через кусочек видео буквально несколько секунд покажу, что как в интерфейсе все быстро можно найти, отсортировать. Пожалуйста, всевозможные теги. Ладно, не будем останавливаться, времени мало. Кто захочет, потом протестирует нас. Кстати, существует общепринятая практика публикации единого контента в различных соцсетях в одно и то же время. Определение времени публикации происходит, опираясь на собственный опыт сотрудников, так как все вокруг исследования или просто опытные люди говорят, что публикация абсолютно не зависит от контента. И сейчас условно органики есть такое заключение, что органики не существуют вообще, и нужно просто продвигать каждый пост. Так ли это? Поставьте плюсик, если вы делаете так же. И, к сожалению, хотелось бы резюмировать, сказать, что наверняка сейчас будет большое количество плюсиков. Я просто не могу посмотреть на всех площадках. Но, к сожалению, если нет инструментов аналитики соцсетей, то так все и делают. Либо просто рандомно публикуют. Иными словами, вам приходится публиковать контент по наитию. А вот как девочка, которая идет в непонятную даль. Как раз для таких случаев мы в JagoJam разработали график эффективности времени публикаций. Он несколько отличается от тех графиков, которые есть в других системах аналитики и вообще существующие на рынке и в самих соцсетях. Мы разрабатывали график при очень глубоком изучении поведения пользователей в соцсетях в сотрудничестве с топовыми брендами. Мы проверили теорию и выяснили, что самое менее зависимое от правом продвижения метрика – это комментарии пользователей. Опираясь на это, мы разработали данный график и начали его тестирование с клиентами. Результаты показали, что первоначально органический охват, только органика, мы говорим, увеличивается на 10%. Через две недели активного постинга нам удалось стабилизировать показатель на уровне 30% прироста охвата. Также выяснили, что если комментарии в пиковых точках, то, что мы видим, каждая точка – это комментарии, менее 10 штук в заданном периоде, то график практически не работает. Ну а и наоборот, прямая взаимосвязь. Если больше, чем больше комментариев в одной точке, тем больше точность и больше можно получить органического охвата, публикуя в самые максимальные точки. Ну и график показывает распределение, да, резюмиру. График показывает распределение постов пользователей, если стена открыта, и комментариев пользователей в разрезе дней недели и времени суток в рамках выбранного вами периода. Ну и почему это сработало, да? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы отличаемся от теории и опять же поставим свои плюсики. У кого похожий режим распорядка дня. То есть вы ежедневно встаете в определенное время, завтракаете, чистите зубы, собираетесь, едете на работу, учебу. Сейчас во время пандемии, да, мы некоторые моменты пропускаем с вами. Просто встаем, причесываемся, зубы чистим и садимся дома, как я сейчас и работаем. В обед и в свободные минуты мы обязательно сидим. В соцсетях, иными словами, живем, как вне сурка. Ну и кто не задумывался, советую понаблюдать за своим поведением. Мы, на самом деле, много времени тратим именно на это. Большинство аудиторий предсказуемо совершает действия в одно и то же время. Ну и, кстати, наш опыт работы с брендами показал, что комментарий является более значимой метрикой именно для умный лент, чем комментарий. Собственно, основываясь на вот этом изучении, мы поняли, что наша гипотеза оказалась верной и рада, что наше решение помогает всем нашим клиентам. Все. Так, дальше. Это не совсем все. Это все с этим графиком. Итак, у нас готово все к запуску контент-стратегии. Мы запускаем ее и ждем. Сам по себе анализ может быть ежедневным, но ожидание до принятия решения по изменению текущей выбранной стратегии должно быть не менее 14 дней, но не более 30 дней. Если вы незначительно будете корректировать эту стратегию, вы сможете балансировать над текущими сезонами и ситуативными интересами пользователей и держать высокую планку вашего KPI. Ну и давайте поговорим теперь про пять шагов успешной контент-стратегии если мы используем Jago Jam. Иными словами, чем Jago Jam помогает в формировании контент-стратегии? Первое – это нейросеть, это анализ фотографий, который позволяет понять, что рекламирует бренд скрипта. То есть не всегда все, что указано в тексте, это та суть и тот месседж, который бренд хочет передать. Особенно это актуально для монобрендов. Например, Samsung, LG, Bosch, которые совокупно в своих сообществах сразу большое количество продуктов рекламируют. Например, какие оттенки используют цветовые? Это может быть зеленый, красный. Какие объекты используются? Мужчина, чемодан, автомобиль, холодильник, пылесос, телефон и так далее. Ну и в какой среде? Море, город, поле. Это такие самые основные глобальные, что больше всего интересует. Там намного больше, естественно, тегов. Допустим, научились марки автомобилей тоже определять по значку. Volkswagen, например, можем сделать. Анализ картинок поможет нам определить, какие картинки пользуются большей эффективностью. На фото анализ популярных объектов в сообществах одного из зеленых банков. Обратите внимание, нейросеть способна определить даже тип растений. Эту информацию можно использовать при формировании технического задания для вашего дизайнера или при самостоятельном поиске фотографий в стоках. Максим, прям давай ускоряться. Две минутки прям осталось. И только у меня самое мощное осталось. Следующая – это тональность, нейросеть, комментариев. Определяем позитив, негатив и прицируем это все на посты. Это нужно для репутации. Вот выглядит примерно так. Далее нейросеть, которая определяет рубрики и содержание. Рубрики – это направление у постов. Содержание – это что и важного использует бренд в своих постах, влияющего на посты. Например, это все возможные конкурсы, итоги конкурсов, развлечения для рубрик. А для содержания – это и GC-контент и так далее. Следующее – это стиль общения. Это одна из самых крутых штук, которую мы за последнее время сделали. Определяем формальный, неформальный стиль общения – молодежный и геймерский. То есть, в каком стиле вам нужно писать посты для того, чтобы получать наибольший результат. Вот, пожалуйста, вам теперь ответ. И наоборот, так вы вообще не знаете, как надо писать. С помощью этой нейросети вы сможете это быстро определить. Дальше идут такие продуктовые нейросети. Это по автомото, финансы, ювелирка, бьюти, телеком. Ну и скоро появятся по электронике и недвижимости. По автомобилям мы разошлись и научились, научили нейросеть не только тематике, но и можно определять популярную запчасть автомобиля, а также популярный тип, кузова. А здесь пример телекома. Давайте я прям очень быстро. Пример финансов. Просто, чтобы вы поняли, что это все работает. Это прямо перед сегодня ночью. Фактически скриншоты я вам наделал из нашей системы. Понравилось? Исключительно по этому QR-коду вы получите тестовый доступ ко всему, о чем я говорил. Предложение доступно до конца декабря, поэтому переходите по ссылке и пользуйтесь нашим продуктом бесплатно. Именно только через QR-код или зайдите на newjaga.jam.com, при регистрации введите промо-код, указанный на экране, и только так вы получите. Иначе доступа в эту систему не получить бесплатно. У меня все. Если есть вопросы, вы давайте. Да. Спасибо. Там есть еще вопросы у нас в Фейсбуке от слушателей, зрителей. Мы тебе сейчас пришлем ссылочку или зайди сам на страницу Marketing People в Фейсбуке. Ответь, пожалуйста, на вопросы. А у нас времени совсем нету. И мы передаем слово Алене Товберидзе. Компания Шизейда, которая расскажет о том, как живет рынок бьюти. Алена. Да, добрый день. Отлично. Рада вас всех приветствовать. И, конечно же, желаю здоровья в этой непростой ситуации. Так, сейчас я включу презентацию. Так, видно мой экран? Да, все в порядке. Только вот отлично все работает. Все, отлично. Ну, сегодня мы поговорим, как косметические бренды и ритейл перестроили свою деятельность в период пандемии, что оказалось самым сложным и какой прогноз по ситуации дают специалисты, аналитики, которые проводят специальные исследования. Так, сейчас не вижу слайд. Минуту. Чему-то не переключается. Вот. Основные топики на сегодня это, конечно же, изменение покупательского поведения, как бренды к этому адаптируются, перераспределение продаж между e-комом и каменными магазинами, что актуально, конечно, не только для бьюти-индустрии, но и для всех. Ну и, конечно, это самое главное, это безопасность во время покупки и тестирования бьюти-средств. Так, мне кажется, минуту. Я слайды не те перекрутила, минуту. Вот так вот, почему-то перескочила. Так, ну, отрасль бьюти-индустрии, она у Никлона растет уже многие годы, не только в России, но и, в принципе, в мире, но в России в частности. Количество покупателей бьюти-средств увеличивается. Например, вот во время кризиса 2008 года бренды из бьюти-индустрии понесли наименьшие потери по сравнению с другими отраслями. И уже к 2010 году ситуация полностью наладилась. То есть прошло полтора-два года, когда продажи вышли на нужный уровень. По мнению специалистов McKinsey, несмотря на то, что масштабы влияния пандемии в данном случае, конечно же, гораздо больше, потому что затронули они не только Россию, затронули весь мир, очень сильно пострадал малый и средний бизнес в связи с закрытиями. Но все равно можно надеяться на то, что индустрия справится и с этим испытанием. Безусловно, люди уже сейчас и в ближайшем будущем намерены тратить меньше средств на покупки бьюти-продуктов. Но это касается, конечно же, не только бьюти-индустрии. В принципе, и одежды начали покупать меньше, и, в принципе, дорогих каких-то вещей. То есть люди привыкли экономить, и эта привычка, она еще сохранится какое-то время. Что у нас происходит? Многие бьюти-компании, даже крупные международные компании, они сокращают штаты, зарплаты. Увольнения коснулись, конечно же, в первую очередь полевых сотрудников. Это консультанты, визажисты, мерчендайзеры. Если в первые три месяца после начала пандемии еще многие компании держались, то есть все-таки надеясь, что как-то что-то наладится, сохраняли зарплаты сотрудникам, то уже в июне стало понятно, что вариантов нет, и пришлось идти на сокращение, увольнение. То есть и зарплаты сокращались, и люди уже начали увольнять. Даже когда в июне магазины начали открываться, это совершенно не спасло ситуацию, потому что, согласно правилам, открывались в первую очередь маленькие магазины. Соответственно, если они маленькие, то они наименее трафиковые. И в целом для брендов и для ритейла это не очень помогло. Сейчас опять у нас идет усиление. Вторая волна предсказывает третью волну. Многие компании на удаленке. Значит, потребность макияжа и парфюмерии по-прежнему не возникает. Также есть проблема с тем, что люди боятся ходить в магазины и тестировать просто бьюти-продукцию. Это связано с безопасностью, особенно касается ухода и макияжа. Об этом мы еще поговорим чуть подробнее попозже. И понятно, что возврат к бьюти-покупкам будет не очень быстрый, но все же надеемся, что через год хотя бы как-то все это восстановится. Опять же, если смотреть на примере Китая, то когда возобновили свою работу, где-то в феврале у них в марте многие магазины, супермаркеты, магазины косметики, оффлайн-продажи до сих пор не вернулись на прежний уровень. То есть все равно еще наблюдается падение. У нас такая же тенденция. Конечно, все зависит от конкретного бренда и ритейлера, но пока положение в индустрии не очень радостное. Особенно сильно закрытие магазинов и вот эта ситуация сказалась на категории люкс. То есть на дорогих продуктах, которые в гипермаркетах, допустим, и в супермаркетах не купить. Это не дешевые кремики, не дешевая парфюмерия, она там не продается. А в режиме онлайн попробовать это нельзя. Поэтому очень сильное влияние оказалось именно на категорию люкс. Бьюти-компании, они пытаются как-то обыгрывать ситуацию. В начале пандемии нас пытались убедить, что даже работая из дома, мы должны следить за собой, в зум выходить при полном параде, накрашенные, причесанные. Но со временем это все как-то уже обвыклось. Мы привыкли, что дома наших коллег выглядят не идеально, на заднем плане бегают дети, лают собаки, какие-то кошки. И все перестали об этом думать, в принципе, особо заботиться о том, как ты выглядишь в зуме. Рынок бьюти-индустрии, в принципе, всегда там превалировала парфюмерия. И сейчас она больше всех пострадала. То есть, если макияж и уход чувствуют себя как-то все-таки немного лучше, но парфюмерия, в силу того, что это реально индивидуальное восприятие, очень сложно покупать онлайн. Конечно же, продажи в онлайн выросли, но тем не менее, если помаду или тушь еще можно как-то заказать по картинке, хотя экран не передает нужный оттенок, но тем не менее, можно понять, о чем идет речь. А вот выбрать духи, опираясь на отзывы покупателей или мнение инфлюенсеров, очень и очень сложно, потому что это мнение субъективное. То есть, то, что журналист назвал легким цветочным ароматом, для вас может запросто оказаться каким-то удушающим. То же самое, что для вас что-то невыносимое, а коллега ваш это обожает. Есть такое понятие, как индекс губной помады. Оно появилось во время экономического кризиса начала 2000-х годов, когда существенно выросли продажи губной помады. Председатель американской компании Стеллаудер Прошу прощения. Председатель американской компании Стеллаудер Леонардо Лаудер предположил, что женщины предпочитают потратить 30 долларов, чтобы себя немного порадовать, а не выкладывать большие суммы за дорогие туфли и сумки. И обозвал он это феномен, термин индекс губной помады. Сейчас, во время пандемии, когда необходимость губной помады, она практически исчезла, потому что маски закрывают губы, помады очень сильно тоже пострадали. Но, тем не менее, можно это заменить на уход, потому что люди стали больше заботиться о себе, о состоянии кожи, поэтому концепция в любом случае актуальна. То есть, индекс губной помады можно заменить на индекс увлажнения. То есть, покупатели, конечно же, переключились на другие товары, но красота для нас все еще важна. Опыт последних месяцев показал, что теперь покупатели интересуют не столько декоративная косметика, а сколько уход для лица и тела. Особой популярностью стали пользоваться маски для лица, лосьоны для тела и профессиональные средства по уходу за волосами. Уходовая косметика она и так набирала в принципе популярность в последние трех лет, потому что в моду вошел естественный цвет лица и здоровый внешний вид. Теперь эта тенденция она еще более усилилась. Так как профессионалы нам не были доступны, я имею в виду профессиональные салоны красоты, то во время карантина стали популярны домашние процедуры. С самого начала пандемии, когда только закрылись салоны и спа, стали стремительно раскупаться товары для окрашивания волос и депиляции. Стало нормой подкрашивать корни дома. То есть, если раньше девушки исключительно по каждой маленькой потребности ходили в салон, то у них теперь не было такой возможности, и многие переключились, конечно же, на домашний уход, и на домашний маникюр, и на депиляцию, и на все остальное. Многие мастера, допустим, по маникюру и парикмахеры, они давали прямые эфиры, уроки, консультации по WhatsApp, как угодно своим клиентам, чтобы научить их делать это дома. Честно говоря, страшно себе представить результаты, но все равно все были вынуждены сами себе красить брови, ресницы, делать депиляцию, маникюр и окрашивание волос. Также еще увеличился спрос на бьюти-гаджеты, это, например, ультрафиолетовые лампы для шелака. И теперь, даже после того, как открылись салоны красоты, все равно домашний уход остается в тренде, потому что многие пересмотрели подход к этому, кто-то продолжает экономить, несмотря на то, что салоны открылись, потому что уход на дому, конечно же, дешевле. Ну и параллельно смену нарощенным ногтям пришел естественный маникюр, волосы уже пережили домашнее окрашивание, и оказалось не так страшно краситься и укладываться дома самим, но красную помаду переграла медицинская маска. Из интересных нововведений появилось слово маскне. Это означает окне, которое образовалось после ношения маски. По статистике около 43% людей испытывают раздражение на коже после ношения маски. И, конечно же, в ситуации, когда нужно работать из дома, на улице соблюдать дистанцирование и носить медицинские маски, люди стали меньше пользоваться декоративной косметикой и парфюмом. И так как с окончанием карантина люди не перестали носить маски и неизвестно, когда это все закончится, это может продлиться еще год, то ситуация быстро не восстановится, к сожалению. Совсем другая ситуация, конечно же, с косметикой для глаз. Маски глаза не закрывают, то есть хоть что-то у нас осталось, поэтому туши и косметика для бровей пользуются популярностью и даже выходят на какой-то свой новый виток. По каменным магазинам в любом случае они остаются ключевым для бьюти индустрии. Даже до ситуации с пандемией около 85% продаж они приходились на каменные магазины. Даже продвинутые пользователи интернета, так называемые миллениалы, представители поколения Z, они примерно 60% своих покупок совершали офлайн. Важно отметить, что когда мы говорим о бьюти-индустрии, когда я имею в виду под этим не продукты массового потребления, и не средства личной гигиены, а все-таки сегмент более дорогой продукции, которую нельзя купить в супермаркете или магазине шаговой доступности. Раньше женщины приходили в каменные магазины ради консультации с лизажистом. Покупатель скрасили, объясняли, что им идет, им подбирали продукт. Это была целая история. Ты шел в бьюти-магазин, а не просто что-то купить. Это было общение, это было какое-то участие продавца и покупателя, были всякие акции, промоушены, мейкап студии. Сейчас этого уже либо нет, либо это очень редкое явление. Конечно же, все связано с соблюдением дистанции и мер профилактики. И когда все магазины косметики закрылись, то покупатели ушли в онлайн, но даже после отмены карантина каменные магазины пока не восстановили свои продажи. Тем не менее, я считаю, что в бьюти-бизнесе онлайн никогда не заменят полностью оффлайн, потому что покупка парфюмерии и косметики это не просто покупка, это удовольствие выбора, тестирование. И также это вынужденная мера, потому что нельзя передать аромат духов через экран. возможно когда-нибудь в будущем технологии до этого дойдут, но пока еще очень-очень далеко до этого. И также, как я говорила, декоративные косметики, тон помады, тон тонального средства или румян, все это нужно попробовать на себе, чтобы понять, подходит ли это тебе. Поэтому каменные магазины, они все равно остаются ключевыми для индустрии. Но в параллель есть также правда в том, что многие покупатели начали воспринимать каменные магазины как витрину для онлайна. Они все чаще приходят, пробуют, тестируют, а потом заказывают через интернет, ловят скидки и заказывают. Также бьюти-бренды, конечно же, они ищут новые каналы дистрибьюции на случай возвращения режима изоляции. Ну а ритейлеры, они продолжают работать над тем, как можно еще привлекать покупателей, не имея возможности предлагать им тестеры, проводить какие-то консультации, то есть то, что можно было делать до пандемии. Сейчас повезло тем брендам, у кого был свой E-Con. Конечно же, у бьюти-ритейлеров онлайн-продажи в E-Com увеличились, но, к сожалению, это увеличение не может компенсировать все снижения продаж в каменных магазинах. Многие маленькие бренды, они вот с марта по июнь выживали только за счет своего E-Com, потому что он давал хотя бы кэш на оплату зарплат сотрудникам. В долгосрочной перспективе влияние ковида на бьюти-индустрию, конечно же, мы продолжим развиваться в направлении диджитал. Все больше внимания сейчас уделяется и E-Commerce, и S-Commerce, то есть это продаж через социальные сети. Цифровые каналы коммуникации с клиентом становятся приоритетными и привлечение искусственного интеллекта в процесс продаж оно ускоряется. В Европе это достаточно развито, в России пока эти технологии не очень дошли, это очень-очень редко, но тем не менее мы уже встали на эти рельсы, что не может не радовать. Конечно же, большое значение приобретают маркетплейсы, даже те люксовые бренды, которые никогда не думали туда заходить, они начинают пересматривать свои решения, то есть если они этого еще не сделали, то хотя бы они уже об этом задумываются, начинают вести какие-то переговоры с маркетплейсами. Ну и конечно же открытие собственного e-com тоже является теперь ключевым, то есть те бренды, у которых до сих пор не было собственного e-com, они про это начинают очень серьезно думать. Продажи косметики через маркетплейсы они показали свою дееспособность и маркетплейсы доказали, что они могут быть полноценным каналом сбыта. Например, я знаю, что за апрель и первые две недели мая на Wildberries было куплено более 11 миллионов помад, то есть это очень много. А зоны ламода также показали рост в категории косметики, но здесь нужно понимать, что для сохранения подобных продаж недостаточно только скидок и просто представленности ассортимента на маркетплейсах. Им нужно развивать и совершенствовать рекомендательные механизмы, может быть, при помощи искусственного интеллекта или дополненной реальности, потому что продажи в бьюти-индустрии это персонализированная продажа. То есть нужно найти какой-то способ, чтобы заменить личную консультацию. Ну и немножко о лайфхаках бьюти-брендов во время пандемии. Для привлечения потребителей ритейлеры и бренды они всегда устраивают какие-то акции. Конечно же первое это скидки и сейчас скидки начали делать даже те бренды, которые старались этого раньше избегать. Глубина скидок она просто потрясает. То есть если раньше 50% это была очень крутая скидка, то сейчас во время черной пятницы многие ритейлеры предлагали даже минус 80% это какой-то беспрецедентный случай. Безусловно это все влияние пандемии. но скидки это не только то, что можно делать покупателям. Допустим один из ритейлеров во время карантина, когда нас закрыли в марте апреле, они в своих соцсетях вообще ушли от промоушена и переключились на то, что два месяца предлагали своим подписчикам уроки йоги, они с ними танцевали, какие-то гороскопы разгадывали. То есть они делали в инстаграме и в соцсетях все, что угодно, но только не призывали к покупке. И это тоже важно, потому что покупатель это оценил. В то время, когда на всех отовсюду из всех e-mail, смс сыпалось купите, купите, скидки, скидки, купите, купите, люди ценили просто простое человеческое общение и отношения. Также, конечно же, вся эта ситуация с карантином, она не могла не сказаться на запусках новых брендов. Многие крупные запуски, они либо были отодвинуты на осень, либо, в принципе, перенесены на следующий год. Также важная вещь в бьюти-индустрии это пресс-туры для журналистов, для блогеров. Это большая часть отрасли, это все было отменено, все завтраки, ужины для журналистов и блогеров, которым они привыкли, прекратились. Сейчас это немножечко восстанавливается, но все равно многие компании находятся на удаленке, существует запрет на личные встречи, все это связано с безопасностью. Бренды пытаются делать какие-то виртуальные презентации, но все равно это уже не то, и, конечно же, все и бренды, и блогеры, и журналисты все ждут возвращения к нормальной реальности. Ну и журналисты в любом случае они не остались в стороне, они переключились на прямые эфиры, то есть они начали работать с брендами, выходить в прямой эфир, какие-то конкурсы проводить, приглашать в свой инстаграм на прямые эфиры представителей брендов, тренингов, или директоров, или, может быть, мейкап-визажистов, обсуждать что-то, дарить какие-то подарки. Да, Олег, у нас тайминг? Да, Лена, прям вот минутка. Минутка, хорошо. Давайте ускоряться сильно. Так, тогда как бы вот пример, наверное, конкурса за Дик Вольтер мы пропустим. Буквально пару важных слов, это, конечно же, ситуация в Black Lives Matter, на индустрии красоты она также сказалась. Многие крупные компании, как L'Oreal, Union Lever и Johnson & Johnson, они приняли решение убрать слова отбеливающие, осветляющие со своих продуктов, что тоже очень-очень как бы важно, да, существенно, это придется менять и упаковку, и перестекировку, в принципе, на сертификацию это также будет влиять. Хорошо, тогда это мы тоже пропустим и буквально вот важная информация, да, это по поводу безопасности, конечно же, помимо того, что у всех маски, экраны, да, сейчас бренды вынуждены менять подход к тестированию продуктов, да, то есть каждый тестер обрабатывается после каждого клиента, если это речь идет о макияже, то после каждого клиента слой снимается предыдущий, да, потом там идет какое-то дистанцирование, тестер выставляет продукт на прилавок, потом отходит, потом покупатель подходит, то есть все это приводит к тому, что время консультации увеличивается, не все покупатели готовы на это идти, что опять же не может положительно сказываться на продажах, вот мы видим примеры бесконтактного сервиса, то есть салфетки дезинфицируются, с пудрой снимается слой, все работают конечно же в маске в перчатках, да, и ни о какой допустим там макияже полноценном не может идти речи, да, это была полноценная услуга. Так, доступ к тестерам ограничен, да, то есть сейчас покупатели в основном не могут просто подойти и сами протестировать какую-то помаду или крем. В парфюмерии это попроще, да, потому что все-таки парфюмерия, когда ты на себя наносишь, это не прямой контакт, да, через другого покупателя, вот, но в уходе и в косметике это, конечно же, все сложно. Но в любом случае, да, то есть наши женщины, они все равно хотят быть красивыми, да, даже во время войны, да, когда была совсем тяжелая ситуация, женщины всегда старались себя украсить, как-то привнести в свою жизнь что-то позитивное, вот, и простые удовольствия, такие, как расслабляющие блюдца процедуры или нанесение макияжа перед встречей с зуми, все это еще доставляет радость, вот, и красота, она, как это было и до пандемии, остается всеобъемлющим термином и будет прежде всего ассоциироваться со здоровьем, и это не может не успокаивать, и красота спасет мир, вот, у меня все. Алена, спасибо, говоримы слушатели, есть ли у вас какие-либо вопросы по выступлению? Хорошо, и передаем тогда слово Марии Полкановой, можно сказать, объединим сейчас два выступления, предыдущее выступление про тему социал, и текущее выступление про FMCG, и Маша, привет, как раз, раз, наконец, провести мероприятие, вот, наконец, это произошло, передаю тебе слово, расскажи про социал вместе со связкой с FMCG, погнали. Да, с удовольствием, видно ли мой экран? Да, все отлично, расширяю его. Коллеги, всем привет, спасибо большое за возможность сегодня с вами поговорить, рассказать про agile подходы в соушил, Алена, спасибо вам огромное за предыдущее волнительное для меня личное выступление, и тема бьюти очень, очень мне близка. Хобби у меня, я визажист, вот, уже много-много лет, и, конечно, я понимаю, насколько это все трансформационно сейчас. Ну что ж, давайте приступим, сегодня я расскажу об уроках пандемии, и таких позитивных уроках, которые дали нам фреймворк для работы с контентом в социальных сетях по принципу agile. Меня зовут Маша Полканова, я директор по инновациям Media Direction Group, если решите, что хотите со мной дружить на Facebook, в конце моего выступления можно будет по QR-коду ссылочку получить. Ну что ж, погнали. О ситуации в связи в социальных сетях, в связи с COVID, конечно, пользователи по всему миру и пользователи всех поколений стали чаще использовать социальные сети. По разным статистикам, по исследованию глобального via social, 47% аудитории социальных сетей в мире подтвердили, что они стали гораздо более чаще заходить в социальные сети, вообще больше времени там проводить. и вот мы на графиках видим, что за счет чего стали больше проверять социальные сети, стали больше читать новости и к апрелю, к пику первой волны возросло количество постов в Instagram на 57%, в Facebook на 25%, в ВКонтакте на 10%. конечно, как это сказалось на... что происходило в этот момент на территории брендов в социальности или вообще брендов в целом за рамками digital и в рамках digital, да, те, кто еще не был в онлайн, стали быстро переходить в онлайн, диджитализировать свои процессы, продажи, искать новый канал digital, который раньше не использовали для охвата нужной аудитории. для тех, кто уже был в онлайн, ситуация усложнилась, потому что пришло время работать с кватером, активировать оун-каналы, искать также новые территории, где такого кватера не было, соответственно, соушил, как такой гибкий канал, как канал с такой более быстрой обратной связью, он, конечно, подходил, можно сказать, всем товарам, для брендов товаров всех категорий и, конечно, активно использовался. При этом такой закон маркетинговой подлости, конечно же, всем хотелось как можно в погоне за, так скажем, оптимизацией костов, да, как Алена говорила, там резались зарплаты и так далее, конечно, маркетинговые бюджеты, в первую очередь хотелось оптимизировать, чтобы людям, сотрудникам как-то облегчить вот это существование, да, и не сокращать зарплаты, не увольнять и так далее. но тут вступил в силу закон вот этой маркетинговой подлости, который говорит о том, что важно оставаться в эфире, в кризисной ситуации особенно. Еще с 23-го года Гарвард Бизнес Ревью там сделал первое такое исследование, журналистское расследование, да, на эту тему, что происходило с брендами, и вот Кантар в марте 2020-го года также опубликовал одно из своих исследований, в котором говорил, что бренды, которые сокращали свои маркетинговые инвестиции на 39% могли потерять в узнаваемости в течение 6 месяцев после сокращения, да, в кризисный период. Почему же вот есть такая вот эта закономерность? Это связано с тем, что потребители в целом от брендов ожидали активности, да, потому что, как ни странно, реклама помогала аудитории в этот период возвращаться к ощущению нормальности жизни. И 77% согласно исследованию Кантар, опрошенных, говорили о том, что бренды помогают в целом пережить кризис. Вот такая вот такой контекст. И вот этот слайд я прям рекомендую всем заскринить, потому что это то, что происходило у аудитории, то, какие возможности у бренда, у брендов появлялись в этот период, потому что это один из двух слайдов фреймворка, который в целом можно взять себе на вооружение для любых в целом кризисных ситуаций, чего бы это ни касалось. Раньше у нас были финансовые кризисы, теперь вот пандемия, могут быть локальные вещи, кризисы в компании, допустим, там, что-то, какой-то случился, репутационный скандал, в целом это все очень хорошо работает. Источник для этого слайда это информация GVI coronavirus research, который вот в марте 2020 года также был выпущен. Собственно, идем по этапу, что происходило у аудитории. в целом то, что не легло на слайд, это то, что безусловно поменялось потребительское поведение, модели потребительского поведения, Алена об этом тоже в примерах для бьюти-индустрии говорила. В целом товары повседневного спроса аудитория стала потреблять более дешевые, и стала искать альтернативы. Товары длительного пользования, практически спрос на покупку новых упал. То, что осталось в фокусе, это товары первого необходимости. Соответственно, у нас FMCG существует на территории товаров повседневного спроса, там, где как раз люди стали больше гоняться за акциями, скидками, за более дешевыми альтернативами и так далее. Что же стало происходить с аудиторией в рамках медийного пространства? В первую очередь формировались временные пользовательские комьюнити, как ответ на эту меняющуюся реальность. Что это для бренда обозначало? Что можно было исследовать новое поведение, слушать, что там аудитория говорит и интегрировать это в свою коммуникацию. Второе, это менялось, поляризировалось отношение к рекламе в мире. И, как я уже сказала на предыдущем слайде, в России в целом аудитория была и не против, потому, чтобы реклама оставалась и была, возможно, даже более интенсивной в каком-то смысле. Соответственно, на базе этого можно было корректировать свою медиастратегию с учетом этих новых нужд аудитории. Выросла потребность в контенте. Тут и развлекательный контент, и какой-то информационно-оперативный. Для брендов это была возможность пересмотреть свою стратегию в социальных сетях. Тот контент, который для нас, так скажем, является гигиеническим, должен быть всегда. Также аудитория стала искать для себя новые территории, новые территории для новой социальной платформы, TikTok, стримы, AR, VR, групповые чаты, Zoom, Hangouts, все это куча социальных платформ. Соответственно, для брендов это был сигнал к тому, чтобы экспериментировать со своим социальным медиамиксом. И пятый момент, это инфлюенсеры для аудитории вышли на первый план, это лидеры мнения во многих моментах, к ним прислушивались, они производили контент в экстремальных условиях, и учитывая интерес к любому контенту в тот момент, это было более чем актуально, поэтому партнерство с блогерами, с инфлюенсерами для создания контента и масштабирования активности бренда было более чем актуально. Это вот мы так в теории поговорили, первый слайд преймворка, а теперь давайте поговорим уже конкретно, например, how to kick ass in social, соответственно, что делали практически все бренды? они внимательно слушали, что происходит на территории социальных сетей у аудитории, внимательно слушали свое комьюнити, если своего комьюнити нет, то они искали поведение своей аудитории, они действовали, причем не обязательно в рамках своей категории, они находили и смежные категории, инструменты, где могли что-то предложить пользователям реально полезного, например, владелец Louis Vuitton начал производить антисептик для борьбы коронавируса, а также мониторили, что говорят люди о бренде, о его активности, о его продукте, о его стратегии выхода из кризисной ситуации, и это давало в целом понимание к тому, как дальше действовать бренду, что нужно менять, что оставить, и вот это второй сайт из фреймворка, второй и последний, который можно тоже смело себе скринить и использовать его для работы по agile, так скажем, принципу. Собственно, аудитория находилась вот в таких контекстах, мы с вами, я уверена, тоже находились в таких контекстах, отрицание, ужас, приспособление, апатия, переосмысление новой нормы, это вот уже то, где мы сейчас находимся, или я даже скажу, даже после, так скажем, пост-переосмысление и пост-новая норма. И для каждого вот этого контекста есть определенный список описания реакции аудитории, потребностей и рекомендаций по ответу бренда на этот контекст. в отрицании. Что мы делали? Мы изучали информацию и распространяли все, что находило у нас отклик. А тут какие-то в чате вопросы, я правильно понимаю? Все. Sorry, отвлеклась. Мы изучали информацию, распространяли все, что находило отклик. Соответственно, у нас была потребность в том, чтобы получать авторитетную информацию и четкие указания, что делать. Бренды в этот момент могли воспользоваться ситуацией и многие пользовались. И занимались тем, что информировали аудиторию, ответственно брали на себя какие-то ответственные решения, принимали рефокус на новой аудитории, новой территории, на новом продукте и так далее. На этапе, когда мы все впали в панику, это этап ужаса. Это характеризуется он импульсивностью, изменением привычек, мы сокращаем расходы, либо мы наоборот начинаем скупать все, что плохо лежит и все, что может нам понадобиться в кризисный момент, когда мы все засядем в магазинах и в магазинах будут перебои с поставками еды, гречка, санитайзеры и маски. Так и случилось. Сочилось это скорее из-за повышенного спроса, нежели чем по каким-то объективным обстоятельствам. Какие в этот момент были потребности у сообщества? Ясность ситуации и необходимость в ощущении безопасности. В этот момент от бренда в социальных сетях могла идти какая реакция? Эмпатия, щедрость от скидки, какие-то гранты, помощь и так далее. и безусловно солидарность, чтобы мы все здесь скажем, people of the world unite. На этапе приспособления, когда аудитория уже начала развиваться новые привычки, начала как-то более-менее налаживаться работа и коммуникация в этой новой реальности, интерес стал к вирусу снижаться. В этот момент аудитория ожидала поддержку и развлечения, и бренды собственно это и давали. контент интересный, инновационный, специальные предложения и так далее. На этапе апатии, когда уже не хотелось ничего, хотелось только быстрее, чтобы это все закончилось и так далее, аудитория ожидала какие-то действия по устранению страхов, по поддержке эмпатии, поощрения и какая-то реальная такая, так скажу, value была поддержка. В этот момент у брендов коммуникация, ответ какой мог быть, понимание, пример уверенности и реальная помощь. Дальше мы в кейсах поговорим об этом. И переосмысление новой нормы, то где мы сейчас или уже даже чуть перешагнули этот этап, это освобождение, осмысление изменений, гиперпотребление. Не уверена, что коллеги предыдущие из бизнеса предыдущих почувствовали, что компенсацию сокращенного потребления в кризис, но тем не менее это прогнозировалось отчасти по новостям, я это слышала. Потребность сообщества в этот момент какая, в каком формате, рефлексия, восстановление. И ответы бренда это новая норма, как они в рамках, примеры, как они в рамках нее существуют и как они, так скажем, в рамках нее бизнес ведут. И обновления. И, собственно, давайте теперь на примерах, как это выглядело у брендов. Да, отрицание. Аудитория безумно жадно поглощала, анализировала любую информацию. Возникало большое количество теорий заговора, вбросов, в общем, все для того, чтобы привлечь внимание и трафик. Что делали бренды? Все подходили очень осторожны на этом этапе к созданию своего контента. В основном это наиболее такие яркие примеры, это адаптация своего контента под модели, правильные модели поведения в ситуации. Да, у KFC была коммуникационная компания, где на имиджах герои облизывали пальцы, ну там, в формате пальчики облизывали, как вкусно, да, и теперь эта коммуникация нужна была срочно перерабатывать, что желательно пальцы не облизывать, а Макдональдс показывал обучающие видео про то, как надо мыть руки. Как это бизнесу помогло, да, аудитория примкнула к лидерам мнений, оставалась с ними на связи до конца кризиса, да, и, соответственно, на, это влияло на знание о бренде и на лояльность аудитории. Если говорить об FMCG, да, кейс поведения FMCG бренда на этапе отрицания, это Lipton Stay Home, который примкнул к флешмобу, и, соответственно, в своей визуальной коммуникации в социальных сетях они призывали аудиторию больше общаться со своими родными на изоляции, да, и, соответственно, что, как не чашечка чая может вот эту вот коммуникацию с любимыми и родными как-то вот вернуть ей былой привкус и комфорт. На этапе ужаса, да, аудитория переживала за свою жизнь, жизнь своих близких, запасалась продуктами впрок, пыталась менять свои привычки, экономить и так далее. В общем, были в панике и в агрессии. При этом бренды рассказывали, как можно поддержать, помочь и организовать работу в новых реалиях и помогать тем, кому помощь действительно нужна. Вот я помню в ужасе тоже сама спускалась из своей квартиры в магазин в маске, в перчатках и в плохом настроении увидела вот этот вот плакат, который был развешан мне кажется, в каждом московском подъезде, а мне кажется, и может быть и во большинстве региональном, да, о том, что в вашем подъезде живут бабушки и дедушки, помогите им, потому что им хуже, тяжелее всего, да, это, соответственно, мейл-добро, коммуникация от мейл-групп. Как это помогло бизнесу, да, максимально сработало на лояльность, особенно у тех групп, которые, вот, оказывались уязвлены. Из примеров от FMCG компания Mars рассказывала в своем Instagram о том, какую помощь она оказывает во время пандемии, наиболее уязвленным слоям аудитории, да, они выделили 50 миллионов рублей на поддержку врачей, медперсонала, строителей инфекционных больниц, пенсионерам, волонтерам, и вот пример конкретный, да, 32 тонны продукции Mars Rigley и Mars Food переданы волонтерам, пенсионерам и другим нуждающимся совместно вот с фондом РУС. Такой абсолютно гигиенический, очень такой правильный шаг бренда на этапе отрицания. Также вот у Unilever пример, да, когда бренд под линейкой бренда бархатные ручки появился гель для рук с антибактериальным эффектом, как вы помните, да, в этот момент был прям конкретный дефицит, а вот этот шаг бренда быстро переобуться, переустроить, перестроить свой производственный процесс, да, также безусловно формировал и поддержку, да, и давал ощущение поддержки и помощи совершенно конкретным работал на лояльце. На третьем этапе, на этапе приспособления аудитория уже все поняла, как жить в этой ситуации, как наладить работу и коммуникацию, сформировались новые пользовательские сообщества, которые искали скорее вдохновение, нежели чем поддержку, и безусловно бренды здесь способствовали и какие-то новые завлекательные формат контента, вот здесь вот Google, их 3D возможности, да, для того, чтобы развлекать аудиторию, и безусловно партнерство с инфлюенсерами, стримы и так далее, я помню, доктор Курпатов, мой любимый, с Верой Брежневой, это эфир, который потом разошелся, на, даже на YouTube его выложили, какие-то миллионы просмотров, как это в целом помогло бизнесу, это как бы более широкая воронка, этот этап, и здесь, в принципе, можно было работать на усиление знания, и вовлечение, и в целом конверсия в покупку и продажу, мне моя задача была, конечно, показать FMCG, да, премьеры, но я не смогла отойти от этого моего любимого кейса с Леонидом Агутиным, концерт в тапочках, мне кажется, Леонид Агутин пережил второе рождение в рамках этого, в рамках пандемии, и там безумное количество аудитории смотрело этот концерт 26 марта, хотя, конечно, и Оля Бузова тоже такой формат реализовала на два дня раньше, но вот я помню Аленю Агутину в первую очередь, соответственно, что, вот он же, безусловно, ничего не получает физически, да, никаких денег за этот концерт, так же, как и Оля, но это такой акт поддержки аудитории, акт возможности их немножко расслабить, вспомнить о том, что вообще для нашего поколения, поколения наших родителей Леонид Агутин вообще в целом обозначает, да, какие прекрасные воспоминания он заставляет нас в своей памяти освежить и так далее, безусловно, очень правильное решение, и, соответственно, бренды, которые в этот момент встраивались в такие партнерства с инфлюенсерами, они выигрывают. Этап апатии, аудитория уже устала от обилия контента, помните, там был такой шикарный мем, когда девочка такая плачущая с лицом полным ужаса и усталости, и такие бесконечные прямые эфиры, сторисы, лайвы и так далее. я тоже через это прошла, и, соответственно, как бы в этот момент задача брендов была немножко уйти в себя, а также успокоиться и переосмыслить и как-то точно работать с аудиторией, да, предлагая какие-то завлекалочки из серии, что будет, когда это все закончится. И тут уже на какие KPI этот этап мог помочь работать, коммуникация на этом этапе могла помочь работать. Это лояльность и рост увлечения и top of mind. Вот, например, прекрасный пример от бренда «Чистая линия», которые создали ASMR-ролик, который позволял аудитории погрузиться в атмосферу леса. Помните тот момент, когда в Москве, в Подмосковье закончились все дома для аренды. Это уже было ближе к середине весны, когда стало понятно, что в квартирах уже находиться невозможно. И тут вот такой ролик, где ты слышишь и видишь все до мельчайших деталей. Такой приятный, успокаивающий, дающий надежду контент. Он был безумно востребован среди аудитории. И последний этап – это переосмысление новая норма, аудитория радуется освобождению, возможно, как и гиперпотребление, так и наоборот. Вообще переосмысление всех ценностей, в том числе доверия друг к другу и так далее. И тут появляется опять этап некой тревожности, и, соответственно, бренды в этот момент могли рассказывать, в этот момент на самом деле сейчас. Эта коммуникация транслируется сейчас, и бренды рассказывают, как они действуют, как они будут действовать, чтобы помочь аудитории, своим сотрудникам. Соответственно, такой большой дисклеймер в коммуникации у McDonald's, где они рассказывают, как поменялось, что они поменяли внутри своих ресторанов, чтобы обезопасить нас с вами. Что в этот момент помогает бизнесу? Это новые возможности, это, соответственно, рост, и такая, естественно, нормализация цикла продаж. Безусловно, стресс все еще в силе. По данным исследования Рамира и BCG Consumer Statement Snapchat во время пандемии, 55% россиян все еще чувствуют себя дискомфортно и будут считать, что ситуация под контролем только тогда, когда будут переставить перестанут появляться новые случаи COVID-19 и заражения им, и информация об этом в СМИ. А 47% россиян перестанут волноваться, когда появится вакцина протестированная, действительно рабочая от коронавируса. Безусловно, опасения заболеть все еще актуальны, и бренды находят решение, здесь вступает новый тип контента, адаптация, Google выпустила AR-сервис, который помогает поддерживать социальную дистанцию, McDonald's представил новый ресторан с повышенным уровнем безопасности, AliExpress запустила компанию, сделанную в России, продается на AliExpress, которая была полностью создана удаленно. То есть возможности появляются, этот формат глаза боятся, а руки делают. и также глубокое индийское изречение все пройдет. На этапе отрицания бренды пересмотрели в целом подход к своей коммуникации и выбрали то, что в целом это не отрицание, а переосмысление уже приспособления. то есть бренды пересмотрели в целом свой опыт во время активной стадии пандемии с точки зрения коммуникации и безусловно многие из них эти примеры новой коммуникации оставят с собой возьмут с собой и на будущее. Это конечно и оптимизация и безопасность и большие возможности с точки зрения коммуникации. переосмысление новой нормы на что стоит обратить внимание такие конкретные шаги здесь брендам стоит подумать о том какие новшества в своей категории продуктовой можно внедрить каковы новые рынки каковы новые платформы переосмыслить то что делали во время пандемии сами и что делали конкуренты как взаимодействовать с аудиторией и что работало эти новые вещи они и будут работать и в будущем безусловно потому что мир поменялся и нет пути назад но это и неплохо как мы видим многих людей жизнь поменялась кардинально с пандемией я поменяю из личного опыта у половины все заиграло новыми красками изменилось а половина все еще на стадии ужаса и паники я думаю что они тоже переосмыслят свою жизнь и поймут какой прекрасный это был урок далее как вы можете подготовиться к новым ценностям и нормам вытекающим из этих обстоятельств какие приоритеты как анализировать аудиторию необходимо и смотреть что меняется у них и как будет меняться в этой связи коммуникация ваша и какие из новых моделей поведения собственно выжили после пандемии какие можно оставить в формате agile и применять не дай бог если случится для будущих кризисов и как в целом взаимодействовать с аудиторией и не бояться собственно у меня на этом все спасибо вам большое если есть желающие подружиться на фейсбуке пожалуйста сканируйте qr-код буду рада всех видеть на этом у меня все да маша спасибо за выступление пока у нас задерживается один из спикеров расскажи пожалуйста как вы ну насущный вопрос все всегда он задается как у вас дела с пандемией насколько держится агентство и насколько вовлеклись в автоматизацию маркетинга в нынешние времена в автоматизацию прости олег повтори пожалуйста насколько используете сейчас автоматизацию маркетинга для своих клиентов и в своем бизнесе насколько это возможно безусловно тренд развития вообще жизни бизнеса крупных рекламных агентств и любых рекламных агентств он такой что мы очень много применяем от тех инструментов которые есть на рынке и создаются внутри у нас тоже достаточно большое количество разных инструментов которые касаются цифровизации в целом медиаканалов и оптимизации автоматизации работы с ними это происходит везде и в рамках телевизионного планирования закуп отчетности в рамках диджитальных компаний диджитал это первая медиа в котором это все возможно в связи с появлением огромного количества возможностей измерения аудитории так скажем симбиоза данных все совсем можно объединить смешать и так далее еще и прикрутить к оффлайн и онлайн также и наружная реклама диджитализирована и все это необходимо оптимизировать автоматизировать и еще в едином интерфейсе предоставлять своим клиентам собственно это то чем пользуется что пользуется спросом у наших клиентов и мы с удовольствием какие продукты активно им пилим какие-то внутренние решения есть и рыночные решения с точки зрения пандемии безусловно она коснулась всех и каждого конечно же как и везде есть заболевшие но мне кажется бизнес рекламных агентств он такой как сказать маркетолог этот человек который может все мне кажется все здесь присутствующие со мной согласятся маркетолог это мастер на все руки вот единственное что изменилось это как бы отсутствие офиса но мы и раньше могли свои задачи выполнять удаленно без ущерба для бизнеса наших клиентов отчасти наверное стали больше работать я по себе и по своей команде это четко вижу мы стали работать просто там если это раньше это было старались 9-10 часов то сейчас в принципе и 12 можно сразу проснуться положить на животик тепленький ноутбук и начать отвечать на имейлы строить планы на день рабочие и так далее это конечно связано с каким-то отчасти неумением организовать рабочее время поначалу но очень быстро мне кажется все разобрались что такое life work balance на территории малогабаритной двушки офис это кухня место для отдыха это спальня или гостиная для развлечений и онлайн встреч с друзьями и так далее безусловно среда которые создавали бренды создавали компании разные услуги которых мы узнали новые всякие истории это все такой момент когда как говорит Мадонна educate yourself была возможность узнать новое о том как вообще жизнь может как ее адаптировать не ввиду обстоятельств под давлением обстоятельств а ввиду того что ты сам хочешь для себя поменять такой вот ветеватый долгий ответ я надеюсь ответил на этот вопрос Маша спасибо и пока мы ожидаем следующего докладчика так есть ли у нас слушатели какие-либо вопросы к Маше может там на фейсбуке что-то есть смотрим ждем пока 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 нету хорошо нет вопросов это тоже хорошо это обозначает что информация понятная четкая я надеюсь что слайды из фреймворка все заскриннили Маша еще раз спасибо итак друзья пока мы ждем наших спикеров нашего задерживающего спикера следующим у нас выступит Николай Синчурин из компании MyTarget и пока мы ждем немножко вас развлечен у нас можно сказать в декабре в маркетинг небольшой праздник нам 10 лет поэтому мы до конца этого года будем разыгрывать разные подарки призы бонусы дарить и тому подобное начать хотел бы с того что пока вот мы ожидаем пока подключится у нас спикер мы разыграем вот такой вот книжечку хорошую называется взлом маркетинга не знаю читали но она очень насущная и в нынешних так сказать реалиях реалиях пандемии кризиса особенно в России и сложности с маркетингом у компаний то она исключительно полезна книга достанется тому кто соответственно первый в комментариях все равно на какой на площадке в нашем телеграм-канале на фейсбуке либо же здесь в чате в зуме напишет в комментариях ответ на вопрос вопрос очень с одной стороны простой с другой стороны сложный кто является создателем нашего сообщества их это три человека они одно время назад были достаточно популярны известны а сейчас они ушли такие в стадию скажем гуру и уже редко появляются на различных конференциях занимаются консалтингом но их легко найти через поисковик и ответить на этот вопрос пока мы ждем как раз подключение нашего спикера у вас есть буквально три минуты на это и пока подключается спикер и соответственно поищите эту информацию напишите нам в комментариях и первый ответивший получит эту книгу а мы пока ожидаем спикера и ожидаем ваших комментариев отчет нами подключай поисковик отчет а - - - - - - Продолжение следует... 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 На данный момент мы являемся компанией номер один по дневной аудитории в России благодаря всем нашим проектам. Как раз я хочу сейчас на эти проекты посмотреть более внимательно. На самом деле, Mail.ru группа – это не только социальные сервисы, которые, безусловно, в центре у нас стоят, или почта. Это еще и огромное количество самых разных сервисов. Это и медийные проекты, это и образовательные проекты, это и проекты в наших совместных предприятиях с Алиэкспресс, со Сбербанком, такие как, например, Delivery Club или Citimobile. Это также отдельные решения для бизнеса, такие как Mail.ru, Solutions и так далее. Но в центре, ядром этой экосистемы, на самом деле является пользователь и его потребности. Вот эти сервисы, они позволяют эти потребности закрывать. Ну и за счет того, что у нас такое огромное количество сервисов и сервисы самой разной направленности, у нас формируется достаточно большое знание об аудитории, о пользователях, на которых рекламодатели могут старгетироваться. И таргетироваться можно и начать показывать рекламу на различных площадках. Но это, конечно же, и социальные сети, и наш классификатор, медийный проект, а также сайты рекламной сети MyTarget, которых огромное множество сейчас. И вот я хочу начинать с того, что нашей аудитории на самом деле достаточно много, и мы следили за тем, как меняются аудиторные предпочтения во время и после пандемии. Сейчас я это покажу, но перед тем, как начну свой рассказ именно про аудиторию, хочу сказать, что это не просто была такая вот вставка рекламная про то, что у нас много аудиторий, есть разные проекты, а на самом деле это уже подтвержденное независимыми верификаторами, независимыми измерителями. Так вот, по данным Mediascope на проекты Mail.ru, до которых рекламодатель может дотянуться, приходится 94% от месячной доли аудитории Рунета и 71% от дневной доли. То есть фактически весь Рунет мы покрываем по месячной аудитории и больше, чем 2 трети по дневной аудитории. Это говорит о том, что вот те данные, которые вот сейчас я буду показывать и рассказывать, они действительно накоплены на огромном количестве пользователей, и они репрезентативны не только для Mail.ru групп или для каких-то отдельных наших проектов, они репрезентативны в целом для всего Рунета. И это анализ по тому, что происходило. И давайте на это повнимательнее сейчас посмотрим. Здесь мы рассматривали изменения интересов аудитории в период активной фазы, вот этой первой самоизоляции, когда мы все вынуждены сидели по домам. И дальше этот период сравнивается с тем, что было в первые месяцы, не включая новогодние праздники. Период активной самоизоляции был с середины марта по май месяц. И дальше мы смотрим, что происходило во вторую волну, то есть со второй половины сентября. И вот дальше в осеннем месяце на данном графике, в данной таблице представлены данные по 15 октября, но в целом они репрезентативны сейчас, потому что мы видим только усиление тех трендов, которые мы видели. И вот этот второй период сравнивается с летними месяцами. Так вот, что мы здесь видим? Мы видим то, что в течение первых фактически даже дней, я бы сказал, очень активно начали расти сервисы, связанные с едой. Это как доставка готовых блюд, так и доставка продуктов питания. Тут, я думаю, многие помнят, как у нас лежали сервисы по доставке продуктов из-за нагрузки, которая на них резко свалилась, которую никто не ожидал вот этой весной. И то же самое происходило и с сервисами, которые доставляли готовую еду. И в целом мы увидели гигантский рост 48% во всей категории во время пандемии. Во вторую волну, естественно, он уже не мог продолжаться на том же уровне, но в целом категория достаточно сильно выиграла относительно всего того времени, что было до этого. Потому что многие люди даже не заказывали раньше продукты из дома, потому что это было противоестественно, были какие-то опасения, страхи, связанные с этим. Тут произошел сдвиг в мышлении, поведении пользователей. Также очень сильно росло образование. Этот сегмент у нас рос за счет того, что были сервисы, которые росли... Точнее, не так, прошу прощения. Образование росло как за счет школьного и высшего образования. Это произошло потому, что и студенты, и школьники перешли на удаленку, по сути. Но помимо этого, сегмент очень здорово вырос еще и за счет того, что многие люди пошли дополнительно учиться, получать дополнительное образование. Как внутри своей профессии, так кто-то начал искать возможности для переквалификации, поиска чего-то нового. И это тоже повлияло очень сильно в целом на весь сегмент. И мы видели сигналы по рынку и отчеты некоторых компаний, которые показывали в том числе и двукратный, и трехкратный рост в зависимости от их базы, накопленной до этого, и в зависимости от того, насколько активно они адаптировались под этот период. В целом сегмент показал плюс 42% пандемию, и он на самом деле продолжил расти. Но, конечно, уже не такими темпами, плюс 10%. В целом год для образования получился очень-очень хороший. Они фактически получили такой взрывной рост. Помимо этого, росли интересы к покупке детских товаров. Это то, что традиционно родители покупали в оффлайне. Конечно же, были покупки в онлайне и до этого, но когда все оказались в режиме самоизоляции, просто родители были вынуждены приобретать это все в онлайне. Ну и, соответственно, потому что дети просто не могут ждать. Там узники, какая-то одежда, какие-то необходимые для них товары. Все это показывало очень хороший рост. Ну и в целом категория продолжает расти. И тут мы опять же видим изменения по пользовательскому поведению. Отдельно еще отмечу сегменты, связанные с развлечением. Это игры и кино. Они тоже очень здорово отрастали в период активной фазы самоизоляции, потому что людям просто-напросто негде было развлекаться, негде было получать эмоции от развлечений, к которым они привыкли в барах, ресторанах и так далее. И тут, конечно же, для них была достаточно хорошая замена на это. Помимо этого, Рос очень здорово ЕКОМ, все же связано с бытовой техникой, компьютерной техникой и так далее. Это все тоже очень здорово отрастало. Теперь давайте посмотрим на топ товарных категорий MyTarget по росту и падению среднемесячных затрат в период второй волны. Тут как раз-таки сравнивается то, что делали, по сути, рекламодатели в течение вот этих вот осенних месяцев по сравнению с тем, что происходило летом. И тут мы видим то, что очень здорово росли товары, все для дома, связанные с домашними приобретениями, бытовая техника, вообще в целом ЕКОМ, товары для красоты. Помимо этого, образование и работа. Мы видим то, что здесь представители этой индустрии просто подхватывают те тренды, которые происходят на рынке в данный момент. Также росли инвестиции в ювелирные изделия, часы и финансы. Эти категории достаточно сильно пострадали в первую волну. И, конечно же, они наверстывают вот сейчас упущенную прибыль за счет, в том числе, продвижения рекламы. Ну и путешествие и транспорт. Пусть и закрыты много стран, однако все-таки какие-то страны открыты, плюс открытое путешествие по России. Поэтому здесь также есть рост внутри этого сегмента. А вот если смотреть на то, что падало, то тут мы увидим товары для детей, СМИ, спорт и фитнес, а также игры. Ну вот по играм здесь мы видим, конечно же, то, что не могут ни рекламодатели, ни рынок в целом постоянно расти вот так, как это происходило в первую волну. Ну и, конечно же, здесь есть некоторое снижение. Также есть снижение в недвижимости. Тут вот эта категория достаточно сильно тоже ощутила на себе вот этот вот совсем необычный год. И людям сложно приобретать, людям сложно расставаться с деньгами в период неопределенности. Ну и, конечно же, это все влияет на вот эту сферу в том числе. Если же говорить в целом про динамику доли затрат на перформанс рекламы в MyTarget, то здесь мы увидим то, что за период март, май и июнь, октябрь произошел рост. То есть начиная с летних месяцев мы показали рост плюс 14%. Это говорит о том, что все-таки происходят положительные изменения, несмотря на всю ту сложную ситуацию, которая сейчас происходит, потому что кто-то уже адаптировался, кто-то уже начинает жить в новой реальности, кому-то все еще тяжело. И поэтому растут, конечно же, не все. Однако в целом мы видим рост. Это для нас очень-очень позитивный сигнал. Однако, конечно же, мы не говорим о том росте, который мы ждали в начале этого года, к декабрю месяцу. Какие мы можем сделать выводы по вот этой ситуации глобально? Ну, если говорить про положительные факторы, то, конечно же, это массовый переход в онлайн. И когда мы говорим про этот тезис, он может кому-то показаться странным, и кажется, что все были уже в онлайне давным-давно, но на самом деле нет. Очень много процессов, очень много задач, очень много потребностей решалось не в онлайне, за пределами онлайна. Какие-то были совсем неудобно сделаны внутри онлайна. И вот этот год сделал очень серьезный такой большой прорыв в этом направлении, в направлении удобства, в направлении пользователя и решения именно его задачи. И тут примеров может быть масса. Это, как я говорил, например, сервисы, связанные с доставкой продуктов. Очень серьезные изменения сделали внутри этого года. Они просто очень быстро адаптировались и под нагрузку, и под те вызовы, которые были от людей, например, связанные с доставкой неправильных продуктов, заменой продуктов и так далее. Очень-очень много чего. Также мы сейчас видим очень серьезные изменения по взаимодействию пользователей. Вот мы с вами сейчас общаемся онлайн. До этого, конечно же, онлайн-конференции были, но то количество, которое стало онлайн-конференцией в этом году, просто не сопоставимо с тем, что было до этого. То есть до этого вебинара, скорее, такой был нишевый формат, который, да, был доступен, но не более чем из каких-то там особенностей. Сейчас это абсолютная норма рынка. И все целиком и полностью в онлайне. Мы также общаемся удаленно. И это в целом стало нормой. Также мы видим то, что пользователи стали больше вовлекаться в просмотр видео, ну и вообще в те развлечения, которые доступны именно благодаря онлайну. Ну и для нас очень-очень важный сигнал – это то, что благодаря вот этому году и тем изменениям, которые произошли у пользователей, укрепилась привычка покупать онлайн. То есть они стали больше покупать онлайн. И самое главное, они стали больше покупать онлайн самых разнообразных товаров и в том числе заказывать самые разнообразные услуги. И как пример мы здесь видим ответ от представителей индустрии, то, что даже крупнейшие магазины оставляют единственный способ оплаты. Это только оплата онлайн, что не мешает им активно развиваться и расти. И это очень-очень такой хороший сигнал в целом для рынка, потому что для рынка это становится нормой покупки онлайн. А значит, для представителей индустрии это были быстрые оборачиваемость денег, отсутствие проблем с оплатой через курьеров, какие-то возвраты и прочее. То есть много чего происходило. Этого всего уже не должно быть в будущем. Плюс мы благодаря этому видим намного более точную аналитику. То есть мы намного более точно можем идентифицировать, какой источник трафика влияет на финальные покупки, ну и что именно влияет на результаты. Тоже очень-очень важно. Помимо этого, хочу сказать, что выросла лояльность к социально ответственному бизнесу. Те, кто в течение вот этого периода не просто пытались заработать или пользоваться этой ситуацией, такие тоже представители были. Как мы увидели с вами, многие индустрии, несмотря на кризис, росли, не все падало далеко. И те, кто относился социально ответственно к этой ситуации, те, конечно же, очень-очень много получили лояльности от пользователей на будущее, что является в целом стратегически верным решением. Ну и помимо этого, не могу не отметить то, что изменилась конкуренция. Это тоже очень важный блок. Очень много компаний на рынке, которым стало тяжело. При этом часть из них адаптировалась и сделала это достаточно быстро. У кого-то пока еще не получилось адаптироваться. Кто-то вообще был вынужден уйти с рынка. И вот эта вот реальность, она очень здорово изменилась, по сути. И для многих компаний это время возможностей, которым нужно очень правильно воспользоваться. Но, конечно же, не все так радужно. Есть очень много трудностей. Глобально, если говорить про них, то в первую очередь мы видим то, что спрос не восстановился. Мы видим то, что снизилась покупательская способность у людей. При этом сохраняется очень серьезный риск здоровья. И этот риск, на самом деле, он только увеличивается. Мы сами с вами все видим эту статистику. Многие в ежедневном формате мониторят. И пока что положительных сигналов здесь не так много, как нам бы хотелось. И мы видим то, что в том числе новогодние гуляния и новогодние мероприятия многие отменяются. И мы все еще живем в другой реальности, не в той, к которой привыкли. И люди чувствуют потерю эмоций от всего того, что их раньше окружало. Это и большие концерты, это спортивные мероприятия с полными стадионами, это путешествия за рубежом, это обычное общение в офисах. Когда раньше все сотрудники, ну или очень-очень много сотрудников, только мечтало об удаленке, то сейчас все сполна ощутили на себе, что это такое. Ну и стоит отметить, что та удаленка, о которой мечтали люди, это немножко другая была удаленка. Вот удаленка, когда человек мог спокойно поработать в любом месте, в любом open space, сейчас это всегда подвержено риску, это всегда работа с масками, и какой-то дискомфорт, а работа из дома для многих, конечно же, сложная, потому что и домашние условия могут мешать, и переключение. То есть много факторов, которые влияют на то, что эмоциональная усталость у людей только-только накапливается. Что со всем этим мы можем сделать? Конечно же, мы не можем решить все проблемы, но если мы говорим про маркетинг, если мы говорим про продвижение, то у нас есть часть, за которую мы ответственны, и на которую мы можем влиять. И, конечно же, здесь это те пункты, которые вы сейчас можете увидеть на слайде, это тестировать новые механики акций и скидок. То есть в целом нужно тестировать новый подход, не просто говорить про то же самое, тем же самым языком, которым вы говорили до этого, а все-таки адаптироваться под вот эту новую реальность. Обязательно экспериментировать с форматами и общаться с пользователями на естественном языке, а на том языке, который они будут слышать, который для них будет адекватен, приятен, и которые они будут принимать, для этого нужно, безусловно, исследовать свою аудиторию и правильно работать именно с ней. Ну и вот здесь же блок про развитие социального маркетинга, это то, про что я говорил ранее. Это действительно не просто красивые слова про какие-то пожертвования или вложения, это то, что реально работает в рамках долгосрочной стратегии. И я рекомендую всем и рекламодателям, и вообще бизнесам, у кого есть хоть какие-то минимальные возможности в этом направлении, делать это, потому что это и большой важный шаг в сторону общества. Но помимо этого, это не просто шаг в сторону общества, это то, что будет помогать вашему бизнесу в долгую. Ну и с точки зрения рекламы, конечно же, важно держать руку на пульсе, важно пересматривать предложения и креативы, проводить заново оптимизацию кампаний, ну то есть четко следить за эффективностью. И вот тут, когда мы говорим про эффективность, очень важно, чтобы была правильно настроена аналитика. В первую очередь были настроены такие базовые вещи, если мы, например, говорим про рекламу, то это прометка ссылок, и это не просто прометка ссылок, а это структурированная прометка ссылок. То есть у вас сначала должна быть создана нормальная структура как нейминга кампаний, так и прометки ссылок. И, конечно же, у вас должны стоять счетчики, в которых промечены все цели по всей воронке, и вы должны очень четко, исходя из структуры меток, понимать, какие кампании, какие креативы влияют на результат, что работает лучше, что работает хуже, для того, чтобы это в режиме реального времени отслеживать и оперативно относить изменения, повышая эффективность рекламных кампаний. И вот здесь очень важно смотреть на финальный KPI. То есть часто мы видим, что рекламодатели могут гнаться с каким-то промежуточным KPI. Нужно, безусловно, смотреть на всю воронку, однако важно смотреть на финальные итоговые цифры. Тут мы видим такой тренд, который уже происходит некоторое время, это то, что преувеличение новых пользователей становится все более дорогим, а значит, важно фокусироваться в первую очередь на текущей аудитории. Это то, что нужно делать в первую очередь при запуске кампании, потому что если есть пользователи, которые знают о вас что-то, то вероятность, что они сконвертируются, выполнят ту цель, которую вы ждете, она намного выше. И вот здесь внутри рекламной платформы MyTarget доступна технология ремаркетинга по самым разным аудиториям. Вы можете загружать и списки пользователей, и по имейлам, и телефонным номерам. Вы можете догонять посетителей сайта. Для этого должен стоять еще чек-топ у вас на сайте. Вы можете догонять пользователей мобильных предложений, а также вы можете выстраивать целые цепочки коммуникаций по пользователям, которые взаимодействовали с рекламой. Так, например, вы можете показывать пользователям видео или аудио рекламу с каким-то промо-роликом, с каким-то промо-мессенджем, а дальше отгонять тех пользователей, которые прослушали это и посмотрели, и уже перфомишем баннером это делать. И у нас есть кейсы, когда рекламодатели делали это в два касания, сравнивая с рекламой в одно касание. И действительно, мы видим то, что реклама в два касания может быть даже более эффективной по финальной цели, чем реклама в одно касание, но при этом, конечно же, важно это делать очень обдуманно, важно, чтобы ваши рекламные мессенджи, рекламные сообщения были связаны между собой, и тогда вы можете добиваться таких результатов. Ну и очень еще важное условие, то, что у вас в рекламных кампаниях должна быть очень четкая проведена сегментация. То есть у вас не должны перемешиваться аудитории новых пользователей и не должны перемешиваться аудитории пользователей, о которых у вас что-то знают. Это 100% должны быть разные компании, для них должны быть разные мессенджи, разные креативы, у вас должна быть разная статистика по ним, то есть вы по-разному должны анализировать этих пользователей. То же самое по новым пользователям. Вы должны проводить более четкую сегментацию, иначе, если у вас просто будет сегментация на всех подряд, ну, опять же, и статистика замешивается, и вы не будете понимать, что работает, ну, и, скорее всего, эффективность будет низкая. Также, если мы говорим про пользователей, которые о вас уже что-то знают, и там тоже проводите сегментацию. Например, если вы загружаете список пользователей, которые у вас покупали какие-либо товары, то лучше это не просто всех пользователей загружать, а конкретные сегменты, ну, например, покупатели премиальных товаров, или, например, любители скидок и так далее. Если, например, посетители сайта, это могут быть не просто посетители всего сайта, а конкретно пользователи, которые добавили товар в корзину и так далее. Чем лучше вы сегментируете пользователей, тем с большей вероятностью вы в них можете попасть, а значит, настроить вашу рекламную кампанию эффективнее. И тут я хочу рассказать кейс про продвижение маркетплейса с помощью трагитированной рекламы. Здесь была задача увеличить продажи маркетплейса через социальные сети, удерживая долю рекламных расходов ниже 30%. И вот при продвижении вот этого маркетплейса, мы его не называем, потому что это под NDA, были попробованы самые разные механики, самые разные таргетинги. Это был и ремаркетинг как стандартный, так и динамический look-alike, таргетинг по интересам, по подписчикам, контекстный таргетинг и так далее. Но по ходу рекламной кампании стало понятно, что эффективность рекламы по пользователям, которые уже знают что-либо о товаре, уже были на сайте, она выше. То есть ремаркетинг работал лучше, безусловно, проводилась далее сегментация, то есть не просто все посетители сайта, а посетители в течение одного-трех дней, семи дней и так далее. То есть сегментация была по периодам. И уже по ходу рекламной кампании стало понятно, что важно перераспределять бюджеты в пользу именно ремаркетинга. По итогам рекламной кампании, во-первых, удалось получить в 2,3 раза больше заказов и снизить цену клика в 2 раза, и снизить долю рекламных расходов в 1,5 раза. А также, пожалуй, одним из важнейших того, что было получено по итогу вот этого кейса, было то, что рекламодатель перераспределил бюджеты в соотношении 80% на ремаркетинг и 20% на привлечение новых пользователей. Именно по такой стратегии уже продолжал дальнейшее привлечение через наш канал. Теперь хочу рассказать про контекстный таргетинг. Это технология, которая уже позволяет привлекать как раз-таки новых пользователей, потому что понятно, что не только аудиторию, которая вас что-то знает, нужно догонять, работать с ней, а также нужно привлекать новых пользователей. Ну и, конечно же, в первую очередь, это стоит делать максимально эффективно. И тут мы предлагаем начинать это с контекстного таргетинга. Контекстный таргетинг – это технология, которая позволяет догонять пользователей, которые вводили какие-либо поисковые запросы на сайтах социальных сетей, на медийных проектах, на юле, там, где есть поисковая строка. Как это работает? Пользователь будет какой-либо запрос, и система это запоминает, и дальше, исходя из этого запроса, его можно догонять. При этом ищут пользователи самую разную информацию, то есть они ищут и скидки, они ищут обзоры, они ищут какие-либо товары, ищут информацию про хобби, обучение. Ну, то есть самые-самые разные информации. При этом паттерн поведения, паттерн поиска, он другой, он не такой, как в поисковых системах. То есть здесь пользователи обычно пишут такие более односложные, более простые запросы, состоящие всего из нескольких слов, и не пишут такой длинный хвост, как традиционно пишут в поисковых системах. Поэтому работая с поисковыми фразами, не стоит их слишком сильно уточнять, не стоит добавлять продающие добавки, потому что это все сужает охват, ну и просто будет снижать эффективность по рекламе. Также при работе с ключами здесь не стоит делать какую-то кросс-минусацию или слишком сильно минусовать запрос, то есть стоит минусовать только самое-самое нерелевантное, и тогда вы не отсечете свою целевую аудиторию. И тут я хочу рассказать про кейс продвижения строительной компании «Зочи», которая продвигалась как раз-таки через нас. Стояла задача найти дополнительные источники трафика и увеличить количество заявок на расчет стоимости. Гипотезы были такие, что стоит начинать с контекстного таргетинга, таргетинга по интересам и таргетинга на подписчиков тематических сообществ. И вот по ходу рекламной кампании стало понятно, что подписчики тематических сообществ не работают для данного рекламодателя, потому что подписчики смотрят, ну то есть это не те люди, которые готовы приобретать товары. Обычно это те люди, которые находятся на более высокой стадии принятия решения, они просто изучают, просто смотрят посты, просто реагируют на контент, но не готовы совершать сейчас целевое действие. Поэтому по ним была конверсия ниже, также и по интересам только один самый целевой интерес сработал, а вот контекстный таргетинг отработал отлично в данном кейсе, и по итогу удалось снизить стоимость обращения на 58% по сравнению с показательной стартой компании, а также значительно увеличить количество заявок. Ну и в целом мы видим то, что по технологии контекстного таргетинга у нас выходит сейчас большая часть кейсов, и мы всем рекламодателям ее рекомендуем подключать к себе. Также еще одна из технологий, которая очень здорово работает, это Lookalike. Это технология, которая позволяет находить пользователей похожих на тех, что вы отдаете системе. Отдавать системе можно через загрузку списка, например, по пользователям, которые у вас есть в базе, либо по пользователям, которые уже были на вашем сайте, например, заходил на ваш сайт, совершил целевое действие, для этого должен стать счетчик-топ. Как это работает? Система анализирует исходную аудиторию, она должна быть не менее 1000 человек, и дальше определяет признаки, по которым эта аудитория схожа, и дальше споставляет вот этих пользователей со всеми пользователями Mail.ru группы. Дальше выделяется тех, кто больше всего похож. Таким образом, вы получаете возможность найти пользователей, ну, именно похожих на тех, которые вам наиболее нужны, наиболее релевантны, наиболее целевые для вас. Дальше хочу рассказать про тезис, о котором мы говорим, дизайн здорового человека, это про работу с креативами. К сожалению, рекламодатели часто забывают про то, что работая с креативами, это не просто, ну, какой-то там небольшой блок для таргетированной рекламы, он является на самом деле одним из ключевых. И если, как вот многие рекламодатели, к сожалению, говорят, что, ну, вот пока что на креативе, вот у них такой подход, там нет времени или что-то еще, это в значительной степени влияет на эффективность рекламы, потому что достаточно сменить креатив, чтобы эффективность выросла, ну, прям заметно. И я рекомендую абсолютно всем рекламодателям при работе с креативом думать про это и помнить именно про это. Мы делали исследование, как пользователь смотрит на баннер, и обычно будет пользоваться такой, он смотрит от простого к сложному, от большой понятной картинки к какому-то такому сложному, трудному тексту. Он может быть не таким уж сложным, но для пользователя анализировать картинку намного легче. И часто путь пользователь не такой, часто он просто смотрит на картинку, она его, если не вовлекает, он игнорирует этот баннер, либо если она вовлекает, он сразу может уйти на полу-экшен, даже не читая текст. Именно поэтому задача вас, как рекламодателя, с первых секунд захватить внимание и вызвать эмоцию для того, чтобы у человека возникло желание узнать что-то подробнее о том товаре или продукте, услуге, которую вы рекламируете. И тут мы часто видим обратную сторону, когда рекламодатели хотят запихнуть в баннер слишком много, там слишком много шума, какие-то обводки, очень много предложений, он просто не читается, и, конечно же, такой баннер в первую очередь непонятен, он не может работать. И в этом смысле важно очень четко, очень лаконично доносить ваше рекламное сообщение, контрастно показывать ваш товар. При этом это не значит, что у вас должны какие-то ядерные выжигающие глаза, цвета наоборот, он просто должен четко быть заметен ваш продукт, четко считываться рекламный посыл, он должен быть аккуратным и вызывать какую-то эмоцию. Вот это очень-очень важно. При этом при работе с ресайзами важно помнить про то, что не нужно просто сжимать одну и ту же картинку, так не работает, текст не будет считываться, баннер будет менее информативным, значит, эффективность его будет ниже. Уменьшая размер, не бойтесь убирать лишнее пространство, не бойтесь убирать все, текст, можно даже оставив ваш продукт, цену и небольшой логотип, уже сделать понятный тизер, понятную небольшую картинку, которая будет и вызывать эмоции, вызывать желание, и будет четко считываться рекламодателям, пользователям. И тут я хочу рассказать про кейс, когда у нас абсолютно вот это реальный сценарий, когда бабушкины диваны сработали лучше, чем дизайнерский диван, и это сработало, потому что пользователи, на самом деле, они достаточно сильно устали от каких-то стандартных подходов, идеальных картинок, идеальных обстановок. Она может быть и хороша, и прекрасна, но она уже не вызывает никакую эмоцию, я повторюсь, ваша задача как рекламодатели через баннер вызвать эмоцию у человека, заинтересовать его. И вот здесь нужно постоянно при работе с баннерами креативить, думать, что может быть еще, и не бояться делать что-то новое. Это не значит, что у всех должны быть какие-то диваны или какой-то трэш на картинках, нет, совсем нет. Вы можете просто любую картинку оживить и это сделать через добавление, например, какого-то элемента. Ну, вот, например, добавить на вот этот же диван какой-то стикер, елку поставить, какую-нибудь мультяшную, посадить, не знаю, Гомера Симпсона или что-то подобное, и это сразу же будет вызывать отклик у аудитории, будет вызывать эмоции, значит, уже будет лучше работать на кликабельность, на эффективность вашей рекламной кампании. Помимо этого, важно проверять гипотезы, никогда не знаешь, что сработает, тестируйте абсолютно все, и цвет подложки, расположение элементов, ракурс изображения вашего продукта, самые разные. Тут вот если возвращаться к предыдущему сценарию, у таких нестандартных креативов у нас есть абсолютно работающая кейс, когда у нашего проекта Delivery Club долгое время самым эффективным креативом был фиолетовый шоурмарк, потому что именно это вызывало эмоции у людей, и это вот как пример того, как можно креативить, как можно придумать и делать что-то новое, такое свежее, что не похоже на то, что видели пользователя. Ну и в заключении хочу сказать про наш ресурс MyTargetPro. Это сайт, на котором есть вся информация, связанная как с нашей рекламной платформой, связанная с кейсами, также там есть раздел обучения, где есть очень подробный видеокурс, записанный со скринкастами, с последовательными уроками, которые помогут вам воспользоваться теми инструментами, про которые я говорил, а также узнать и дополнительные, которыми, конечно же, не можем охватить в рамках одной встречи. На этом мой доклад завершен. Большое спасибо за внимание. У меня все. Николай, спасибо за выступление. Думаю, что будут сейчас вопросы, потому что коллегам, которые смотрят на разных площадках выступления, понравилось. Цитирую, MyTarget очень крутой. Спасибо вам очень. Будем надеяться, что какие-то вопросы сейчас будут. Коллеги, будут ли к Николаю вопросы? Видимо, все понравилось, но вопросов пока нет. Если вопросы будут, мы их тогда переадресуем. И мы тогда передаем слово следующему спикеру. Это компания Secret. Да, Николай, спасибо за выступление. Спасибо. Это компания Secret, которая занимается IT-аутсорсингом, разработкой приложений, CRM-систем, IT-различных составляющих, мобильных приложений. Кстати, мы с ними как раз работали в этом году очень успешно. То есть получилось протестировать качество их работы, их подход и вовлеченность в сотрудничество. И спикер от компании Дмитрий Житков, который является в свою очередь генеральным директором компании и который выступит как раз на тему возможности мобильных приложений для бизнеса. Дмитрий Житкова. Да, я тут. Меня слышно, видно. Вот, видно, отлично. Включайте презентацию, если такая будет. Да, сейчас, секунду. Небольшое замечание, Secret в компаниях. Так, сейчас демонстрация экрана. Отлично, погнали. Да, коллеги, всем еще раз добрый день. Меня зовут Житкова Дмитрий. Я основатель студии разработки Secret. И сегодня я хотел бы с вами поделиться о всех возможностях, которые предоставляет мобильный рынок для бизнеса, маркетинга и продаж. Свой доклад я хотел бы начать с небольшой статистики, которая даст вам наиболее полное понимание, что именно происходит на мобильном рынке, покажет, какие значимые изменения он потерпел в текущем довольно сложном году и какие тренды мы видим в наступающем году. В первом полугодии 2020 года люди стали чаще пользоваться мобильными приложениями. И этот показатель увеличился на 40%, достигнув рекордного уровня за всю историю. Очевидно, что на рост популярности повлиял острый период пандемии и массового локдауна. Мы в Secret проанализировали результаты исследований двух крупных аналитических агентств AppAny и AppSlyer и на основании них приготовили интересную статистику о том, что происходило в этом году. Первое, о чем хочется рассказать, это то, что люди стали чаще проводить, чаще и больше стали проводить времени в мобильных приложениях. Например, в России этот показатель вырос на 15%. В остальном мире цифры еще больше впечатляющие. Например, в Индии показатели во втором квартале 2020 года выросли на 35% по сравнению с 2019 годом. А в Италии, Индонезии и США этот рост составил до 30%. Что касаемо загрузок. Процент загрузки приложений в магазинах тоже вырос. На Android этот процент увеличился на 10%, на платформах iOS на 20%. В поисках развлечений на карантине пользователи мобильных устройств стали скачивать игры в огромных количествах. Уже в первую неделю, второго квартала 2020 года загрузки игр побили все рекорды, увеличившись на 20% в годовых показателях. Что касаемо iOS, то загрузка новых игр выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и составила почти 3 миллиарда инсталлов. Количество загрузок игр в Google Play выросло на 25% в годовом исчислении и превысило 11 миллиардов установок. В свою очередь, хочу отметить, что в рамках компании Secret мы тоже заметили увеличившийся спрос на игры. В целом, это было замечено во время, когда люди отправили по домам, им нечего было делать, люди играли в игры, им приходили интересные идеи, как это можно монетизировать, создать что-то свое. Что касаемо статистики магазинов и приложений. На Android самой скачиваемой категории всегда были игры, но статистика говорит о том, что во втором квартале ряд категорий вырвались вперед и показали значимый рост. Например, категория здоровья с ростом на 115%, фитнес на 75% или образование с ростом на 50%. Что касаемо iOS и платформ Apple. Несомненно, возросла популярность категории здоровья и фитнес на 30%, покупки на 25% и медицины на 20%. Собственно, это те категории, на которых был основной спрос, люди сидели по домам, им нужно было заниматься фитнесом, спортом, их интересовало здоровье. Ну и плюс, как отмечали ранее коллеги, возросла необходимость и популярность средств доставки продуктов питания, каких-то бытовых предметов, ну и так далее. Также хочу отметить, что приложения стали популярны приложениями для финансов, потому как мы все находимся в какой-то нестабильности, низких процентных ставок и прочих экономических потрясений. в связи с этим люди все чаще задумываются о том, как защитить их деньги, увеличить капитал, как им инвестировать в акции, мониторить финансовую обстановку и так далее. Отдельным пунктом, наверное, хочу отметить, что определенный всплеск и бурный рост показали приложения для удаленной работы. По статистике два из десяти самых часто загружаемых приложений во втором квартале 2020 года это приложение для видеоконференций. В частности, хочу отметить, что приложение Zoom в период пандемии занимало вторую строчку в рейтингах магазинов приложений по количеству скачиваний. Также, наверное, много кто слышал, но, может быть, не все, поэтому я повторю, эту забавную историю, о которой многие слышали, когда возник огромный всплеск интереса к онлайн-конференцам в удаленной работе, то акции компаний, которые занимаются видеоконференциями Zoom, начали расти, то часть инвесторов перепутала тикеры на фондовых биржах и вместо Zoom, в рамках, о котором все знают, люди начали вкладываться в Zoom Technologies, в японского производителя телекоммуникационного оборудования. То есть, были и такие довольно забавные истории. Отдельно хочу отметить, это сервисы доставки продуктов питания и товаров для дома. Статистика говорит о том, что в середине марта количество заказов в Сбермаркете и утконось увеличилось в 2-2,5 раза. На фоне введения в России нерабочей недели спрос на доставку в Сбермаркете вырос еще на 40%. iGoods в Москве показал рост в 20% относительно средних показателей. В регионах у них же этот рост составил порядка 10 раз. Мы внутри компании также заметили определенный бум. Он происходил в две волны, связанных с доставками продуктов, доставками из ресторанов и так далее. Первый период бума произошелся на то, когда всех закрыли по домам, никого не упускали. В тот момент, скажем, в основном это были какие-то небольшие рестораны, небольшие заведения, может быть, магазины приходили и хотели реализовать очень быстро, буквально за пару-тройку дней средства для доставки своих продуктов, блюд и так далее. Это была первая волна. Вторая волна уже началась ближе к осени, когда часть крупных ритейлеров вспомнила, что у кого-то до сих пор не реализован сервис, но все понимали, что грядет вторая волна и буквально в ноябре часть наших разработчиков помогали в разработке таких проектов и практически перешли на круглосуточные режимы работы, что показывает о том, что доставка продуктов будет развиваться, потому что многих уже переучили, у многих уже выработались паттерны именно доставки продуктов на дом и многие поняли удобство, в частности с внедрением самокатов, самоката, ну и других сервисов доставки. Так что мы думаем, что данный тренд сохранится и продолжит свое развитие. Что касаемо покупок, скачивание приложений, проведение времени в приложениях это все классно, но что у нас с деньгами. Во втором квартале текущего года покупки внутри приложений тоже показали значимый рост. Пользователи стали тратить на 15% больше, чем обычно, пользователи андроида на 25% больше. Значимую долю доходов несомненно показали какие-то подписки подписочной модели и внутриигровые покупки. Суммарно в 2020 году в втором квартале было потрачено более 19 миллиардов долларов на покупки внутри сторов. Что же будет дальше? По данным AppSlyer на третий квартал доходы компаний за установку приложений упали, но все же показатели остаются на 5% выше, чем до острого периода пандемии. Когда в третьем квартале многие страны начали снижать карантинные меры, люди пошли на улице, перестали сидеть дома, расходы внутри приложений также резко упали, но показатели все равно остаются на высоком уровне, если их странивать с предыдущим годом, и вряд ли покажут покажут какое-либо снижение. Более вероятно, скорее всего, они будут расти и закрепляться. Немного хотел рассказать про тренды мобильной разработки в 2020 году, какие тенденции мы заметили, какие тенденции будут сохраняться в 2021 году, и на что стоит неожиданный пункт чат-боты, потому что был определенный период, когда все хотели внедрять чат-боты, был какой-то большой бум, но в тот момент люди не до конца понимали, в чем их ценность, люди внедряли бизнесы, проекты, кому как придется. Если мы берем текущую ситуацию, то подход к чат-ботам изменился, чат-боты стали более осмысленными, они стали закрывать абсолютно разные сегменты и потребности бизнеса. Это следует из того, что люди чаще стали пользоваться мессенджерами, и сейчас уже звонок воспринимается как втажение в личное пространство. Это накладывается на желание бизнеса сэкономить на кулцентрах, автоматизировать часть работы и сократить свои издержки. Именно поэтому в последнее время чат-боты набирают популярность. В частности, мы заметили определенный тренд на ботов для HR-автоматизации, которые собирают обратную связь после интервью с искателем, до интервью собирают какие-то данные и позволяют более эффективно выстраивать именно оборонку найма. Чат-бот это довольно удобный способ для клиента общаться с бизнесом, плюс экономия средств для бизнеса на рассылках, колл-центрах. Это удобный способ собирать информацию и работать с лояльностью. Несомненно, сейчас рынок уже позволяет собирать этих ботов практически без технических навыков в том же диалог флоу. Либо само собой существуют какие-то более сложные решения в виде написания кастомных ботов на Python, использование машин леонинга и так далее. В целом, внутри своей компании мы плотно внедряем чат-ботов для автоматизации различных небольших сегментов, будь то предварительный сбор требований заказчиков, пост сбор связи с кандидатов, проведение оплат, ну и так далее и тому подобное. Отдельным трендом хочу отметить AR-VR. Несомненно, что за дополненной реальностью будущая рынка ритейла, особенно если люди, особенно в этих технологиях, люди нуждались, когда сидели дома и не могли выйти, не могли померить одежду, не могли посмотреть, как будет выбрать себе мебель и так далее. Хочу отметить, в частности, Lomoda активно использует дополненную реальность для создания виртуальных примерочных, для примерки обуви в своем мобильном приложении. Ikea позволяет встраивать виртуальную мебель в интерьер вашей квартиры, а Nike использует Fit для подбора кроссовок. Мы заметили этот тренд, исходя из того, что увеличился объем проектов, о котором интересен, у которых поступают запросы на разработку подобных технологий. Наверное, расскажу об одном интересном. Ведется коммуникация с одним из проектов, кто занимается производством напольных покрытий. Коллеги занимаются производством напольных покрытий, это ламинаты, я не очень специалист. И мобильное приложение задумки должно позволять каждому клиенту, потенциальному клиенту, примерить в рамках своей квартиры, в рамках его интерьера о том, как будет смотреться данное напольное покрытие, оформить заявку, посмотреть ее статус и, собственно, проконтролировать доставку к себе. Хочу отметить, что в России ритейл пока только присматривается к технологиям дополненной реальности, в то время как рынок онлайн покупок растет колоссальными темпами. Это дает огромную фору тому бизнесу, кто начнет внедрять AR уже как можно раньше. Другой тренд, который хочу отметить, он уже не касается функциональности, он больше касается дизайна. Люди устали от сложных приложений, устали от ярких элементов и хотят, чтобы приложение было в первую очередь удобным, без ярких шрифтов, без ярких цветов и в первую очередь оно было функциональным. то есть максимально достижение результатами на количество кликов и свайпов. Все чаще используются легкие контрастные мягкие цвета, перечеринать задачи дизайна, обратить внимание пользователя на контент и на те целевые действия, которые от него ожидаются. на презентации видно, как менялся дизайн ВКонтакте и последний редизайн Сбербанка. От тебя скажу, что пользовательские сценарии еще упрощаются вне зависимости от платформ, устройства и так далее. Плюс встречаются стандартные приемы навигации, стандартные разделы, которые позволяют пользователям максимально быстро и удобно вникать в тот сайт или мобильное приложение, которым он пользуется. Далее я хотел бы рассказать на некоторых примерах о том, как можно использовать мобильные приложения для повышения лояльности, привлечения новых клиентов и так далее. Начну с приложения Flexing Bonus, которое позволяет создавать партнерские программы, бонусные программы для своего основного проекта. Приложение Flexing Bonus является неким дополнением к основному приложению Flexing, которое является маркетплейсом для бьюти-мастеров и их клиентов. Оно соединяет их между собой и позволяет оказывать услуги, проводить оплаты, выбирать, оценивать весь тот набор функционала, который присущ маркетплейсом. В частности, мы разработали приложение для бонусной программы, которое позволяет в индивидуальном порядке создавать бонусную программу, например, как за знакомство, процент кэшбэка, заказанные услуги, многоуровневая система, можно сказать, сетевого маркетинга, хоть не очень этот термин люблю, но приобрело некий ругательный оттенок. Плюс позволяет выстраивать какие-то различные лимиты на оплату услуг, то есть 10%, 20% или целых 100% вы можете оплатить, используя ваш бонусный счет. Также это позволяет бьюти-мастерам экономить на вложениях на привлечениях клиентов, на их удержании и расширять свою лояльную клиентскую базу. Сейчас я немножко расскажу про проект, связанный с лояльностью и удобством пользования для клиентов бизнеса. Этот кейс о приложении iKit, которое мы разработали совместно с компанией Роскомпьютинг. Пару слов об этой компании. Они занимаются технической поддержкой IT-инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Приложение, которое мы разработали, было создано для легкой и быстрой передачи заявок в техподдержку и обслуживающей компании. До разработки мобильного приложения пользователи могли передавать заявки о неисправностях, о каких-то просьбах и так далее либо через телефон, либо путем набора телефона компании голосом либо через сайт. Это занимало достаточно много времени и было неудобно. Тем более, когда вам звонят, вам нужно терять колл-центр, вам нужно вбивать эти данные и так далее. Плюс пользователи нужно каким-то образом информировать. В частности, те же самые электронные почты, думаю, не так много людей читают. Она в последнее время превратилась в некую корзину для большого спама. Что же мы сделали? Мы реализовали мобильное приложение, которое позволяет клиентам передавать заявки как текстом, так и голосом, плюс отслеживать актуальный статус о своих заявках, получать уведомления, либо консультироваться с службой поддержки. Тем самым мы упростили бизнес-процессы компании за счет того, что ушли звонки по телефону, заявки начали падать напрямую в CRM-систему, пользователи начали получать информирование в удобном для них способе. Плюс, так как у других компаний в их сегменте на тот момент не было подобных проектов, это достаточно хорошо выделала компания на фоне конкурентов, что позволило им обрасти новыми клиентами и повысить объем клиентской базы. Подводя итоги своего выступления, я хотел бы еще раз перечислить все возможности и преимущества, которые дают бизнесу мобильные приложения. Это, в первую очередь, полноценный канал продаж, в котором вы можете давать различные воронки, собирать обратную связь и предоставлять клиентам высокий уровень сервиса. Мобильные приложения способны анализировать данные о клиентах. Мобильное приложение способно взаимодействовать с клиентом, сделав его тем самым более результативным, без лишних расходов. Ну и опять же, когда у клиента установлено мобильное приложение ваше, вы всегда можете управлять ожиданиями клиента, собирать обратную связь и делать это в удобном. способом для ваших клиентов. У меня все, всем спасибо, если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Дмитрий, спасибо. Сейчас был вопрос один в фейсбуке к вам. Вы говорили, что вторым приложением по скачиванию был Zoom. Участник интересуется, какое приложение было на первом месте, чем люди интересуются больше, чем общением на расстоянии. Смотрите, по первому приложению я, к сожалению, не могу сейчас дать информацию, я потом в индивидуальном порядке готов ответить или прислать эту информацию. Вторую часть вопроса можете, пожалуйста, сказать? Чем люди интересуются больше, чем общением на расстоянии? Чем люди интересуются больше, чем общением на расстоянии? Я думаю, что все знают самый популярный портал в мире. Давайте отвечу в таком формате. Хорошо. Дмитрий, спасибо за выступление. Будем рады видеть вас вновь на наших событиях и быть партнером. И мы передаем слово Валерию Краскову. который как раз выступит с темой 18 каналов привлечения клиентов, то есть не один, а два. 18. Как искать новые источники клиентов? Как оценивать качество клиентов? Какие источники привлечения клиентов использует Netpeak? И Валерий, вам слово. Вы у нас международный спикер в какой-то степени в том, что Netpeak не только российская компания, но и насколько я знаю, она присутствует именно в украинском рынке. Вам слово. Ждем вас. Добрый день, меня слышно? Да, да, все отлично. Хорошо, туда я начну. Спасибо за представление. Еще раз представлюсь, меня зовут Валерий Красков. Я работаю действительно в международной компании. Так, пока я включаю презентацию. Международной компании. Компании Netpeak. Для начала я расскажу, чем мы занимаемся. Мы занимаемся интернет-маркетингом. То есть мы для бизнеса привлекаем клиентов с помощью интернет. И мы работаем на множестве рынков. Физически мы присутствуем в офисах России, Украины, Казахстана, Болгарии. Это страны, где у нас есть офис, где физически сотрудники посещают их. Мы сейчас во время пандемии немного удаленно работаем, но мы покрываем в принципе все страны. Мы работаем на рынках США и других рынков. Я хочу поделиться опытом, рассказать про наш опыт, где мы берем клиентов. Почему я выбрал эту тему? Дело в том, что часто бизнес, малый, крупный, сталкивается с проблемой, что в онлайне и в офлайне есть какие-то 3-5 каналов привлечения клиентов. И если перепробовать, вроде бы уже даже не знаешь, что можно еще сделать, чтобы получать этих клиентов. И мы в компании уже в течение 10 лет используем множество инструментов, перепробовали все это и готовы поделиться, что работает для нас с нашей точки зрения, что работает хорошо, что не работает для нас и на что стоит обратить внимание. Я хочу поделиться и рассказать про 18 каналов привлечения клиентов и в принципе про универсальный инструмент, который позволит всегда находить новые каналы. Вообще я начну с того, что Netpeak постоянно выделяет бюджет на тестирование новых источников. Хорошо, теперь перейдем к презентации. У нас есть на самом деле всего 20 минут. Это не так уж много, но я попробую рассказать все очень сжато. Хорошо, про Netpeak. Мы работаем с 2006 года, мы работали с более чем двумя тысячами проектов и у нас в компании уже больше чем 300 сертифицированных специалистов. Этот платят немножко уже устарел. Я не буду перечислять статистику, вы сможете ее посмотреть сами в презентации. мы работаем с крупными клиентами как с крупными так и с малым бизнесом, чтобы вы понимали пара входа от 1000 долларов, но одновременно с этим у нас есть enterprise решение для крупного бизнеса, таких комплектов, депозитфото, авито и другие. мы компания Netpeak Agency, я представляю, но в принципе Netpeak это группа компаний, куда входят SEO-платформа SerpStat для анализа конкурентов, InWeb агентство маркетинга для микробизнеса и малого бизнеса, Ringostat это Telefonea и другие наши продукты. Так вот, теперь подробнее, про что я буду рассказывать. Я расскажу про три момента. Первый, где искать еще клиентов, если вы достигли какого-то потолка, рассмотрим источники. Второй момент, как мерить новые источники, вообще, как источники или каналы привлечения клиентов измерять, как понять, что они выгодны и окупаются. И в принципе мы рассмотрим 18 каналов источников новых клиентов и научимся смотреть, подглядывать за конкурентами, как узнать, какими инструментами привлечения клиентов пользуются ваши конкуренты. Хорошо. Первое, как оценить качество новых источников. Вообще, я всем рекомендую, если у вас появился только сайт или вы начинаете обращаться в агентство интернет-маркетинга и только продвигать свой бизнес, вам четко надо понимать, как вы будете мерить источники или измерять стоимость привлечения клиентов. Если вы хотите запустить контекстную рекламу SEO, вы должны точно понимать, по какой цене ваши клиенты будут приходить. И для этого мы используем определенные метрики. Первое, мы всегда меряем количество заявок с каждого источника, который к нам приходит. пускай это будет выступление на конференциях. То есть после выступления или если этих выступлений много в разрезе квартала, вы можете мерить, сколько клиентов к вам пришли с конференции. Если это контекстная реклама, мы с помощью Google аналитики меряем количество заявок, которые принес этот канал. Если это телемаркетинг, мы тоже меряем количество заявок, сколько принесли постоянный активный прозвон. Второй момент это качество заявок. На самом деле это хороший показатель, очень важный, который мало кто меряет. Это показатель Sales Accepted Leads. То есть это лиды. Если заявка дошла до этапа составления КП, значит это качественный клиент. Если заявка отпала и мы даже не делали КП, скорее всего это мусорная заявка или заявка, которая была нецелевой. Поэтому мы меряем первое количество заявок и качество заявок. Сколько заявок дошли до этапа подготовки предложения. Таким образом вы можете померить качество заявок с каждого канала и насколько каждый канал приносит вам качественные заявки. Эти показатели мы всегда меряем в рамках месяца последнего и сравним с прошлым годом. почему важно с прошлым годом связывать потому что есть бизнес который сезонно зависимый например если какой-то бизнес по шинам мерить весной с февралем ямварем конечно это будет большой рост но этот рост будет скорее всего связан именно с сезонностью все меняют шины весной с зимней на летней и вы можете ошибиться в выводах о том насколько эффективно работает реклама поэтому надо мерить не только с прошлым месяцем это важно мерить с прошлым месяцем но надо не только но и с прошлым годом как количество заявок так и качество заявок Excel еще очень важно мерить следующий показатель это стоимость заявки таким образом вы можете четко понимать сколько стоит один клиент для вас каждого источника предположим если у вас есть контекстная реклама если у вас есть скажем база им имейлов в которой вы проводите рассылку и вы выступаете на конференциях если у вас по контексту стоимость привлечения заявки 10 долларов давайте в рублях 800 рублей по email маркетингу стоимость заявки будет обходиться в 200 рублей а с выступления или посещение конференции 1500 рублей то тут понятно куда надо перенаправлять деньги опять же если вы еще не хватили весь канал но в любом случае это не говорит что надо от других каналов отказаться иногда надо запускать все три канала даже если они приносят вам конверсии по разной цене но если вам выгодно все равно три канала нельзя отключать предположим эти каналы все стоят использовать если у вас окупается клиент до 3000 рублей со стоимости заявки то есть эти три лида хоть у них совсем разная стоимость заявки будут вам выгодны и надо их покрыть всем окей мы определили как мерить качество заявок с источников и определять ценности источников теперь можно перейти к каналам которые я сам вместе с отделом маркетинг мы попробовали и сделали вывод что работает что нет первое мы выделили отдельный пункт это работа с ивентами выступления на конференциях посещение конференции организация смарт-завтраков и конференции посещение бизнес-кубов все эти пункты мы пробовали и я могу кратко сказать о каждом выступлении на конференциях это это направление работает только в том случае если у вас есть выделенный специалист который посещает конференции и не ходит на доклады а в кулуарах общается с докладчиками и потенциальными клиентами более того мы убедились что посещение конференции я сейчас говорю про посещение конференции работает только в том случае если вы очень жестко контролируете своего продажника и после каждого посещения конференции он заполняет отчет кем он познакомился вот так этот отчет выглядит тут есть четко список клиентов с кем он общался или потенциальных клиентов по другому посещение конференции тупо не работает если жестко не контролирует продажников при посещении конференции чаще всего его отчет о посещении сводится к тому что он общался с двумя-тремя потенциальными клиентами Но на этом еще и заканчивается. Мы же меряем эффективность посещения каждого ивента, заполняя таблицу, где наш продажник заполняет имя, фамилию, ссылку на Facebook, LinkedIn и очень самый важный момент, о чем они договорились с этим контактом. То есть каждое касание между контактом и между нашим продажниками и потенциальным клиентом должно заканчиваться обязательно в договоренности о следующей встрече. Если ее нет, значит это, скорее всего, не наш потенциальный клиент. Эту таблицу с учетом вы сможете скачать на презентацию или, в принципе, можете обратиться в Facebook в личном. Выступление на конференциях. Это работает, это долгосрочное, в долгосрочной перспективе. Ваш бренд запоминается, вы делитесь какой-то информацией и вас начинают ценить больше. Это занимает, на самом деле, много времени, но немного денег. Поэтому, если вы первое лицо компании, я рекомендую вам начать выступать на конференциях, в принципе, что я делаю в данный момент, и укреплять, можно сказать, повыграть лояльность к своему бренду. Денег это сразу не даст, а в долгосрочной перспективе это вас будет запоминать. Посещение конференции я уже назвал. Этот источник привлечения клиентов работает только в том случае, если жестко контролировать своего менеджера, как я показал, с помощью отчета. В противном случае это не работает. Организация смарт-завтраков и конференции. Скажем так, для Москвы это относительно недорого. Мы организуем смарт-завтраки с бюджетом приблизительно. Нам выходит 500-700 долларов. Это где-то 50-60 тысяч рублей за один смарт-завтрак. В принципе, площадки для организации смарт-завтраков, так как мы IT-компания, нам выдает бесплатно компания. Мэл, или Гугл, или Яндекс. Поэтому основных трат на съем площадки у нас просто нет. Таким образом, организовать смарт-завтраки для нас выходит достаточно дешево. Мы стараемся их проводить чаще, но сейчас пока они заморожены из-за пандемии. Посещение бизнес-клубов. Я вам скажу, что мы много раз пытались активно проработать и бизнес-клубы, которые есть в разных странах, но и сделали определенные выводы. В них находятся крупные клиенты. Мы можем получать крупных клиентов, но одновременно с этим это не постоянный поток этих клиентов. И необходимо постоянное вовлечение фаундера или владельца бизнесом. По-другому этот канал клиентами не работает. Таблицу еще расскажу. После посещения конференции вы сможете взять в доклады или у меня в личке в Фейсбуке. Помимо этого, мы пытаемся привлекать лидов нестандартным образом. Мы сами создали клуб малого бизнеса на пик-кластер, где бесплатно консультируем малый бизнес. Чаще всего это малый бизнес, потому что у крупного бизнеса уже есть сформированные команды, и им не нужна наша помощь. Но они иногда все равно обращаются к нам за помощью. Таким образом, мы сделали клуб малого бизнеса, куда добавляем и бесплатно консультируем по онлайн-маркетингу наших потенциальных клиентов. Таким образом, еще бизнес к нам не зашел работать, а мы уже запоминаемся и, можно сказать, растим лояльность к нам. Это обслуживает клуб малого бизнеса на пик-кластер, у нас два человека. В принципе, это, считайте, две зарплаты, в среднем это, наверное, 100 тысяч рублей, плюс программист, который создаст сайт. И в среднем 100-150 тысяч рублей ежемесячных трат нам позволил собрать в клуб около тысячи бизнесов. И теперь с помощью дополнительных продаж или рекламы наших партнеров мы можем зарабатывать определенные деньги. Поэтому это долго, это сложный процесс. Стоимость такого процесса ежемесячная – 100-150 тысяч рублей. Для нас он выгоден. Партнерская программа. Мы сделали еще одну программу для бизнесов, которые схожи с нами по тематике. То есть мы открыли программу и говорим всем, что мы платим 10% за тех, за клиентов, которые к нам привели. Таким образом, все веб-студии, там, компании по email-маркетингу или кто-то еще, кто передает нам лидов, мы им платим определенные деньги. Это открытая программа, где клиент видит, сколько мы платим нашим партнерам. Таким образом, мы получаем дополнительно где-то 5-7% клиентов ежемесячно. Работает программа эффективно, обслуживают эту программу у нас около трех человек, занимает много времени и тоже где-то 100-150 тысяч рублей ежемесячно это стоит. Плюс надо будет потратить время на программиста. Идем дальше. Ведение корпоративного блога. Я вам скажу честно, что это долгая, сложная и дорогая задача. Создание корпоративного блога и его поддержка нам обошлась очень дорого. Наверное, вся команда журналистов, которая у нас есть и которая ведет на Peak Journal, у нас есть, он раньше назывался Netpeak Blog, и мы постоянно, еженедельно выпускали 5-7 статей на тему онлайн-маркетинга. Сейчас это уже Netpeak Journal, и его поддержка нам обходится, наверное, более 300 тысяч рублей ежемесячно. Но в долгосрочной перспективе это дает очень хороший эффект. Плюс, если у вас бизнес, где не хватает страниц для SEO-продвижения, создание блога – это хороший вариант, который позволит вам все-таки использовать этот инструмент. Из минусов – это долго-дорого. Требуется высокий уровень качества контента и журналистов. Но, с другой стороны, это генерирует нам огромное количество SEO-трафика. Повышает лояльность к бренду и повышает лояльность к HR-бренду. Если у вас нет 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы обслуживать блог, не стоит его начинать, потому что это просто будет, скажем так, дополнительный блог с интересной информацией, в которой вы не будете знать, что делать. Рассылки. Рассылки очень хорошо работают. Если вы интернет-магазин еще не используете email-маркетинг, то вы уже теряете клиентов. Маркетинг с помощью рассылки отлично работает, если вы сами собрали базу подписчиков, если вы настроили триггерные рассылки по базе своих подписчиков, но и не работает, если это рассылка по чужим базам. Мы попробовали все три варианта, и первые два работают отлично. Кстати, лайфхаб. Как определить, что у вас email-маркетинг, если он даже есть, настроен плохо? Если у вас коэффициент конверсии, если вы интернет-магазин, и коэффициент конверсии с email-маркетинга ниже, чем с органического трафика, это SEO-трафик, значит, у вас что-то не так с email-маркетингом. Потому что он должен конвертить в 2-3 раза лучше, чем SEO-трафик. Идем дальше. Performance-маркетинг, SEO, контекстная реклама в социальной сети, Facebook, ВКонтакте, Instagram. Мы используем все, кроме Instagram. Instagram – это больше у нас по прокачке HR-бренда. Продажи нам пока не удается делать с помощью этого инструмента. Наверняка есть направление, где это работает неплохо. У нас не вышло. SEO-трафик must have. 90% всех клиентов, ну не 90%, 70% всех клиентов нам приходит именно с SEO. Поэтому если у вас достаточное количество страниц, и вы еще не делаете SEO, начинайте это сейчас, потому что первый результат вы получите только через год. Контекстная реклама работает при, скажем так, при правильной и хорошей настройке аккаунтов, как и Facebook, и ВКонтакте. Время заканчивается, надо торопиться. Так, я надеюсь, что меня просто там подключатся и перебьют, если вдруг уже время сильно закончится. Лидогенерация. LinkedIn Upwork в IT работает хорошо. Наверное, это только работает для IT, где можно продать услуги, удаленно свои услуги иностранным клиентам. Очень удобно и правильно через них строить продажи, если вы хотите меньше быть зависимым от, скажем так, российской валюты. Если валюта достаточно волатильна, то получать деньги с обворкой в LinkedIn можно в долларах, и это добавляет стабильность. Сейчас в IT-сфере, в принципе, среди множества клиентов, которые, агентств, которые как раз остались во время пандемии и продолжили работать с LinkedIn и Upwork, они меньше всего пострадали от карантина. Покупка готовых лидов у партнеров, которые мы делали, не работает. Да, Валерий, были правы. Осталась прямо минутка. Да, я так и знал. Очень жаль, что 20 минут на самом деле на эту тему не хватает. Но в любом случае, кому интересно, пишите мне в Facebook. Я не знаю, или кто-то скажет, вы будете высылать презентацию? Да, разумеется. Ну, часть выкладывать мы будем в общий доступ, а часть рассылать. Супер. Обращайтесь к коллеге или ко мне в Facebook. Я с радостью поделюсь какой-то информацией и быстренько перечислю. Другие способы привлечения клиентов. Здесь работает точно работа с тендерами. Я вам раскрою секрет. С тендерами работают намного проще, чем кажется. Вам нужен только юрист и человек, который будет отправлять информацию по тендерам. Телемаркетинг у нас не сработал. Проведение социальных опросов очень эффективно работает. Но это надо делать очень правильно. Участие в российских рейтингах тоже работает. Мы получаем постоянный поток клиентов с рейтингов. Как искать новых клиентов? Все просто. И я максимально за 30 секунд постараюсь рассказать. Есть такая программа, как Ghostry. На компьютере вы можете поставить этот плагин и с помощью, например, серфстата подобрать или вы уже знаете своих конкурентов. И два шага увидеть, какие трекеры или коды от разных систем рекламных у них стоят. Например, вы заходите на какой-то e-commerce, сайт MVideo, плацаете в хроме по ярлычку Ghostry, и он показывает вам, какие системы отслеживания стоят на сайте. Таким образом вы можете узнать, какие источники привлечения каналы трафика используют ваш конкурент. Лайфхак очень простой, но если вы пройдетесь по 3-5 конкурентам, вы соберете, наверное, 15-20 новых источников трафика, которые до этого не использовали или даже не знали. Я, честно говоря, часто встречаю таких, которых я не знал. Вот такой простой лайфхак, он работает. Ссылки на оба инструмента будут в презентации. Хорошо. Ну и последнее. Если вам нужна бесплатная помощь в сфере онлайн-маркетинга, вступайте в клуб Cluster, ClusterNetPic.ru, где мы бесплатно консультируем малый бизнес. Все, Олег, вам спасибо. Или надо что-то еще сделать, помыхать рукой? Да, можно ответить на вопросы. Хорошо, я готов. Я учитель, что вы международная компания, и мы все-таки про стратегию маркетинга. Что будет в следующем году? Как вы оцениваете следующий год? С какими настроями, с какими инструментами? С чем нужно выходить в новый год? Насколько нужно стратегию маркетинга подправить? Или можно использовать все то же самое, но просто учитывать, что все теперь в оффлайне сидят? Я сейчас вам расскажу, попытайтесь кратко. Смотрите, в данный момент я нахожусь сейчас на бороде управления компанией в Одессе, и нахожусь в отеле, просто ушел, где мы как раз и обсуждаем вопрос, что делать в следующем году. Есть источники трафика, которые не прострадали, и вы можете оттуда привлекать так же успешно клиентов. Первое – это тендеры. Кризис кризисом, а крупные компании, государственные компании продолжают проводить тендеры, тендеры, и количество этих тендеров не изменилось. Поэтому, если вы хотите новый поток, который не снизился по клиентам, это тендеры, принимайте участие. Если вы IT-бизнес, очень хороший вариант будет выйти на Upwork или LinkedIn и попробовать привлекать оттуда клиентов. Что будет? Мы сейчас готовим сами для своей компании. Мы готовим три плана. Скажем так, что будет, если пандемия закончится после первого квартала? Это финансовый план. Что будет, если пандемия закончится после второго квартала? И что будет, если пандемия закончится уже в январе? Мы готовим три плана и три разных прогноза. И на каждом этапе делаем упор на разные источники. Как я уже сказал, если пандемия будет продолжаться, мы больше будем делать упор на тендеры и на иностранные каналы. В опорке IT не так проседает, как ресторанного бизнеса, отельного бизнеса или авиабилетов. Поэтому чем дольше будет карантин, тем больше мы будем использовать стоявшийся эффективный источник, который не просели во время карантина. Что я рекомендую? Сесть, посмотреть, какие источники просели, какие не просели и перекинуть бюджеты на те, которые не просели и продолжают вам привлекать постоянный поток клиентов. Если вы их еще не используете, стоит пройтись по моей презентации и начать их использовать. Если по-простому, то можно сказать, что ничего не изменилось, но остался все тот же важный подход к персификации и к оценке своей эффективности. Очень важно быстро и четко понимать, какие клиенты откуда приходят и какие источники. То есть быстро видеть просадку источников и перебрасывать бюджет, быстро реагировать. Понятно. Валерий, спасибо. Если у участников будут еще вопросы, мы их вам тогда перешлем. Спасибо за выступление. Хорошо. Все, всем пока. Если что, ищите меня на Facebook. И мы передаем слово Тимофею Квачевым, компания Тринет Групп, с которой мы практически последние два года постоянно пересекались. В том или ином случае, то мы своих клиентов приводим на их конференции и мероприятия, то вот они участвуют у нас, то мы встречаем их в различных проектах, которые думали нужны самостоятельно. Ну, то есть вроде бы конкуренты, но и в то же время, я думаю, замечательные партнеры и не менее замечательный спикер, который расскажет про хорошую тему нового интернет-тренда для развития онлайн-бизнеса, инструменты и коммерса. Тимофей, вам слово. Зажигайте. Спасибо, Олег. Я правильно понимаю, что у меня окончание должно получиться в 14.06? Ну, плюс-минус, да. Отлично. Просто, чтобы понимать тайминг. Друзья, всем привет. Меня действительно зовут Тимофей. Надеюсь, меня слышно и экран видно. Олег, если не видно, то, пожалуйста, сообщи. Я пока исхожу из того, что все видно. Да, все в порядке. Буквально пару слов о том, почему то, что я буду рассказывать, действительно так. Ну, последние, наверное, лет 15 мы занимаемся развитием сайтов клиентов, развитием интернет-магазинов, онлайн-бизнесов. Себя позиционируем как интернет-агентство полного цикла. И все, что я буду рассказывать, это такой, знаете, работа над ошибками большинства клиентов, такой основной массы. То есть того, что есть у многих из тех, кто к нам обращается. Я вам такую дам сухую выжимку. Фишка всего моего спича в том, что я не буду вам рассказывать, что вы должны делать из серии. Ну, вам нужно сделать что-то очень хорошее. Я расскажу, как это сделать, почему это важно и какими способами вы это сделаете. И все это будет за 20 минут. Я уверен, что вы немножечко будете в таком стрессе, может быть, от интенсивности и скорости излагаемой информации. Но потом посмотрите с двойным замедлением, спокойно, дома, за чашечкой кофе. Итак, погнали. Мы поговорим о том, как отзывы влияют на прибыль, и вы узнаете много нового. Также мы узнаем, почему у вас просят скидки в интернете, и вообще, почему их не нужно давать, а что нужно давать. Ну, и еще несколько других интересных фишек. В конце обязательно я вам дам подарки, которые закрепят все, что вы прошли, помогут вам проверить ваших подрядчиков, или, может быть, помогут вам улучшить качество вообще вашего понимания в интернет-маркетинге. Ну, и мы начнем про первую тему, про которую я и сказал. Это как негативные отзывы влияют на прибыль. И тут очень важная история. Она действительно потрясающе важная. Внизу экрана мы с вами видим ссылочку в нижней левой части. Эта ссылочка, если вы ее скопируете, нажмете на нее, то вы сможете посмотреть исследование целиком. А я здесь прилагаю только основную часть. Итак, подобные исследования делали Google Тренды, подобные исследования делал анкетолог, и вот еще компания Вопли, то есть много разных компаний делала. Здесь такой усредненный срез зависимости внешнего рейтинга на внешних агрегаторах от прибыли компании. Итак, мы с вами наблюдаем, что по мере роста среднего рейтинга видим, как быстро начинает расти прибыль. И вот на 4,9 прибыль прям вообще очень сильно подрастает. Вы, наверное, спросите, какая это тематика, я скажу, что это среднее из того исследования, которое в нижнем левом углу. Весь прикол в том, что есть отдельные исследования по странам, городам и тематикам, но тренд везде одинаковый. То есть цифры разные, тренд одинаковый, поэтому здесь то, что вы должны уловить, то, что чем больше рейтинг, тем больше денежек получают компании в качестве прибыли. Но вы, наверное, скажете, Тимофей, ну какая-то, знаешь, такая непонятная у тебя графика. Возможно, просто компании очень круто работают, очень много зарабатывают денег, и поэтому еще и отзывы у них хорошие. И да, я с вами согласен, неоднозначные графики. Но если верить этой логике, что у них просто рейтинг выше, потому что они работают лучше, и поэтому и денег зарабатывают больше, то есть прибыль не связана с рейтингом, тогда вот посмотрите сюда. Компании, у которых в среднем рейтинг 5 звезд, то есть 0 негативных отзывов, вот какая у них прибыль. У них прибыль такая же, как и у тех, у кого очень мало положительных отзывов. И это реально, я считаю, бомба этого года. Это вот мало кто занимался такими глубокими исследованиями по тематике целиком, это реально бомба. Суть этой бомбы в том, что, ребят, не гонитесь за 5 звездами на внешних агрегаторах, добейтесь, пожалуйста, 4.9. И это я говорю, потому что и контекст, и SEO, и SMM, и Target упираются в то, что вы приводите трафик, человек смотрит на ваш проект, потом идет смотрит на внешние отзывы и ничего не покупает. А это среднеизвешенная прибыль в рамках предложенных цифр. Давайте еще немножечко окунемся в отзывы. Сколько же их должно быть? Вот то же самое исследование, только уже в количестве отзывов. И мы с вами видим интересную статистику. Меньше 5% негативных отзывов – все плохо, больше 20% негативных отзывов – все плохо. То есть вот если у вас 5-20% негативчика, это заходит на ура. Почему? Да потому что 3, 4, 5, 10 негативных отзывов делают настоящими все остальные положительные отзывы. А отсутствие негативных отзывов создает ощущение, что все положительные – это фейк, а значит у вас, скорее всего, все плохо, а если все плохо, я у вас не куплю. И вообще отзывы – это еще и ценность, но об этом позже. Теперь давайте поговорим об эффективных инструментах. Если бы я был, знаете, таким классическим инфобизнесменом, то на предыдущем кадре я бы вам посоветовал просто делать больше, дешевле и круче. Но я вам расскажу, как действительно добиться больших результатов от вашего интернет-проекта. Почему, в принципе, аудитория, которая приходит к вам на сайт, просит у вас скидки? Вообще о чем они думают? А вот они о чем думают. Когда они видят ваш товар, и объявленная цена, которую вы заявили, – это монетарная величина, это просто количество бумажек, которые нужно отдать. А вот ценность – это субъективное ощущение от того, насколько полезен ваш товар или услуга. И вот когда ваша цена сильно перевешивает относительно ценности, вам говорят – дай скидку, чтобы уравновесить цену с вашей ценностью. Ну и неопытные, конечно же, компании тут же дают скидки. Они перечеркивают свою цену на сайте, предлагают акции. Все лишь бы снизить цену, чтобы уравновесить ее с ценностью. Но есть и второй путь, и он значительно интересней. Нужно ценность сделать больше. И если вы сделаете ценность больше, то скидка не потребуется. Простой пример. Хлеб за 1000 рублей – это ультрадорого. Цена хлеба значительно выше, чем ценность. Теперь другой пример. Хлеба на планете не осталось. Последние две буханки. Все, ценность поднялась. Кстати, эта ценность называется усечение выбора, ограниченный выбор, либо лимитированность. Это одна из ценностей, когда у вас предложение очень маленькое в объеме, больше его нигде не взять, особенно если вы там единственный поставщик, то вы можете поднять цену, и все будет отлично. Кстати говоря, одной из ценностей еще является и сама вся цена. Есть ряд товаров, особенно лакшери товары. Чем выше цена, тем выше ценность, но мы сейчас не об этом. Давайте поговорим о том, как реально на вашем сайте прямо сейчас увеличить ценность. А это означает, напомню, что вы можете поднять цену и не потерять продажи. Первое – это логотип, сайт, офис, персонал, упаковка, внешне эмоциональная ценность. Если вы выглядите дорого, вы можете быть дорогим. Второе – нематериальные ценности. Если вы оперируете к семье, здоровью, статусу или самореализации, за это люди готовы заплатить. Товары, которые безопасны для детей, товары, которые поднимают вашу личную позицию в обществе. Гарантии. Тоже потрясающая история. Значит, снижение уровня возражений. Если вы говорите, вот не понравилось, вернем деньги. Как правило, снижают возражения на покупке. Следующий этап – это отзывы. И мы уже говорили об этом примере. Но тут еще интересная история. Два телевизора, один 20 тысяч стоит, другой 25. Ну или там 40 тысяч, другой 45. И у того по 5 отзывов. Ой, по 5 звезд. То есть все положительные. Но у того, который подороже, у него там 20 тысяч отзывов. А у того, который подешевле, только один отзыв. Очевидно, возьмете подороже. Специализация оператора. Тут все очень понятно. У вас узкая специализация. Например, вы ремонтируете конкретную марку, конкретный бренд. И зачастую скорее к вам пойдут. Пусть даже у вас дороже, чем к тому, кто делает все. Ощущение, что кто-то специализируется, знает лучше. Он более ценный. Он даст больше экспертизы. Кастомизация продукта. Тут вообще все очень просто. Представим себе, что я… Ну, не знаю, допустим, разрабатываю для вас дизайн. Я могу вам взять шаблонный дизайн за 5 тысяч рублей, навесить на ваш сайт. А могу произвести глубокое исследование маркетинга, сделать кастом джонни мэп. Могу исследовать ваших конкурентов, суть вашей услуги, ценности. Сделать для этого крутой дизайн. Взять за 500 тысяч, и вы еще скажете, что это дешево. Ситуативная ценность. Конечно же, 7 марта в 2 раза дешевле цвета, чем 8. Придумайте свою ситуативную ценность и поднимите цены. Материальная целесообразность. И зачастую, если ваш товар дороже в 2 раза, чем какой-то другой, но служит в 3 раза больше, то он, может быть, в 2 раза дороже, все равно его купят. Проста покупки тут все понятно. Чем проще, тем быстрее. Особое отношение, личный статус. То есть, если вы каким-то образом помогаете пользователю, ощутить себя круче, лучше и интересней от взаимодействия с вами, он готов за это ощущение доплатить еще раз. Исключительность тут все понятно. Ну и, конечно же, искусственные ограничения. Ну, например, если вы хотите полететь именно этим самолетом, осталось всего 3 билета, то вы готовы переплатить очень существенную сумму, потому что вам нужен именно этот самолет, а не другой. Или именно этот отель. Ну и любые другие искусственные ограничения повышают ценность, а значит, вы можете поднять цену. Итак, друзья, здесь было очень кратко, очень сжато рассказано о том, какие фишки на вашем сайте могут поднять ценность. Внедрите всего 2, а я вас уверяю, без проблем можно внедрить 4. Так вот, внедрите всего 2, и вы сможете свою цену оставить такой же, а может быть, даже ее и поднять, и не давать никаких скидок. Ну, а я буквально нас приготовил сказать, что в любом бизнесе, не меняя его бизнес-логики, можно внедрить 4 ценности, и это прям вообще будет прорыв на вашем сайте. Но кому интересно, в конце там материалы, которые расскажут, как такие штуки мутить, совершенно без проблем. А это пример того, как растет трафик вследствие того, что вы действительно правильно себя позиционируете, и самое главное, растут еще и продажи. Ну, а мы идем дальше. Раскрываем потенциал вашего проекта. Допустим, вы считаете, что ваш сайт неинтересен. Ну, вы-то, конечно, так не считаете, но это, на самом деле, скорее всего, так и есть. Для большинства людей малоинтересен контент, который мы им предлагаем, потому что, ну, вот им не хочется, неинтересно, никуда торопиться. Простой пример. Мы смотрим на фотографию, где наша друг или подруга в ресторане на белой футболке имеет кляксу кетчупа, и на этой же фотографии есть мы, но мы моргнули. И мы сначала увидим, что мы моргнули, и некрасиво получились на фотографии, и не заметим кетчупа на блузке у нашего друга или подруги. Почему? Потому что нам интересны мы сами, и только мы, и больше ничего. Поэтому отвечаю на вопрос, почему ваш сайт, скорее всего, не читают, и что сделать, чтобы вы начали читать. А ведь это основная задача. Сайт не читают, значит, с ним не взаимодействуют. Значит, ценности вы не донесли, значит, вы не можете продать. Итак, представим себе кейс. Я хозяин сайта. Я ремонтирую ноутбуки. И у меня своя курьерская служба. Вот прям такое преимущество на сайте. Круто, круто. У меня самый большой склад, комплектующий в городе. Круто, да офигенно. И, конечно же, у меня 10 лет на рынке этот бизнес, все клиенты довольны, куча отзывов. Наверное, это очень круто. И, наверное, я доволен своим сайтом, ведь он такой классный. Ведь я такой классный. Ведь вы должны просто быть в шоке и все купить. Но это я направленный текст. Это как бы я рассказываю вам о своих достижениях. Это, знаете, практически мой инстаграм, на который вы должны смотреть и радоваться за меня. Но мы уже выяснили, что вы не хотите радоваться за меня. Вы хотите смотреть на фотографию и смотреть на ней на себя, а не на вашего другу, у которого там кетчуп на футболке или, не дай бог, успешный бизнес. Есть прекрасная поговорка. Плохо не когда твоя корова умерла, а когда у соседа жива. И так следует этой парадигме. Что должно быть на вашем сайте? Ровно те же самые выгоды и преимущества, но в другой коннотации. Смотрите. Я вам бесплатно доставлю ваш товар. Ремонт вашего ноутбука за один час. Ну, потому что все комплектующие в наличии. И либо подчиню ваш ноутбук, либо верну новый. Ну, у меня 10 лет опыта. Получается, это вы направленный текст. Я рассказываю вам о ваших интересах, о ваших потребностях, о ваших заинтересованностях. И здесь это метафорический пример. Я говорю не только о буллетах, которые рассказывают о выгодах и преимуществах на сайте о взаимодействии с бизнесом. Я говорю про все, про тексты, про меню, про то, как вы предоставляете информацию. Ну, из 10 сайтов, 9 сайтов, которые я анализирую, содержат такие ошибки. Соответственно, их неинтересно читать тому человеку, который он не зашел. Но вот это инструменты, которые позволят вам автоматически где-то вручную проанализировать себя, конкурентов, ваш бизнес, понять, где у вас есть проблемы. И, конечно же, в конце еще закину вам видео, где вы сможете немного больше узнать о том, как поднять эффективность вашего бизнеса в интернете, как увеличить эффективность продвижения сайта, контекста и других каналов. Ну, а вот здесь кейс того, как мы, то, что я рассказал выше, изменили сайт и увеличили благодаря этому дополнительный органический трафик и существенно подняли конверсию заявки. Ну и последний, наверное, на сегодня кейс, на большее я сегодня не успею, остается всего 8 минут. Я расскажу, как связаны репутации продажи. Если вначале я вам рассказал о отзывах, как о прямой корреляции с прибылью, сейчас я покажу пример, где были идеальные условия, идеальное продвижение и очень плохой результат. Итак, мы проделали вполне себе классическую работу по продвижению проекта комплексную. Здесь вот мы видим месяца, видим работу, она связана с контентом, с внешним фактором, с факторами поведения пользователей, с сценариями, с их логикой, с конверсией, изобилием. Это вот такая полная обработка проекта в 4 месяца, чтобы добиться больших продаж. Но, кстати, отдельное видео про это тоже скину, кому интересно, как это делать, как свой проект развивать. Да, мы получили большой рост трафика за 4 месяца, прям существенный, причем он изначально был немаленьким. Но мы видим, вот здесь на графике начался спад. Причем он был серьезный, мощный, прям излом, и начали падать продажи. Начали анализировать и выяснили, что конкуренты запустили негатив. Прямо очень много заказного негатива лилось на проект. Что же делать? Что делать, когда заказали какую-то вот такую негативную акцию, ну, либо просто есть негатив про вас? Ну, вы можете встать на белую сторону. Белая сторона – это когда вы говорите спасибо за любой отзыв, и тем самым стимулируете новые отзывы. Когда вы даете подарки людям за то, что они вам оставляют отзывы. Когда вы отвечаете позитивом на позитив, а если негатив, то все равно отвечаете позитивом, ведь вы сильный бренд, вы не боитесь критики. И, конечно же, вы превентивно регистрируетесь во всех отзывиках, чтобы вовремя получать любую информацию о том, кто же про вас пишет какие-то нехорошие вещи. Но на самом деле это светлая сторона, и она абсолютно неэффективна для быстрой работы с заказным негативом. Добро пожаловать на темную сторону. Что вы должны делать? Во-первых, что такое негатив? Негатив – это негативный сниппет выдачи. Заходим на сайт, где негативный сниппет, находим негативный отзыв и обнаруживаем, что если накидать сверху положительных отзывов, то он идет на вторую страницу этого отзывика, и в сниппет уже входить не будет, и сразу же сайт с негативом станет сайтом с позитивом. Второй этап – есть, видимо, негатив. Негатив же он только в топ-10, поэтому вытесняйте его. Ну, например, у компании МТС, и они молодцы, у них целых три собственных сайта выдачи по запросу отзыва МТС, а значит, у них точно есть только тот негатив, который они разрешили. А еще, если вам и этого мало, то забейте топ отзывиками, на которых позитив про вас и очень мало негатива. То есть вытесните те сайты, которые являются негативными. Ну и в завершении – вишенка на торте. Мало кто знает, мало кто проверяет, а это самая страшная история. Есть такая вещь, как сниппет. Сниппет – это поисковая подсказка. Мы выбиваем название и видим какие-то подсказки. Так вот, по статистике, сниппеты с негативной поисковой подсказкой, с какой-то проблематикой являются очень кликабельными. Например, запрос «Опель Астра» – проблема с турбиной, просто запрос по статистике, он непопулярен. Но если человек набирает «Опель Астра» и видит подсказку «Проблема с турбиной», процентов 90 нажмет именно на эту подсказку. Ну, потому что мы любим подглядеть, посмотреть и узнать, в чем же проблема. Теперь есть условная ситуация. Ребята продают «Опель Астра». Они стоят на первом месте по запросу «Опель Астра». Хороший частотный запрос. Но почему-то трафика очень мало на их сайт, и вдруг упали продажи. Потому что кто-то постарался сделать такую классную поисковую подсказку. Вся аудитория, набирая «Опель Астра», тут же нажимает на поисковую подсказку. А там выдача уже заботливо подготовлена. И в этой поисковой выдаче уже все сайты, которые классно рассказывают о том, какие же страшные проблемы у «Опеля Астра» с турбиной. Каков результат? Аудитория перестала покупать «Опель Астра», начала покупать другие автомобили, а дилер даже знать не знает об этой проблеме. Ну, потому что он не проверил поисковую подсказку. А пока не проверишь, этого и не узнаешь. Поэтому, друзья, поисковые подсказки нужно контролировать. Ни в коем случае нельзя допускать таких проблем. Иначе весь ваш поисковый трафик, который вы с таким трудом добивались, либо трафик с контекста, будет просто утекать. Это еще хуже, чем большое количество негативных отзывов. Это прямо-таки, знаете, удар в поддых вашей репутации. Еще раз. Все способы темной стороны репутационного маркетинга. И кому интересно, в конце, конечно же, будет электронная книга. Ну, а вот здесь пример того, как мы добавили работу с имиджем. И еще несколько раз мы смогли увеличить лиды и трафик, как поисковый, так и остальные каналы трафика. Просто потому, что аудитория перестала наблюдать, видимо, негатив. Ну, и я, конечно же, подхожу к концу. Я хочу уложиться в тайминг, который мне выделили организаторы, за что им огромное спасибо за приглашение сюда. Я вам раздам те пряники, которые обещал. Итак, как получить пряники? И что вы получите? Вы получите электронную книгу «Восемь шагов в топ», два видеокурса и расширенную версию этой презентации, которая будет примерно на два часа лицезрения. Здесь же было только 20 минут. Будет огромный-огромный объем контента. Вы сможете самостоятельно все это изучить, проверить себя, проверить своих исполнителей, может быть, подрядчиков, либо научить штатных специалистов. В общем, самостоятельно заняться саморазвитием и как-то усилить эффект, который вы получили сегодня от моего короткого рассказа вам. Для этого вам потребуется сделать всего две простые вещи. Первое. Вы находите мой сегодняшний пост в Фейсбуке или ВКонтакте. Вот ссылочка, то есть это «Контакт Тимофей.Квачев» или «Фейсбук Тимофей.Квачев». И заходите туда. Чтобы вам было проще, вы можете фотографировать на своем телефоне QR-код. Левый идет сразу во ВКонтакт, правый идет в Фейсбук. То есть вы просто берете, переходите на мой сегодняшний пост про данное мероприятие и оставляете отзыв. На всякий случай он будет вот так. Вы просто оставляете отзыв. Тот, который вы считаете нужным, про сегодняшнее мероприятие. Далее это вторая задача. Отправляйте пустое письмо мне на ящик, и в ответ вам придет вся та радость, которую я пообещал. Это обязательно электронная книга, в обязательном порядке два видеокурса. Все это абсолютно бесплатно. Никаких дополнительных платежей, каких-то действий, ничего не нужно. Все будет вашим. И, конечно же, расширенная версия этой презентации. Кроме того, и это очень важно, сегодня для всех участников, кто выполнит вот это условие и дополнительно в своем комментарии напишет словосочетание «хочу консультацию», я дам часовую консультацию, в которую буду участвовать я и мои коллеги. Это специалисты в разных областях, в SMM, в таргете, в контексте, в поисковом продвижении, в юзабилите, в конверсии, в пользовательских факторах и в пользовательских сценариях. Мы специально для вас проанализируем ваш проект и в течение часа дадим консультацию, расскажем, что вам делать и как делать. Это будет исключительно персональная для вас консультация. Все ради того, чтобы наш бизнес жил, в нашем смысле не наш, а в нашей стране. Все ради того, чтобы мы могли развиваться. Эти меры поддержки бизнеса мы для себя вывели, как только начался коронавирус, и продолжаем помогать бизнесам бесплатно, рекомендовать и советовать, что же им делать самостоятельно. Итак, друзья, ваш отзыв, потом письмо мне на почту, вы получаете пряники, а всем тем, кто напишет «хочу» консультацию, либо в письме, либо в отзыве, дополнительно еще консультация. Ну и самое главное, ребят, ваша задача – оставить отзыв сегодня до 12 ночи. Ровно в 12.01 отзывы уже дальше не принимаются. Такое, знаете, искусственное ограничение для повышения ценности. Ну, кем бы я был, если бы не использовал сам собственные же советы. Так вот, для повышения ценности мы используем искусственное ограничение. Друзья, на этом я заканчиваю. Я передаю слово Олегу. Возможно, у Олега есть какие-то вопросы. И сейчас ровно 14.06. Спасибо. Тимофей, да вы просто как крестное, которое превращает отзывы в тыкву. Именно в этом и есть идея. Спасибо за выступление. Пока мне еще не передали, что есть какие-то дополнительные вопросы. У меня вопрос, который родился, можно сказать, из комментария вот в чате о том, что, возможно, есть другие причины, почему люди просят скидки, что многие просто привыкли просить их. Я согласен. Есть теория, которые называются призоловы, скидкоманы и так далее. Вот как их в данной стратегии учитывать? Они кто? Вот те, кто действительно хотят скидкой, мы стремимся дать им скидкой, замотивировать их на то, чтобы им дали отзыв. Или мы такой аудитории можем пренебречь? Отвечаю на ваш вопрос. Есть две аудитории. Есть люди, которые хотят скидку искренне, потому что считают, что вы переоценили свою услугу, и для них повышение ценности сработает как отмена скидки. Ну, простой пример. Например, такой вариант. Приходит ко мне клиент и говорит, Тимофей, вот 100 тысяч – это дорого. Ну, не знаю, на что-нибудь. Давай 90. Я говорю, а почему ты вот так хочешь? Ну, потому что… Дальше мы разговариваем разговор и выясняем, что он предполагает, что у него будет столько-то заказов, и поэтому для него должна быть такая-то цена. Я говорю, ну, а ты не учел вот этого, вот этого, вот этого, и заказов будет больше. И ты должен заработать там 800 тысяч. Он говорит, ну, да, в принципе, 100 тысяч нормально, если заработаю 800. То есть, ну, в данном случае это не ценность на сайте, а это коммуникация. Но смысл тот же. Я донес до него ценность услуги. А есть другой вариант, другой клиент. Такие клиенты прямо есть. Они приходят и говорят, Тимофей, ну, дай какую-нибудь скидочку. Вот буквально какую-нибудь. Ему даешь просто 1000 рублей от 100 тысяч. То есть, это, в принципе, ни о чем скидка. Ну, там, 1%. И он доволен. Его цель – получить скидку, чтобы почувствовать себя, ну, уваженным. То есть, он хочет, чтобы его уважили. Ему на самом деле не важна скидка и не важны эти деньги. Он хочет почувствовать особое отношение. На самом деле для него скидка – это еще одна ценность. Для него скидка – это, помните, ценность номер два – почувствовать особое отношение. И для него это скидка, что я к нему проявил уважение к его пожеланию. При этом, может быть, контракт на миллион, и я все равно могу ему дать вот эту самую тысячу рублей. И, как правило, для этой второй аудитории, которым нужна скидка просто как сам факт, что их уважили, с ними можно еще круче действовать. И можно не скидку давать, а предлагать подарки, которые для них будут цены, а для вас не очень затратны. Ну, например, у меня, допустим, такого нет, но представим себе, что вот у меня менеджер есть, и, допустим, у меня есть ограничение количества контактов с менеджером. Такого нет, у нас менеджеры общаются с клиентом столько, сколько ему нужно. Но представим себе, я бы ему сказал, слушай, давайте вместо скидки у тебя будет не четыре встречи с менеджером, опять в течение месяца, ну, условно. И он же чувствует, что как бы на 25% больше общения, да, спасибо. Так вот, очень часто таких вот людей, которым нужна скидка ради скидки, можно заменить подарком, который для вас не является потерей, а для него является фактом оказания такого особого расположения. А для тех, для кого скидка нужна только из-за того, что они не поверили в ценность вашего продукта, как раз вот то, что я рассказал, работает на 100%. Понятно. Хорошо, Тимофей, спасибо за выступление. Будем рады вновь увидеть на наших событиях. И мы начнем плавный переход к B2B вопросам, к работе в B2B маркетинге. И следующий спикер у нас выступит на тему нестандартного пиара. А точнее, нестандартный пиар, как обогнать всех в кризис. Никиту я знаю тоже очень уже давно, встречаюсь с ним на разных конференциях, слушаю его выступления в блогах, в вебинарах. Его цитируют на фейсбуке. И другие спикеры тоже. И мы передаем как раз ему слово. Никита. Друзья мои, всем привет. Надеюсь, слышно и видно. Как дела? Да, все отлично. Видно. Включаю свою... Отлично, друзья. Всем привет. Рад вас всех видеть. Включаю свою презентацию и начинаем с вами общаться. Так, презентация есть. Погнали. Друзья мои, всем привет. Всем доброго дня. В Москве 14 часов 11 минут у меня. У нас с вами ровно 20 минут. И сегодня мы с вами поговорим про нестандартный пиар и про управление репутацией в сети. Две мои самые любимые темы. Спасибо Тимофею за то, что разогрел публику передо мной. Обожаю его очень как спикера. Друзья мои, кто меня видит впервые? Меня зовут Прохоров Никита. Я соучитель нескольких компаний. Isidorin Lab – это компания номер один в России по управлению репутацией в сети по версии рейтинга Uber. И второе, чем я известен, это гонковская компания Reputation House. Это топ-5 мировых команд по управлению репутацией в сети. Занимается тем, что продвигает крупные азиатские бренды на европейские и американские. Поэтому мы работаем и в России, и не только в России. И у меня сегодня сверхцель – дать вам максимум полезности за 20 минут. Мои контакты на слайде, мои фотки на слайде. Буду рад, если будете писать, звонить, задавать вопросы. Для начала, друзья мои, я примерно так вижу жизнь особенно малого среднего бизнеса в России и всего e-commerce в том числе. Давайте серьезно. Мы с вами пытаемся оказывать идеальные услуги, делаем крутые продукты, крутые товары. Диджитал-агентства делают идеальные сайты, хорошая юзабилити. Но всегда найдется кто-то, кто напишет нам в комменты или на отзыве «Жулики и воры, ненавижу вас». И вообще там все плохо. И товары у вас плохие, и продукты плохие, и доставка плохая. И вот получается, что у нас с вами такое безудержное веселье. Как бы мы ни пытались с вами делать идеальные услуги, все равно всегда будет кто-то недолюбленный, недообслуженный, ну или конкуренты нам просто придут и нальют какой-то гадости. И согласитесь, это очень задевает всегда за живое, когда мы вроде бы старались-старались, хотели как лучше, а получилось как всегда. Что же нам с вами сделать для того, чтобы у людей было классное восприятие всего того, что мы с вами пытаемся создавать? Работа с репутацией. Очень советую заскриншотить вот этот слайдик, потому что это и есть вся соль того, что мы сейчас с вами будем рассматривать в течение отведенного нам с вами тайминга. Слева направо прям продвигаем. Мониторинг. Есть различные сервисы, которые позволяют нам в реальном времени найти, кто про нас пишет, что про нас пишет, откуда про нас пишут, сколько там лайков, сколько там комментариев, и вообще пишут ли про нас хоть кто-нибудь. А, друзья мои, хочу сразу сказать, что если вам кажется, что про вас нет негатива, то или бизнеса нет, или бизнес очень маленький, и просто пока что у нас нет этих клиентов, которые могли бы нам написать гадость. Если у вас есть клиенты, всегда будет какой-то клиентский негатив. Работа с негативом – это философский самый раздел работы с репутацией, потому что с негативом, во-первых, нужно работать, а во-вторых, негатив – это абсолютно нормально. Более того, если про вас, ваш интернет-магазин, ваше агентство или у вас лично есть негатив, друзья мои, я вас поздравляю, значит, хотя бы какой-то бизнес у вас есть, и вы нанесли кому-то непоправимое счастье, работая с ним, и справа слили человек, про вас что-то писать. В любом случае, значит, у вас есть клиенты, и есть какая-то выручка. Дальше распространение позитива. Ни для кого не секрет, что никому никогда не нужен позитив про бренд, кроме как собственнику этого самого бренда. Людям ведь очевидно, что можно написать какую-нибудь гадость про компанию, а вот то, что вообще-то можно было бы еще бизнес и похвалить для аудитории – это какая-то вообще неочевидная такая невероятная вещь. Поэтому нам с вами надо добиваться того, чтобы клиенты про нас писали позитив, и одновременно нам надо добиваться того, чтобы про нас появлялись хорошие новости. Сегодня все это с вами обсудим. И закончим мы с вами вот этими четырьмя буквами серым. Все, Черчен Репутацию Менеджмент – это управление репутацией в поисковой системе. Мы будем насыщать поисковую выдачу хорошими, позитивными сайтами. Что же для всего этого дела, друзья мои? Чтобы вас немного оживить и взбодрить, у меня есть две книги – «Бестселлер на зоне» и «Управление репутацией в сети». Уже четвертое переиздание, несколько десяток тысяч экземпляров. Книга номер один достанется кому-то, кто сделает сториз про наш сегодняшний эфир. Тяните меня на сторике, чтобы я знал, куда подарки отдавать. Книга номер два достанется просто случайно кому-то, кто добавится в друзья. Мои контакты у вас на слайде есть. На слайде у вас сейчас есть книга и код. Хоть не отдается, две книги отдается. И, кстати, забегая вперед, это про распространение позитива. Придумайте, что вы тоже можете подарить своим клиентам. Книга, которую вы издали, как раз, кстати, отличный вариант. Или электронная книга, пожалуйста. Я искренне верю в то, что самый быстрый способ продвинуть вообще любую товару или услугу – это продвигать личный бренд в главе этой компании. Вот если это ваш продукт, ваш товар, ваша услуга, вы как раз и должны быть этим самым личным брендом. Фронтменом, спикером, хедлайнером. По-разному можно этого человека называть как раз. Что нам надо делать? Вокруг этого человека нам надо создавать большое количество контента. Выступления, ведение социальных сетей, статьи в СМИ. Я знаю, что у многих тут возникает тут же такая реакция. СМИ, работа со СМИ, Никита, о чем ты говоришь? Там нужен огромный маркетинговый бюджет, на пирагент строится. Друзья мои, вообще ничего не надо. Есть большое количество агрегаторов запросов от СМИ, типа того же самого PressFeed.ru. Найдите ресурс. Это агрегатор запросов от СМИ на экспертные комментарии. Соберите вообще все запросы, которые вы только найдете там, которые вам подходят. И, пожалуйста, предложите им свои комментарии. Например, поотвечайте на все запросы про маркетинг. Ваша задача – получить хотя бы пару абзацев, минуту славы где-нибудь в Форпсе или в комментарии. Это уже будет индексироваться в Гугле и в Яндексе. И это уже можно вешать себе в профиль в Фейсбуке. Постоянный эксперт по интернет-маркетингу в Форпсе. Огонь. Так и упаковывать личные бренды. Видео и мероприятия, друзья мои. Я знаю, что у многих есть страх перед ведением YouTube-канала, потому что там же какие-то блогеры-миллионники, всякие трансформаторы, бигмани и прочие крутые чуваки. Куда нам с ним бодаться, друзья мои? А нам и не надо с ним бодаться. Ведь эти блогеры-миллионники, они же как раз не продвигают какие-то узконаправленные товары и услуги, например, вашего бренда. Они продвигают там различные интеграции рекламного себя на блогах. А вот, например, кто вам мешает сделать нормальный, крутой YouTube-канал по вашей тематике, даже по написанию книг, по онлайн-мероприятиям. Ведь наша задача не сделать миллионные охваты, а сделать две тысячи, например, целевых просмотров, целевой аудитории. И все это абсолютно реально и очень быстро можно сделать. Сейчас посмотрим как. В широком смысле то, что мы с вами делаем, когда делаем репутацию в сети, это создаем позитивный образ нашего продукта, нашего предприятия, наших товаров, наших услуг. И то, что хотят от наших клиентов, они хотят получения ответа на этот вопрос. А кто ж тут самый классный? Потому что они начинают гуглить про нас с вами отзывы, чтобы понять, стоит ли у нас дело заказа или нет. И нам надо доказать, что мы и есть та самая-самая классная компания номер один. Если организатор сейчас за нами не подсматривает, друзья мои, все те, кто меня сейчас видит, поднимите руку, заведите ее за спину, погладьте себя по голове и скажите себе, я самый классный предприниматель, я самый классный маркетолог. С любви к себе начинается хорошее продвижение. Так давайте еще и докажем это до аудитории о том, что мы с вами самые есть избранные в этом мире. Для начала сервис, что это такое? Searching Reputation Management, управление репутацией в поисковых системах. Мы сейчас с вами создадим огромное количество сайтов и статей про нас с вами и продвинем их в то поисковую выдачу, чтобы хотя бы визуально позитивные материалы про нашу компанию находились выше, чем неподконтрольные или негативные материалы. Пусть люди почитают что-нибудь доброе, светлое, вечное. В интернете так много негатива, согласитесь. Пусть люди добрые, чем почитают. У многих тут сейчас, наверное, возникнет возражение, а зачем мы кому-то доказывать, что мы самые хорошие? Ведь надо свои товары и услуги хорошо делать. У меня к вам плохая новость, друзья мои. В наше время в конкуренции побеждает не тот, кто лучше всех делает свою работу, а тот, кто хорошо делает свою работу и лучше всех это доносит до аудитории. Давай донесем это до аудитории. Для начала зайдите на домен регистратор и купите себе сайт вот такого формата. Название бренда, точка отзывы или название бренда-отзывы, название бренда-отзывы слитно. Мы сейчас с вами сделаем первый в жизни отзовик про самих себя, потому что по запросу названия бренда-отзывы процентов 80 того, что он попадет в первую тройку поисковой выдачи. В зависимости от того, как мы классно это дело будем продвигать. И, кстати, у кого нету личного сайта, купите себе еще домен под личный сайт, потому что надо продвигать не только корпоративный бренд, но и параллельно еще свой личный. У вас должен быть сайт компании, сайт проекта, сайт товара, сайт услуги. Сайт личный. Чем больше сайтов в мире, тем лучше. Если кто-то только-только начинает свои первые шаги в бизнесе и нету вообще бюджетов, а бывает куча бюджета просто, в принципе нулевые, открываем вот что-то из этих трех сервисов. TDL по генератору VIX. И делаем себе на конструкторе сайтов хотя бы для начала простейший лендоз. Хорошо составленный и оптимизирован лендинг имеет высокие шансы тоже попадать в топ-выдачу. Друзья мои, по версии Нильсона, порядка 70% людей доверяют информации именно на сайте компании. Я понимаю, что у многих есть такая тактика, что сайт – это прошлое, только группа ВКонтакте, только Инстаграмчик, только хардкор, мы будем в соцсетях двигаться. Соцсети – это замечательно, продолжайте их делать, но хотя бы простейший лендинг себе тоже сделаете. Как минимум, позанимайте поисковую выдачу своими островами контента. Окей, посоздавали мы стартовые площадки, сайты, соцсети, отзывики про себя. А теперь давайте поищем, а кто, что, где про нас с вами пишет. Тут нам помогут с вами так называемые системы мониторинга. Друзья мои, знаю, что говорю быстро, но в наше непростое время побеждает всегда тот, кто первее всех. Тем более тайминг несколько ограниченный. Соответственно, есть такая вещь, как система мониторинга. Внутри они выглядят примерно вот так. Мы с вами видим такие красивые, прикольные графики. Кто, кстати, сталкивался с Youscan, с Brand Analytics, с Equibus, с каким-то другим системам мониторинга, напишите в чатике плюсики, смайлики, чтобы я знал, что между нами есть абсолютные герои. Кто ни разу не сталкивался, не переживайте. Вот эти графики, они делаются за нас с вами автоматизированно. То есть система сама их за нас с вами делает. Смотрите, горизонтальная шкала – это даты, вертикальная шкала – это количество упоминаний. Вот все эти красные линии, красные – это люди про нас пишут негатив. Зеленые люди про нас с вами пишут позитив. Вот это, например, аналитика про аэропорт. По определению очень большой шумный бренд. Что прикольно, система мониторинга сама выхватывает. А, собственно, про что люди пишут, какая тематика людей волнует, нас хвалят или нас критикуют. И высший пилотаж, на который советую обратить внимание особенно малым бизнесам, стартаперам и безработным, кто хочет стать богатым, это то, что с помощью системы мониторинга можно собрать себе лиды потенциальных клиентов. Обратите внимание, вместо своего бренда, своих товаров, своих услуг, можно в наглую мониторить запросы аудитории из категории. Где купить, кто посоветует, подскажите, помогите, что выбрать, что заказать. В день порядка 10 тысяч людей в русскоязычном сегменте интернета пытаются что-либо купить или что-либо заказать. Вот сейчас на слайде скриншоты только некоторых примеров. Как раз это реальные люди, которые собираются в систему мониторинга. Тут ищут вообще все подряд. Кто где заказал пиццу, кто где покупал кухню, кто где заправили с дизельным топливом, сотового оператора, газонокосилку. Люди пытаются вообще купить все, что угодно. Есть такое умное слово, это интент-маркетинг. Вот то, что вы сейчас видите на слайде, это интент-маркетинг. Не надо пытаться гоняться за людьми, купи, 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 купи. Сами соберите их намерения, как раз маркетинг-намерения. И это уже даже не холодные продажи. Вот, друзья мои, кто тут репетиторы, грумеры, мастера красоты, и вот все те, кто и есть человек-бренд, человек-услуга, вот это для вас просто золотая жива. Собирайте этих людей, делайте им продажи. Что с ними можно сделать? Их можно в конце концов айдишки просто выгрузить под ноль и загрузить, например, в рекламный кабинет, ретаргет по них делать. Даже если не хотим с адричку, можно в рекламный кабинет загружать. Во-вторых, можно открыто предлагать личке или в комментариях свои товары-услуги. А можно просто выступать экспертом и консультировать их. Соответственно, что тут прикольного? Мой вам промокодик НикитыПиар. Никита, как мое имя? Пиар – это как то, что мы с вами обсуждаем. Ссылочка IQBus.pro. У вас QR-кодик есть. Это вам месяц использования системы мониторинга IQBus. Что поделал все то, что мы сейчас с вами посмотрели. Моё вам домашнее задание номер раз. Посмотрите упоминание вас лично, что про вас пишут. Домашнее задание номер два. Проверьте, что пишут про ваших конкурентов и порадуйтесь за то, сколько про них негатива. Можно писать всем авторам негатив про ваших конкурентов и делать им продажи, перетягивать в аудиторию своих конкурентов. А во-вторых, можете просто открыто поделать продажи, позаниматься либо генерацией через систему мониторинга. И вот это, я считаю, как раз одно из самых недооцененных направлений продаж, как раз именно продажи через систему мониторинга. А, кстати, так делают даже производители именно автомобилей. То есть даже автомобильные бренды сидят с темой торинга и партизанят таким образом. Хорошо, мы посмотрели, что пишут про нас, друзья мои. И, как я вам сказал в домашнем задании, рано или поздно вы обнаружите, что кто-то написал про нас с вами гадость. Неприятно, но это неизбежная часть просто маркетинга любого всегда и пиара. Ведь если у нас с вами есть негатив, значит у нас с вами есть клиенты. А когда у нас с вами есть клиенты, это вопрос времени, когда кого-то из них мы недолюбим, недобслужим, и он напишет про нас что-то плохое. В работе с негативом очень неприятно то, что это задевает за живое, заставляет нервничать. Поэтому в негативе есть всегда ровно одно основное правило, про которое забывают даже многие классные пиарщики, сммщики, маркетологи. Но, тем не менее, друзья мои, основная задача и основное правило, когда мы с вами начинаем работать с негативом, это вот это. Успокойтесь, не переживайте, не кидайтесь перед кем-то оправдываться, не кидайтесь кому-то что-то объяснять. Выдухнули, посмотрели, какие охваты, посмотрели, какая вовлеченность у негатива. Посмотрели негативом вообще настоящий человек, не настоящий. Может быть, это злобные ботяра про нас с вами распространяют негативные упоминания. С негативом нужно работать, но абсолютно с холодным разумом. В работе с негативом есть два основных пути. Номер раз нам могут писать негатив на наших площадках, номер два негатив может появляться на нейтральных площадках, которым, например, нам с вами не принадлежат. Поэтому пожелание номер один. Пройдитесь по всем отзывикам везде, зарегайте себе официальный аккаунт, чтобы вы могли людям отвечать, это раз. А, во-вторых, высший пилотаж на своем сайте. Создайте страничку с отзывами, слэш-ревьюс, слэш-отзывы. Во-первых, вы у вас можете запарковать часть клиентского негатива, потому что есть отдельный когорд людей, которые будут обещать писать гадость на сайте бренда в надежде на скорый ответ. И это правильно. А, во-вторых, когда вы разобрали клиентский негатив на своем же сайте, брать или отзывы, вы можете его аккуратненько скрыть, удалить. Это ваше поле битвы, ваше футбольное поле, что хотите с этим всем, то и делайте. В любом случае, я понимаю, почему часто про бренды копятся негативы, почему большинство брендов или боятся отвечать клиентам, или не знают, как это делать правильно, или вообще просто забивают. Потому что большинство брендов, маркетологов, пиарщиков пребывают стабильно и вот ровно в таком режиме. Лег 2, проснулся в 6, сейчас кофейку бахну и норм. Друзья мои, я понимаю, я зачастую сам такой. У меня три компании, одна из которых вообще международная, много часовых поясов, в компании всех порядка 200 сотрудников и работа 24 на 7. Но это не меняет всего того, что нам надо подстраиваться под нашу аудиторию и пытаться все-таки их любить и общаться с ними, отвечать им. Не забывайте вот это золотое правило, что каждый раз, когда вступаете в коммуникацию со своими пользователями, вы автоматически увеличиваете охват своего бренда. Поэтому идите к людям, общайтесь с людьми, отвечайте на сообщения, потому что чем больше вы будете общаться, тем больше у вас будет охвата. Любая коммуникация, любой чатик, любое общение в комментах это по сути пассивная реклама. Люди видят, что бренд существует и что он есть. И нестандартные различные приемы. Во-первых, вы можете со временем собрать, например, все свои посты в соцсетях и издать свою отраслевую книгу. Это плюс множество строчек в Гугле, в Яндексе, с Литреса, Озона и различных карточек, где они будут продаваться. И это все плюс к вашей экспертности. И вам никто не мешает записать свой онлайн-курс. Арендуете студию на два дня. А кто первый, например, записал онлайн-курс в своей особенной узкой отрасли, тот по определению классный отраслевой эксперт. И это тоже плюс огромный к вашей профессиональной карме. Никогда не бойтесь показывать людям то, что вы самые талантливые и то, что вы огромные суперские эксперты. Это путь к абсолютной победе. Чек-лист – домашнее задание, друзья мои. Чек-лист – как стать крутым. Снизу вверх. Делайте профили в максимальном количестве социальных сетей. Чем больше соцсетей, тем лучше. Хуже точно вы никогда не сделаете. Во-вторых, свои сайты. Официальные, неофициальные. Пишем книги, запишем статьи, записываем видео. И заявляемся на максимальное количество мероприятий онлайнов. Потому что чем больше мы оставим вокруг себя следов сети, тем больше будет людям очевидно, что мы с вами классный бренд и, как минимум, удивительные отраслевые эксперты. Напоминаю, что в течение ближайшего часа я дам одну книгу за сториз на сегодняшний онлайн-интагенте меня на сторике. И одна книга достанется просто случайно кому-то, кто добавится в друзья. Из 20 отведенных минут, которые мне давались из тайминга, я уложился ровно в 19. Поэтому, друзья, на этой позитивной ноте хочу вам сказать, что, во-первых, для меня была честь служить вам. Спасибо за то, что вы были со мной. А, во-вторых, мое вам большое очень пожелание. Когда вы наберете свой экспертный контент, прочитайте тоже вебинар. Потому что, кому с вами будем делиться знаниями с другими предпринимателями, мы делаем лучшую экономику всей нашей страны. И я искренне надеюсь, что вы встанете на этот благой путь вместе со мной. И большой еще лайфхак, который не могу не сказать. Открывайте сегодня все свои инстаграмы. И в свои инстаграмы делайте пост. Дорогие друзья, у меня есть к вам всем подарок. И люди, соответственно, должны ответить вам в комментариях, что они хотят подарок. Сделайте прям сегодня раздатку по теме своей отрасли. Например, то пять приемов поднять конверсию сайта. То пять приемов сделать идеальную доставку в своем магазине. То пять приемов по вступлению на онлайне. Делайте эту PDF-ку. Любой фрилансер вам ее за 500 рублей доведет до хорошего дизайна. И вот эту PDF-ку отдавайте к людям. Соберете кучу комментариев, кучу лайков. И заодно себя порадователись, что вы что-то подарили этому миру. Ну, фух, в 20 минут уложился. Вроде красавчик. Никита, действительно красавчик. Молодец. Коллеги, есть ли какие-то вопросы к Никите? В любом случае, друзья мои, даже если вопросов нету, главное просто пытайтесь и делать. Потому что я вам дал максимальное количество инструментов, которые можно использовать или вообще бесплатно, или при ограниченном бюджете. И максимальное количество своих контактов. На случай, когда он будет обратиться. Хорошо. Тогда, коллеги, готовьте вопросы. Позже с Никитой свяжитесь. Никит, еще раз спасибо. Да, пока-пока. И мы видим уже, Наталья Прыткова подключилась к нам. А мы продолжаем углубляться в вопросы B2B-маркетинга. Не кто-нибудь, а целая компания ЦИАН к нам пришла и будет рассказывать про B2B-маркетинг. Наталья, вам слово. Олег, большое спасибо. Вот, все, пошло, заработало. Прошу прощения. Олег, большое спасибо за представление, за приглашение и возможность выступить. Всем добрый день. Сейчас расшарю свой экран. Показывает, что с вашей стороны отключена демонстрация экрана участников. Нет, должно все работать. Сейчас проверим. Готово. Давайте. Встреча только что все работала. Отлично. Все видно. Спасибо. Прошу прощения еще раз за техническую заминку. Что ж, представлюсь. Меня зовут Наталья. Я работаю в компании ЦИАН. Отвечаю за маркетинг для B2B-сегмента. Сегодня поделюсь с вами кейсами, тем, что делали мы в период локдауна, в период самоизоляции. И какие выводы из этого сделали, какие решения принимали и чего нам все это стоило. Для тех, возможно, не очень хорошо про нас знают, немножко расскажу. ЦИАН – это крупнейший профессиональный технологичный сервис по недвижимости. На сегодняшний день у нас порядка 19 миллионов уникальных посетителей сайта. Это люди, которые ищут недвижимость купить, сдать, продать, снять, любые виды недвижимости. Порядка 2,5 миллионов объявлений у нас сейчас есть на сайте. И охватываем мы все регионы России. В том, с кем мы работаем, немножко про то, как работает ЦИАН. Мы работаем по модели маркетплейса. То есть, по сути, у нас есть две группы клиентов. B2B-сегмент – это те, кто размещают объявления. И C-сегмент аудитории – это те, кто объявления ищет. И одна из моделей маркетплейса – это заработок на одном из сегментов аудитории. Так вот мы зарабатываем на той аудитории, которая объявления размещает. То есть, как правило, это B2B-клиенты, это риэлторы, застройщики, агентства недвижимости крупные, маленькие, брокеры, управляющие компанией, занимающиеся коммерческой недвижимостью. И немножко собственники – те, кто размещает объявления сам, не прибегая к услугам посредников. Что это значит для классифайда, для маркетплейса, ситуация, которая сложилась в этом году? Это значит, что когда рынок останавливается, у нас тот сегмент, на котором мы зарабатываем, может перестать размещать объявления. Соответственно, мы попадаем в не очень хорошую ситуацию, так как на другом сегменте аудитории мы не зарабатываем. И, как любая классическая проблема кукурицы и яйца, если нет объявлений от людей, которые платят за их размещение, аудитория, которая ищет объявления, теряет интерес к площадке. Поэтому проигрываем здесь прежде всего мы в этой ситуации. Так что же происходило на рынке недвижимости в период локдауна, который наступил у нас примерно с конца марта? По сути, те люди, которые размещали объявления о недвижимости, просто перестали иметь возможность работать. Если говорить о риэлторах, как самый, по большому счету, незащищенный из наших сегментов клиентов в этот период сегмент, они не могли передвигаться, чтобы показывать объекты недвижимости. Закрылись инфоциальные, не могли проводить сделки. По сути, им просто запретили работать, не запретив этого официально. Они не могли передвигаться по городу. Многие люди, которые искали недвижимость, либо продавали, сдавали, из-за страха личных контактов не пускали людей на просмотры квартир. Многие люди, которые до введения режима самоизоляции хотели продать квартиру, в этой ситуации боялись остаться с наличными деньгами, потому что не понимали, куда их дальше деть. В общем, ситуация не очень приятная. Соответственно, не было практически ни звонков по объявлениям, ни поездок на показы квартир. Очень мало сделок стало происходить с момента, когда ввели возможность электронно проводить сделки или записываться в МФЦ, но люди были максимально осторожны. Квартир, соответственно, при предложении по недвижимости оставалось все меньше и меньше. Что происходит в этой ситуации? Логично, что аудитория, которая размещает объявления, у нее нет мотивации платить за размещение объявлений дальше, так как, в принципе, они не могут в этот период заработать. В общем, примерно так. Мы смотрели на все, что происходило на рынке недвижимости в этот период. И если вокруг очень много говорят о том, что IT-сервисы легче всего пережили это время, то это не так. Мы напрямую зависли от того, платят или не платят нам клиенты за размещение объявлений. Что мы для себя понимали? Несмотря на то, что в тот момент спрос действительно снижался, спрос, я имею в виду, количества людей, которые целенаправленно ищут объявления, звонят, договариваются о просмотрах и намерены выйти на сделку в ближайшее время. Количество предложений тоже не росло, где-то даже снижалось. Мы здесь очень четко понимали, что люди не перестали стремиться к изменению своих жилищных условий. Люди все так же съезжались и разъезжались. У них появлялись дети, они женились, выходили замуж, разводились. Все эти причины, по которым люди ищут недвижимость, они остались. Соответственно, люди все равно стремились к изменению своих жилищных условий. Чтобы убедиться или не убедиться в нашей гипотезе, мы, но это было уже в мае на самом деле, провели опрос среди нашей аудитории и спрашивали у них, насколько изменились их критерии покупки в период самоизоляции, и в течение какого они времени собираются приобретать недвижимость. Мы для себя поняли, на самом деле, что критерии покупки у людей практически не изменились. Единственное, что мы заметили, это что срок, в течение которого люди планировали купить недвижимость, немного увеличился, потому что они, как и мы все, не понимали, когда появится возможность выйти на сделку и фактически приобрести квартиру. Мы для себя эту аудиторию называем ласковыми читателями, то есть люди, которые не планируют покупку квартиры или аренду в ближайшее время, в диапазоне до трех месяцев, но совершенно точно намерены менять свои жилищные условия. Это тоже аудитория, которую мы ценим и с ней работаем, так как нам важно для них быть тоже площадкой первого выбора, там, где они смогут найти квартиру своей мечты. Что происходило, если посмотреть на цифры? Я здесь привела статистику по запросам купить квартиру и снять квартиру из Яндекса. Соответственно, вот все то, что на слайде сейчас видно справа в серой зоне, это то, чего мы тогда не знали. Мы понимали, что спрос падает. Находясь на стыке марта-апреля, мы понимали, что люди перестают искать активно и нужно было принимать решение, что делать дальше. Собственно говоря, для нас наступила череда важных и местами трудных решений. Какие это были решения? Мы решили для нашей аудитории базовое размещение нашей площадки сделать бесплатным. Это было действительно трудное решение, потому что от него напрямую зависела прибыль компании, а значит, возможность развивать бизнес, поддерживать команду, так как люди есть. Команду бизнес намерен был сохранить, о сокращениях никакой речи не шло. Людям нужно платить зарплату, их бонусную часть, если они достигают своих показателей. Поэтому решение было бесспорно трудным. Почему мы его приняли? Мы прекрасно понимали, что, думая долгосрочно, проще сейчас сделать шаг навстречу нашим клиентам, поддержать их возможность размещать объявления бесплатно. И мы намного больше получим в будущем, чем если сейчас мы будем продолжать сохранять платное размещение либо делать какие-то минимальные скидки. На продвижение объявлений, которые мы, конечно, не могли сделать бесплатно, мы сделали скидку. И предложили специальный оффер нашей аудитории на период после снятия ограничений. То есть в момент, когда мы вышли с этим оффером, наши пользователи могли приобрести пакет объявлений и инструментов продвижения за полцены, который бы начал свое действие после того, как снялись бы ограничения. То есть купив сейчас, они могли получить выгодную возможность размещения в будущем. При этом мы не ограничивали это конкретным сроком, конкретной датой, потому что мы сами не понимали, когда эти ограничения будут сняты. Что мы сделали еще? У нас, в принципе, циан известен среди профессиональной аудитории довольно строгими правилами модерации. Почему это важно для нас? Для нас важно сохранить качественную базу контента, потому что когда на площадке появляется много фейковых объявлений, когда на площадке появляются распространенные особи мошенничества, страдает прежде всего, естественно, площадка. Поэтому правила модерации у нас довольно строгие. Например, у нас нельзя было показывать, нельзя было размещать объявление, где физический объект показать нельзя. Нельзя было размещать объявление, если объект находится уже под авансом, или нужно было делать пометку, до какого числа внесен аванс. И нельзя было размещать объявление, если собственника, опять же, физически показать объект нельзя, потому что нет собственника. Все это, как правило, элементы таких фейковых, мошеннических схем, поэтому мы их изначально блокируем. Но логично, что в период самоизоляции нельзя было физически показать объект, срывались авансированные сделки, собственники пропадали, исчезали, уезжали на дачу на неопределенный срок и так далее. Поэтому на этот период мы делили облегченные правила модерации, тем самым тоже сделав шаг на встречу нашим клиентам, потому что для них, как и для нас, было важно собирать вот тот самый отложенный спрос, который пару слайдов назад было видно на спросах к Яндексу. Спрос был, и им важно было получать звонки, и возможность, так как люди продолжали смотреть, присматриваться к квартирам, им было важно, как и нам, чтобы люди могли видеть те объявления, которые есть на рынке. Это то, что касается бизнес-решений. И огромный плац, на самом деле, в этот период решений был связан с информационной поддержкой рынка. Что мы сделали? Мы, на самом деле, буквально за 3-4 дня запустили огромный проект, который назвали «Информационная поддержка». У нас на сайте есть журнал, где мы часто пишем новости рынка, интервью, аналитические материалы и так далее. И в основном всегда работали с С-сегментом аудитории, то есть с людьми, которые ищут недвижимость. Буквально за несколько дней мы запустили целую рубрику для профессионалов рынка, где делились с ними наши экспертизы, экспертизой других участников рынка, интервью, аналитические материалы наши, чужие. Все это мы развиваем до сих пор. Мы собирали просто невероятную информацию, узнавали о том, о чем раньше сами не знали, запускали, делали инфографики, чтобы людям было проще разобраться в сложных вопросах, в юридических вопросах, в вопросах электронных сервисов в процессе сделки, как это использовать, как работает квалифицированная электронная подпись, что это, потому что люди, очевидно, в том, что касается недвижимости, как это сделка на огромные суммы, люди всегда опасаются действовать без личного контакта. Мы им помогали разобраться в этой ситуации. И самое невероятное для нас, что мы делали, мы руками искали и собирали информацию о графиках работы МФЦ в разных регионах, так как много где они работали по предварительной записи. Мы собирали списки дежурных нотариусов, делали все это действительно руками, в таком, можно сказать, на коленке, и выкладывали эту информацию в журнал, запретили телеграм-канал, где начали размещать эти материалы. И мы заметили, что даже на старте мы только-только запустили телеграм-канал и не делали, не предпринимали никаких действий по активному привлечению аудитории. Там было что-то около 400-600 подписчиков, там через неделю-полторы после запуска. Вот эти материалы, инфографики об электронных инструментах, различные графики работ МФЦ, банков, нотариусов, они собирали в два, в три раза больше просмотров, чем другие материалы, которые мы делали, что, в общем-то, убеждало нас в том, что мы действуем в правильном направлении, и информацию найти сложно, и мы можем помочь сделать это, распространить эту информацию в рынок. Что мы сделали еще, на самом деле, прям со стартом локдауна? Мы запустили наше собственное мероприятие, запустили санконференцию, где делились тем, что знаем мы, приглашали экспертов делиться теми инсайтами, которые есть у них, теми рекомендациями, которые у них есть. И первая же наша конференция, мы ее подготовили к слову, я думаю, что Олег прекрасно понимает этот процесс, как человек, организующий мероприятие, где мы сегодня с вами общаемся. Мы сделали конференцию в онлайн-формате, и никогда раньше этого никто не делал из нашей команды. Мы сделали ее фактически за две с половиной недели. Собрали спикеров, продумали программу, организовали трансляцию и, собственно, провели ее. Наверное, основным фактором успеха было то, что мы старались собирать тех спикеров и тот контент, который важен был именно в тот момент. Не какие-то рекламные доклады, не продвижение каких-то услуг и сервисов, а то, что действительно поможет утолить аудиторию информационный голод, который был. Сейчас конференция стала уже самостоятельным брендом, проводится регулярно, и на самом деле прямо сейчас, прямо сегодня у нас проходит еще одна конференция в этот раз для застройщиков. Собрали мы почти пять тысяч просмотров вот этой одной конференции, которая прошла в апреле. Мы запустили семинары, где рассказывали аудитории как про наши продукты, так и про электронные сервисы. Силами нашей команды рассказывали о том, как оптимизировать рекламу в условиях, когда доход у нашей аудитории низкий, как зарабатывать за счет прокачки персонального бренда. Учили их анализировать эффективность лучше, чем это принято делать в мирное, скажем так, время. Учили автоматизации. Собрали более пяти тысяч участников вебинаров за этот период, и мы для себя это меряем показателями удовлетворенности. Аудитории показатели наши нас радуют, что тоже говорит нам о том, что мы двигались в правильном направлении, помогали аудитории разобраться в ситуации. Запустили аналитический продукт, продукт, который в реальном времени, страничка на сайте, которая в реальном времени обновляла данные о том, как меняется ситуация на рынке, прогнозы, делали это с помощью нашей команды аналитиков. Массив данных у нас был, безусловно, но как продукт мы это запустили очень быстро, понимая, что аудитория – это важно и нужно сейчас. Что еще важно? Нам показалось важным показать аудитории, что нас заботит не только их финансовое состояние, не только ситуация на рынке, но и то, что они чувствуют и как вообще живут в этот период. Мы запустили проект по… проводили опросы о том, как люди себя чувствуют, как у них менялся доход, делали это регулярно. на протяжении практически до конца июля, в начале августа мы проект закрыли за ненадобностью, соответственно, и смотрели, что меняется в нашей аудитории, показывали это другим нашим клиентам в рассылках, в новостях и так далее. Это было важно, потому что в этот период люди не знают, только у них дела идут не очень или на всем рынке, особенно это касается частных риелторов, которые не находятся в коллективе, в агентстве недвижимости, не имеют поддержки со стороны компаний. Вот мы им показывали о том, что ситуации на рынке меняются, ваши коллеги там сейчас, вот вчера себя чувствовали не очень эмоционально, и доход у них падал, а сейчас доход растет. Это было важно и здорово, аудитория, на самом деле, несколько сотен человек принимала участие в этих опросах, и аудитория реагировала на них очень позитивно. Ну и, собственно говоря, к чему все это, вот этот комплекс решений нас привел, вот несколько графиков, где видно, что в апреле, очевидно, как во многих отраслях, у нас проваливались показатели по аудитории, которые посещает наш сайт, и по такой метрике, как просмотр номера телефона, потому что, мы не знаем, позвонил клиент фактически по объявлению или не позвонил, но мы видим, что он раскрыл телефон, значит, имел мотивацию звонка. Вот по просмотрам номеров телефона в марте виден тот ажиотажный спрос, который был, когда стали закрывать другие страны, вводить карантин, и люди стали избавляться вот тех наличных средств, которые у них были, соответственно, на рынке недвижимости был огромный спрос, как и на автомобильном рынке, насколько мне известно. В апреле все показатели упали, и сейчас мы видим, что мы принимали правильные решения, потому что аудитория нашего сервиса растет, и спрос, люди все больше ищут недвижимость именно у нас. Во многом этому способствовало то, как именно те решения, которые мы принимали в отношении B-сегмента нашей аудитории, то есть тех людей, которые размещают объявления. Бесплатное размещение помогало им в этот период собирать сложный спрос, контакты потенциальных клиентов. Наши коммуникационные проекты очень здорово повлияли на лояльность аудитории к нам, потому что на рынке в тот период мы были единственными, кто делал такие вещи, как, например, собирал графики работы банков, отделений банков, и где можно было провести ипотечные сделки, и делился их сам. Мы понимаем, что это были правильные решения, и цифры нам это, к счастью, доказывают. В моменте, честно признаюсь, мы не считали практически ничего. Безусловно, мы следили за выручкой и количеством объявлений, которые у нас размещаются на сайте, потому что это понятно и важно для бизнеса показателей. Но если говорить о том, что мы в моменте считали, как каждое наше действие на что-то влияет, скорее нет. Это был такой марафон, где нам нужно было быстро пробежать дистанцию, принять множество решений, возможно, отчасти ошибочных, но важно было в тот момент, чтобы именно комплекс этих решений оказал то влияние, которое нам нужно было. В завершении, если говорить о том, что ждет нас дальше, на самом деле никто из нас не знает. Мы действительно сейчас можем делать какие-то прогнозы, можем ориентироваться на то, на те слухи, которые ходят, на то, что говорят аналитики, но по факту начало этого года показало нам, что никто из нас не знает, что может случиться завтра, введут новую самоизоляцию или нет. Поэтому, чему мы научились за этот период и что поможет нам быть спокойными, в том, что несмотря на то, что мы не знаем, что будет завтра, мы сможем выстоять и вырасти в основных для нас показателей бизнеса. это важны мысли долгосрочными целями, прежде всего, и не всегда важно думать о выгоде в текущий момент, хотя это сложно. Важно думать о том, что будет дальше, потому что аудитория останется с вами или уйдет, зависит именно от того, какое решение вы примете сейчас. Уметь принимать быстрые решения, даже сложные решения. Некоторые вещи мы запускали в период самоизоляции за несколько дней, а тяжелая продуктовая разработка, которая по плану должна была занимать от 6 до 12 месяцев, занимала у нас 1-1,5 месяца. И это было очень важно, потому что нельзя было упустить момент. Быть гибкими тоже очень важно, отбросить те задачи, те фокусы, которые были вчера, и максимально адаптироваться к ситуации на рынке. И беречь, конечно, самые ценные активы, в первую очередь для нас эти активы это наша команда и наши клиенты. Поэтому самое важное вот в такие сложные периоды это фокусироваться на том, чтобы сохранить именно эти ценные для компании активы. У меня все. Берегите себя. Готовы ответить на ваши вопросы. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Если вопросы еще столько в режиме создания, то можно будет с Натальей связаться чуть позже. Надеюсь, Наталья уже сменила гнев на милость по отношению к Яндекс.Доставке. И вам не доставится вместе с ними. Ну, а подробности можно будет почитать у нее в аккаунте в Facebook. Наталья, спасибо за выступление. Было интересно. Мы передаем слово сразу двум спикерам. То есть у нас будет сейчас парное выступление. Это Артем Кузнецов из компании YouExpert и Любовь Филатова, операционный менеджер компании Novakit. Они представят свой кейс успешного сотрудничества в данном случае в сфере YouEx. Пока вопросов дизайна мы еще не касались, поэтому думаем, что в плане задач построения маркетинга, построения стратегии маркетинга, вопросы дизайна и YouEx в отношении ваших сайтов, ваших сервисов, это будет весьма полезно. Коллеги, Артем, вижу вас. Спасибо, Олег. Запускаете свою презентацию. Да-да-да, сейчас запускаем. Слышно, да, все нормально? Да, все слышно. Можно чуточку погромче только. Так, хорошо. Сейчас поближе к микрофону сяду. Отлично. Так, нас видно. Вот тоже вас видим. Welcome. Стартуйте. Сейчас включим презентацию. Приветствуем вас, друзья. Очень рады вас видеть. Ну, мы вас не видим, вы нас видите. Да, сейчас мы поговорим с вами о сфере YouEx. Так, сейчас мы попробуем запустить нашу презентацию. Так. Ага. И мы ее сейчас стартанем. Так, надеюсь, все сейчас должно появиться. Вот эту штучку мы отсюда уберем. Так, ну что ж, теперь на экране должна быть презентация. Приветствуем еще раз. Мы сегодня поговорим о кейсе успешного сотрудничества в сфере YouEx. Так. Ага. Все работает. Да, и попрошу какой-то сигнальчик дать, что на экране наша презентация, нас видно и слышно. Потому что мы тут что-то включали, передвигали. Хотелось бы, чтобы все было видно и слышно. Олег, можете сказать? Все, слышно, все видно. Да, все. Спасибо большое. Да, все, тогда стартуем. Итак, мы сегодня поговорим о том, что такое YouEx и как оно помогает повышать продажи. О проблемах сайта, которые помогают решить грамотное проектирование. Что значит успешный сайт в современном мире. Вообще критерии успеха сайта, да. Как создаются успешные сайты, о процессе проектирования успешных сайтов. И расскажем о кейсе улучшения сервиса онлайн-обучения детей английскому языку, который называется NovaKit. Начнем мы со знакомства с вами. Значит, сегодня с нами Любовь Филатова. Она операционный менеджер компании NovaKit. Она занимается проведением анализа бизнес-процессов с целью их оптимизации и автоматизации. Также она специализируется на разработке системы показателей бизнес-процессов для оценки их результативности и эффективности. Ну и также с нами сегодня Артем Кузнецов, основатель и директор компании YouExpert, с которыми NovaKit сотрудничал для проведения юзабилити-тестирования и разработки дизайна. Да, совершенно верно. Итак, мы начнем сразу с того, что же такое это волшебное слово UX, зачем оно нужно и какую пользу оно может принести для продаж. Вообще UX – это юзер экспириенс, то есть опыт пользователя. И мы поговорим сегодня о том, что опыт пользователя можно проектировать. Это такое вот необычное сочетание слов проектирования опыта пользователя. Но, тем не менее, это работает, работает очень эффективно. И сегодня мы как раз расскажем, как это работает. Конверсия сайта при равной цене товара зависит от опыта использования этого сайта. Это как раз и есть область юзер экспириенс, с опыта пользователя. Лояльность клиентов зависит от ощущения заботы об их интересах, а не по интересах клиентов. Это тоже область UX. И поэтому позитивный опыт использования сайта плюс ощущение заботы об интересах клиента – это есть повторные покупки и сарафанное радио. То есть то, чего хотят все, чтобы заработало сарафанное радио. И здесь есть ряд проблем, которые помогают решить грамотное проектирование с учетом требований UX. Это и низкая конверсия, и когда много брошенных корзин, мало повторных обращений, не рекомендуют своим друзьям и знакомым, то есть как раз таки не работает сарафанное радио. Неэффективные траты бюджета, низкий уровень продаж в онлайне, много трат на интернет-продвижение, результат, как говорится, эффекта мало. Часто приходится переделывать страницы, много негативных отзывов о сайте, много обращений в службу поддержки, называют сайт устаревшим, называют сайт неудобным, или там ссылаются на то, что у конкурентов как-то сделано все проще, понятнее и удобнее. Часто бывает так, что в группе, которая создает сайт, есть следующие роли. Это есть владелец, есть маркетолог, есть некий человек, отвечающий за SEO, и есть еще кто-то. Ну и такие команды, так сказать, очень часто, когда принимают решение относительно того, как же, собственно говоря, должен выглядеть сайт, как должно выглядеть взаимодействие с клиентами, принимают решение, исходя из представлений своих, то есть думая о том, как мы бы сделали хорошо. Когда я работал в Яндексе, я был руководителем группы проектирования пользовательских интерфейсов, у нас были такие футболки, где было написано, я не пользователь, и это неспроста, потому что, когда мы принимаем решение за пользователей, у нас все-таки немножко другие представления о том, какие цели у нас, какие у нас пожелания, о потребностях и так далее. То есть это немножко другое, это не то, что хотят реально действительно пользоваться, о том, о чем они думают. Вот задайте себе вопрос, когда вы в последний раз радовались сайту, приходите на сайт, там все хорошо, удобно, понятно, и есть замечательная книга Стива Круга, которая называется «Не заставляйте меня думать». Я рекомендую ее почитать тому, кому эта тема интересна. В ней очень подробно рассказывается о том, как пользователи, как клиенты взаимодействуют с сайтом, как они на него смотрят, как они принимают решения, те или иные. Это очень полезная книга для тех, кто еще не в теме и стартует, прям замечательная для старта. Да, стандартные решения рождают стандартные ошибки. То есть, когда люди копируют просто, берут, посмотрят какой-то сайт, он нам понравился, копируют оттуда эти решения. На самом деле, в этих решениях, возможно, были какие-то ошибки допущены, которые, на первый взгляд, незаметны невооруженным глазом, но для вашей целевой аудитории и для вашей ситуации это может не подходить. Ваш сайт, как я говорю всегда, когда провожу тренинги, различные консультации, должен вести себя как лучший сотрудник вашей компании, который общается с клиентами. Если он так себя не ведет, увольте его, потому что он, ну как вы сами понимаете, отпугивает клиентов, отпугивает целевую аудиторию, мешает вашим продажам. Вот такой вот, как на картинке Супермен. Юзабилити – это простота и удобство использования, эффективность сайта для бизнеса и для клиентов. И нам необходим еще один персонаж. Вот сейчас посмотрим на тех, которые были, и у нас появляется еще один персонаж, юзабилист. Это как раз-таки человек, который отвечает за интересы пользователей, за интересы клиентов. Его еще иногда называют адвокат пользователя. Вот без этого человека, к сожалению, полный процесс создания, оптимизации, развития сайта будет неэффективным. Я предлагаю рассмотреть следующее определение успешного сайта. Успешный сайт не только востребован на рынке и при этом не только выполняет свое функциональное назначение, то есть то, для чего он создавался, но и доставляет пользователю удовольствие в такой степени, что его начинают рекомендовать своим друзьям и знакомым. То есть включается сарафанное радио, то, чего как раз-таки мы и хотим добиться. Как же этого добиться? Успешные сайты создаются на стыке трех больших сфер, трех важных сфер. Первое – это бизнес, конечно же. Должна быть рабочая, хорошая бизнес-идея. Сайт или то, что он предлагает, должно быть нужно людям. Это понятно. Второе – технологии. Должны использоваться соответствующие технологии, соответствующие этому сайту, целям и задачам этого бизнеса. И третье – это пользователи, о чем порой забывают. Очень часто перекладывают на плечи маркетологов все абсолютно вопросы и заботы, связанные с ответственностью за пользователей. Но это не совсем верно, потому что маркетинг не должен решать вопросы эффективности взаимодействия клиентов с сайтом. Это особая сфера, которой как раз-таки занимаются юзабилити-специалисты, юзабилити-исследователи, проектировщики интерфейсов и так далее. Итак, ответственность в каждой из этих областей должны нести разные люди. Их интересы будут конфликтовать. Это я на себе проходил. Но именно в этом взаимодействии и нахождении баланса рождается успешный сайт. Я могу подтвердить, что именно такую схему использовали специалисты с мировым именем. Я ездил в свое время учиться в Соединенные Штаты Америки как раз-таки по сфере юзабилити. И общался с Аланом Купером, одним из основателей из таких фундаментальных представителей сферы юзабилити в мире, основатель Купер-компании Купер Инк. И, соответственно, они именно этот подход всегда рекомендовали для своих клиентов, которых они консультировали, что именно вот этот баланс помогает достигать целей. Как же создаются успешные сайты? У нас есть некий процесс. Я вам сейчас быстренько, кратко его расскажу. Полный процесс. Я на эту тему читаю тренинги. Это действительно очень интересно. Это много информации. Но мы просто рассмотрим основные вещи, чтобы вы понимали, как это все происходит. Итак, начинается все, здесь даже вот еще на один шаг назад, начинается все с оценки, с экспертной оценки, с юзабилити тестирования, насколько все хорошо сейчас с вашим сайтом. Дальше идет исследование, интервью бизнеса и пользовательское исследование. То есть необходимо получить информацию из первых рук. Собственно говоря, а какими характеристиками обладают клиенты? Какие у них ожидания от взаимодействия с вашим сайтом? Какие у них цели? Какие у них задачи? Что бы они хотели? Как бы они хотели решить свои задачи? Вот это все необходимо выяснить и выяснить из первых рук, из интервью именно с клиентами. Дальше следует разработка концепции. Здесь у нас две важных вещи. Это синтез персонажей. То есть мы описываем целевую аудиторию, кластеры целевой аудитории в виде персонажей. И разработка сценариев. То есть сценарий описывает достижение целей этими клиентами с одной стороны, а бизнес достигает своих целей с другой стороны. То есть получается баланс интересов. Разработка макета идет уже после этого. Очень часто бывает так, что приходят заказчики и говорят, нам нужен макет чего-либо, интернет-магазин, нарисуйте. И вот если этих предыдущих шагов нет, каким будет этот макет? Какие будут выводы сделаны из той информации, которую передаст заказчик, если эти исследования пользовательские не проводились? То часто бывает совершаются различные ошибки. И дальше уже идет разработка детального дизайна. Это очень так грубо. Еще есть отдельный раздел, это пользовательские исследования, во время которых также проводятся различные методы. Как я уже говорил, это экспертная оценка, это юзабилити-экспертиза, это карточная сортировка, это АБ-тесты, это коридорные всякие наблюдения и так далее, и так далее, полевые наблюдения. То есть очень много всего делается на самом деле. И сегодня мы с вами поговорим о кейсе, который конкретный пример. Мы сотрудничаем уже более года с компанией NovaKit. у нас есть чем поделиться. Сейчас о самой компании расскажет вот как раз Любовь. Передаю слово. Да, здравствуйте. Еще раз для тех, кто не знает, я расскажу пару слов о нас. NovaKit мы онлайн-школа английского языка для детей с 4 до 12 лет. Наши клиенты – это родители, их дети, родители заинтересованные в развитии своих детей и предъявляющие, естественно, большие высокие требования к этому обучению. На рынке мы с 2017 года. На данный момент у нас около 30 тысяч пользователей в 40 различных странах мира. Вот. Нашей особенностью является, во-первых, использование собственной платформы. То есть мы не ведем занятия там по скайпу и так далее. Да, у нас есть собственная платформа, собственный личный кабинет родителя. Вот. И мы используем технологию полного языкового погружения, занятия с носителем языка и игровая индивидуальная программа для ученика. Вообще, надо сказать, что онлайн-услуги сейчас они на пике. И особенно в 2020 год он стал таким немножко переломным, потому что в период пандемии, естественно, все внимание было из оффлайна переключено в онлайн. И, естественно, конкуренция очень сильно возросла. Но и поток клиентов, естественно, он возрос. И для нас было очень важно, чтобы у нас две составляющие работали одинаково хорошо. Естественно, это техническая составляющая, но также не менее важно для нас был понятный и удобный пользовательский интерфейс. Ну, мы, естественно, собираем всегда фидбэки от наших юзеров. Мы также собираем фидбэки от наших коллег, чьи дети занимаются у нас. Но мы поняли в какой-то момент, что нам необходимо провести комплексное изобилие тестирования. И, собственно, мы выбрали... Я бы сказала, что это было очень удачное сотрудничество. И немножко подробнее сейчас, наверное, о том расскажет. Да. Я сейчас расскажу о том, что у нас было, что мы делали. Итак, началось все у нас с юзабилити экспертизы. Это очень часто именно с юзабилити экспертизы процесс и начинается. Когда компания обращается, чтобы узнать, как у нас дела, все ли у нас хорошо. Если есть проблемы, то какие? Можно ли это решить какими-то небольшими исправлениями? Либо нужно что-то серьезно переделывать? Обычная юзабилити экспертиза проводится экспертом без привлечения целевой аудитории. Позволяет выявить субъективные показатели, такие как количество ошибок во время выполнения задач, время, необходимое на выполнение задач, достижимость основных целей и другие. Значит, качество экспертизы, конечно же, зависит от уровня знаний эксперта, как в сфере юзабилити, так и в рассматриваемой предметной области. Занимает от одной недели. Есть тут подробное описание. И вот конкретно, значит, для компании Novakit мы провели юзабилити экспертизу, выявили проблемные места на сайте и в мобильном приложении и исправили самые серьезные проблемы. То есть дали рекомендации подробные о том, как исправить эти проблемные места. Наметили план развития продукта на год. Это была такая отправная точка, где-то год назад мы с этого начали. Также мы проводили юзабилити тестирование. Вообще тестирование позволяет нам, оно уже проводится с привлечением реальных клиентов. Реальным клиентам даются задачи, они их выполняют. Мы смотрим, насколько эффективно они справляются с задачами. Все ли им понятно, где у них возникают какие-либо проблемы, какая скорость выполнения заданий и так далее. То есть различные метрики меряются. Значит, зависит от качества подобранных респондентов. Качество тестирования требуется примерно 6-8 респондентов на каждый кластер целевой аудитории. Ну и да, требуется видеозапись всех действий респондента, чтобы потом была возможность подробно проанализировать всю эту информацию. Занимает где-то от двух недель. Мы провели юзабилити тестирование сайта и личного кабинета клиента. Проверили эффективность выполнения всех основных задач пользователей на самих клиентах. Выявили места, которые необходимо оптимизировать и разработали также план улучшения продукта, который вот даже сейчас, в данный момент, как раз происходит реализация этого плана. То есть идут изменения постепенно, плавно, тех вещей, которые мы обнаружили. Также мы разработали макеты дизайн. Мы разработали концептуальный и детальный макет десктопа мобильной версии сайта. Мы разработали концептуальный и детальный макет десктопа мобильной версии бесплатного языкового теста. Это как раз такие два важных таких элемента, на которые, собственно говоря, люди обращают внимание. То есть они приходят на сайт или они приходят по рекламе сразу на бесплатный языковой тест для того, чтобы попробовать, понять, подходит им, не подходит. И, собственно, от этих вот вещей зависит их впечатление, да, и зависит принятие решения, остаться здесь, совершить покупку, перейти в клиенты или нет. Поэтому это очень такой критичный для бизнеса момент, который должен хорошо работать. Все должно быть просто и понятно. В результате у нас получился эффективный для бизнеса и удобный для клиента интерфейс. Собственно, немножко о результатах нашего сотрудничества. Передаю слово Любови. Да, я немножечко расскажу о цифрах, потому что цифры — это сила, нам нужна конкретика. Да, из конкретики за последний год в шесть раз увеличилось количество активных клиентов в 40 странах мира. То есть на декабрь 2019 года у нас было порядка 4000 активных пользователей, сейчас у нас порядка 30 тысяч, ну там плюс-минус, активных пользователей. Это огромный рост за год. Конечно, мы не можем говорить, что это заслуга только изобилие тестирования. Конечно, и пандемия сыграла в этом свою роль. Но, как я уже говорила, так как конкуренция была большая, то можно с уверенностью говорить, что изменения в интерфейсе и то, о чем говорил Артем, также положительно повлияло на привлечение клиентов к нам на лакит. Также у нас на 7% увеличились записи на пробные занятия. Это тоже хороший показатель. И плюс у нас, мы, если сравнивать с декабрем 2019 года, мы всегда считаем уровень удовлетворенности клиентов. Вот мы за этот год его держим на уровне, несмотря на то, что у нас аудитория увеличилась в шесть раз, у нас уровень удовлетворенности клиентов остается на уровне 92-93%. Это достаточно высоко, если учесть, что у нас много стран, у каждой страны свой менталитет, естественно, да, с ростом аудитории возможен большее количество негатива. Но мы держимся на уровне. Плюс у нас на 13% отличная цифра, увеличилась конверсия из посетителей к покупке. Также еще я хочу сказать, что мы проводим постоянный опрос наших пользователей на предмет того, насколько что-то им удобно, неудобно, нравится, не нравится. Также мы проводим расшифровки всех обращений пользователей и составляем некую рубрикацию входящих кейсов, чтобы понять основные боли наших клиентов, понять, на что должен быть направлен фокус, на какие конкретные улучшения, с чего надо начать. И за последний год у нас увеличилась самостоятельность клиентов в нашем личном кабинете. То есть все базовые операции, которые клиент может сделать сам, а именно назначение уроков, ну, весь менеджмент связан с уроками, там перенос, назначение, там отмены, неважно, все, что связано вообще с биллингом, то есть с покупками, все, что связано с уроками, с домашними заданиями, то есть все это клиент может делать самостоятельно. У нас гораздо сильно повысился процент таких клиентов, что в конечном итоге нам и важно, потому что интерфейс стал более понятным, более комфортным для клиента. У них уменьшилось время на поиск каких-то, ну, на выполнение каких-то базовых операций, вот, и они меньше стали обращаться в клиентскую службу за помощью, что, естественно, здорово отразилось на нагрузке нашего клиентского сервиса, ну, в хорошую сторону, вот. И это один из, как бы, цифр, это все хорошо, но то, что клиенты действительно могут сделать что-то сами, то, что они довольны, и мы, естественно, тоже проводим НПС-опросы, и у нас очень хороший показатель НПС, то есть наши клиенты к нам лояльны, и они готовы порекомендовать нас своим друзьям, своим близким, своим коллегам, это замечательный результат. И мы не останавливаемся на достигнутом. Помимо, ну, внешних инструментариев внешней платформы, у нас также есть внутренние инструментарии, и мы на данный, на сегодняшний день планируем провести еще ютабилити-тестирование наших внутренних инструментариев, чтобы облегчить работу нашего саппорта, и планируем это сделать тоже в сотрудничестве с UX-перт. Так что это кейс успешного сотрудничества, я считаю. Любовь еще вот по организационным вопросам обычно бывает, да, вот как взаимодействие с внешним подрядчиком строится, бывает, вот нас тоже об этом спрашивают, ну, насколько это просто, непросто, да, какие-то проблемы возникают. Знаете, бывают случаи из жизни, внешний подрядчик берется что-то делать, потом затягивает сроки, куда-то пропадает, или что-то не так делает, медленно отвечает и так далее, и так далее. Вот про это тоже пару слов можете сказать? Ну, надо сказать, что в 2020 году мы все оказались в ситуации, назовем, удаленки, да, и перехода из оффлайна в онлайн. Надо сказать, что у нас не было никогда никаких проблем, то есть всегда все митинги назначались, никогда не было никаких задержек с результатами, с отчетами, то есть всегда все были на связи. То есть мне кажется, это вопрос, ну, просто грамотной организации процесса, которую мы выстроили, и, в общем-то, проблем у нас не было. Спасибо. Да, ну что ж, друзья, мы, собственно говоря, практически закончили, еще пару слов хочется сказать. Значит, если, с чего начать, собственно говоря, да, то есть если у вас еще нет сайта, то, и вы хотите его создать, то начните с маркетингового и пользовательского исследования, то есть соберите информацию о вашей целевой аудитории и проверьте ваши гипотезы относительно того, чего хотят пользователи, как им было бы удобно решать свои задачи. Если же у вас уже есть сайт, и вы хотите его улучшить, то мы рекомендуем начать с проверки, насколько эффективно работает этот сайт. Проведите юзабилити-экспертизу или юзабилити-тестирование, которые как раз-таки и покажут, есть ли у вас проблемы, какие проблемы, насколько они глубокие, да, и что нужно сделать для того, чтобы их решить. Собственно говоря, вот с такими запросами чаще всего и обращаются многие потом клиенты наши, да, которые становятся нашими клиентами, потому что это ставит диагноз, да, и, собственно говоря, показывает текущую картину. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Если они есть, задавайте. У нас еще есть для вас подарки. Я выступал еще на нескольких конференциях, рассказывал полезную информацию различную, и вы можете вот этот QR-код сфотографировать и получить эти подарки. Да, Олег, спасибо за предоставленную возможность и готовы ответить на вопросы. Артем, Любовь, спасибо за выступление. Коллеги, есть ли вопросы? Вот Наталья Чердкова в фейсбуке спрашивает, в чем УТП-компании и какие есть преимущества? Ну, как я уже говорила, что, во-первых, это у нас полное погружение в языковую среду. У нас занятия с носителями без использования приводного метода, то есть занятия идут только на английском языке. У нас есть две категории учителей. Это нэтивы, то есть те, у которых английский язык по стране рождения, и нернэтивы, которые знают английский на уровне носителей, но у них просто английский, скажем так, не государственный язык. И плюс у нас есть собственная разработанная методика, но которая позволяет потом сдавать кембриджский тест. Вот. То есть у нас есть методисты, которые разрабатывают программу, рассчитанную на разные уровни владения английским языком. То есть у нас, если приходит четырехлетний ребенок, он, соответственно, совсем не знает, это уровень L0, и так далее. У нас пять основных уровней, и также уже потом, скажем так, более разговорный на определенные темы есть тоже уроки уже для более глубокого изучения языка, для тех, у кого уже хороший уровень. Вот. Ну и опять же, как я говорила, у нас, ну, собственно, платформа. Сейчас мы активно занимаемся развитием геймификации, чтобы нашим клиентам, в особенности нашим маленьким клиентам, да, не родителям, а студентам, было с нами интересно, вот, чтобы они проходили какие-то квизы. У нас, естественно, будет, ну, различные конкурсы, соревнования между нашими учениками на нашей платформе. Естественно, это будут все конкурсы на английском. Вот. Мне кажется, это сейчас очень тема на уровне, ну, как бы на хорошем уровне развития. Вот все, что касается геймификации, мы активно развиваем наше мобильное приложение. Вот. А я можно еще пару слов скажу? Я как клиент, то есть в начале нашего сотрудничества я своего собственного сына записал на уроке, чтобы все это прочувствовать на себе. Сын был ребенок в восторге. Он говорил, вау, тут так здорово, тут все в форме игры. Несмотря на то, что общаешься с человеком, который не понимает русского языка, я смотрю, он у меня не очень был профессионально англичанин, скажем так, да, но он понимал какие-то вещи, потому что достаточно простое взаимодействие строится, и оно в такой игровой форме. Вот. И еще ему понравилось то, что уроки не очень большие. Иногда слишком длинные уроки – это перегруз для ребенка. Они вот прям оптимальны по размеру, по продолжительности. Понятно. Хорошо. Коллеги, спасибо за выступление. И у нас остался один спикер, причем спикер, которого мы специально оставили последним. Я считаю его одним из лучших экспертов в B2B-маркетинге. Причем в маркетинге не какого-нибудь уровня «Газпрома», «Транснефть», «РЖД», а вот насущный, который. Вот когда компании работают в простых каких-то реалиях. Это Алексей Богдановский, агентство «Амада», которому мы сейчас и передаем уже слово. Алексей? Да, давай проверим связь. Да, все в порядке. Всех приветствую. Я сейчас подключу презентацию на экран. Давайте проверим, как ее видно. Да, видно, отлично. Отлично. Да, Олег, спасибо за мое представление. Я Алексей Богдановский, генеральный директор интернет-агентства «Амада». И это правда, наша специализация – это B2B-продажи. Мы продвигаем наших клиентов, помогаем искать дилеров, помогаем продавать оптом, помогаем продавать другим юрлицам, можно так это все вместе называть, абсолютно из разных отраслей. Чаще всего это реальные товары, то есть не услуги, а какие-то производственные товары, какие-то запчасти, металлообработка и так далее. И при этом, да, на самом деле это не супергиганты, не какие-то корпорации, а такой реальный, средний, крупный бизнес, как правило, в такой тематике. Буквально я сегодня хочу сфокусироваться именно на видеорекламе, потому что я вижу в этом направлении, на самом деле, ключ к тому, чтобы получать свои клиенты в B2B. И вижу в этом недоиспользованность, и вижу, что не все осознали еще и поняли, что это хороший способ для встречаться с клиентами. И я поясню в рамках презентации, почему это работает, и как мы с некоторыми нашими клиентами это уже делаем. Буквально слайд обо мне, даже не буду останавливаться на нем, лишь подтверждаю, что достаточно большой опыт, массу проектов мы реализовали, работаем на разных уровнях, и на локальных рынках, да, внутри код одного региона, и на федеральных рынках, когда нужно охватить там всю Россию, или какую-то огромную часть нашей страны, и на международном уровне тоже. И вот по теме международного рынка у нас достаточно большая прокачка пошла последние там два года, когда мы начали сделать сайты сначала для иностранных рынков, да, то есть там переводы и так далее, сотрудничество в том числе с центром экспорта. Ну, за сайтами пошло, так как мы комплексное агентство, пошло их продвижение в интернете, в частности в Европе чаще всего с нашими клиентами. И это тоже интересная тема, которую мы развиваем, и это тоже относится к B2B-продажам, потому что во время пандемии хочется выйти на новые рынки, и они есть. Они есть не только внутри России, они есть и в СНГ, и в Европе, и Азии, и в Африке, и Америке, и так далее. Ну, интересно подробнее посмотреть, что мы делаем. То есть можно зайти к нам на сайт и посмотреть это в портфолио. Давайте посмотрим в целом ситуацию, что происходит сейчас на рынке интернет-маркетинга, можно так это назвать, но посмотрим это через призму поиска, как это обычно происходит, и чаще всего именно с этого все начинается. И первый срез, то есть во-первых, уже никого не вызывает вопросов, какая там поисковая система лидирует, какая они лидируют. У нас есть Яндекс и Гугл, которые заняли практически 100% поиска. Они между собой борются, и мы видим на этом графике, как у них там идет перевес. Сейчас идет в сторону Яндекса перевес, благодаря законодательной инициативе. Мы это тоже понимаем. Сейчас предустановленный Яндекс на всех смартфонах будет. Уже все приняли закон об этом. И, в общем-то, получается, что это две монополия, которые взяли на себя функцию решения того, что они показывают пользователю в результатах поиска. То есть что мы видим? Вот у нас Гугл, 26 ссылок на первой странице результатов выдачи. У этой первой страницы есть несколько экранов. То есть где-то примерно 4 экрана помещаются на первую страницу. И в первом экране, вы видите по этим желтым рамочкам, мы видим только рекламную выдачу. Всего на первой странице Гугла 16 рекламных продуктов именно Гугла, которые вам надо покупать за деньги для того, чтобы встать в этот ряд. Остальная органика. То есть это еще 10 ссылок. Обратите внимание, 26 ссылок всего. Из них только 10 органика, которые как бы не проплачены. Но все мы уже понимаем, что не проплачены – это значит SEO-оптимизированные. Потому что попасть на первую страницу просто так нереально. Соответственно, надо заниматься SEO-оптимизацией. Плоды она дает. Она дает плоды, и мы это тоже делаем с клиентами. Но для этого нужно время. Если мы говорим про контекстную рекламу, если мы говорим про размещение справочника и так далее, это дает более быстрый эффект. Только ли Гугл такой? Нет. У Яндекса та же самая ситуация. 26 ссылок, они сравнялись. У них раньше было разное количество ссылок. 16 продуктов Яндекса. И весь первый экран – тоже рекламная выдача. Вот такая сейчас ситуация. И нам от этого никуда не деться. И это угнетает. И это приводит к таким ситуациям, когда ставка клика в контекстной рекламе поднимается до таких небесных цифр. Я просто привожу ставки по одному из наших клиентов. То есть вот здесь справа вы видите четыре группы ставок. Это как раз четыре запроса самых популярных клиента. И мы видим, что некоторые его конкуренты готовы ставить по три тысячи за клик. То есть за клик – это ведь не клиент еще, это не конечная заявка. Просто за клик три тысячи. То есть понятно, что эти цифры, они просто там долбятся уже куда-то в бесконечные вещи. И в некоторые моменты мы понимаем, что просто нереально выйти в контекстную рекламу даже с клиентом, потому что денег не хватит на то, чтобы там биться. И что же делать в таких ситуациях? То есть понятно, что можно стоять ниже, получать меньший объем аудитории, которую мы будем приводить из поиска. И что делать? То есть что делать? Как вы думаете? Напишите в чат, какие еще есть варианты. Я буду продолжать свою тему и пояснять один из способов и один из каналов, которые можно задействовать. Также мы понимаем, что люди, которые приходят к вам на сайт, они не готовы сразу же сделать покупку. То есть смотрите, вы три тысячи заплатили за клик. Условно, конечно, потому что есть еще списываемая сумма, слава богу, она меньше. Но даже если мы говорим про 700 рублей за клик, это все равно приличная сумма. И мы понимаем, что одного посещения вашего сайта недостаточно для того, чтобы получить клиента. То есть клиенту нужно прийти на ваш сайт несколько раз, ему нужно время для принятия решения. Это время разное. В данном случае в среднем по больнице, это со всех сайтов, со всего количества покупок, которые совершилось в Рунете. То есть выявили, что вот есть 25 дней и 3,5 визита. Мы видим у клиентов абсолютно разную картину. То есть в некоторых случаях клиент решается несколько месяцев на покупку, если мы говорим особенно про B2B. Несколько контактов может произойти, несколько источников будет задействовано, и соцсети, и контекстная реклама, и отдельно Google, и Яндекс. То есть клиент мог приходить из разных вообще мест и только потом отправить заявку. К чему это приводит? Что мы на одного клиента вкладываем достаточно много денег и ждем результата от него. И этот результат затягивается, и он, разумеется, не гарантирован. Как эту проблему решать? Что с этим делать? Давайте обсудим. Возьмем такой срез статистики популярных социальных систем, которые у нас есть. И мы видим, что Facebook – это мировая статистика, это мировой рейтинг. То есть Facebook занимает первое место по охвату аудитории, а YouTube занимает второе место по охвату аудитории. Facebook, YouTube. Смотрите, дальше у нас WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram. Смотрите, Instagram. Давайте пока на этом остановимся. То есть у нас есть Instagram, YouTube и Facebook площадки, где понятны абсолютно инструменты рекламные. И если кто-то в чате ответил, то логичным возникает такой способ пойти в соцсети. Но давайте отделим. Понятно, что есть там в Facebook и ВКонтакте, и с ними уже все ясно. В России там понятны инструменты таргетинга, но не все обращают внимание, что YouTube – это тоже огромная платформа, у которой тоже есть огромная аудитория, и есть, соответственно, инструменты для таргетинга внутри нее. Почему мы можем это использовать и с какой целью мы это будем использовать? Вот стандартная вещь из теории маркетинга о воронке потенциального покупателя, которую он проходит, прежде чем отправить вам заявку. Он находится на разных стадиях, ваш потенциальный клиент, и первая его стадия – это потребность не сформирована, но может скоро возникнуть. То есть мы понимаем, и мы можем эту аудиторию выделить, которая еще сама не поняла, что она захочет вас купить. То есть когда эта потребность уже сформирована, и человек уже пошел искать, то уже работает инструмент контекстной рекламы, SEO, то есть то, что я вам показал и что происходит на поиске. Но до этой стадии, пока он не пошел искать товар сам или услугу, у нас есть возможность выловить его заранее и сообщить ему о том, что мы существуем и что наш продукт хороший. Для этого у нас есть медийная реклама, и на этом уровне мы повышаем узнаваемость нашего бренда. Причем под брендом здесь я имею в виду не только товарный бренд, то есть бренд, принадлежащий к товару, но это может быть и бренд продавца, то есть это может быть бренд завода. То есть это, в общем, достаточно много всяких нюансов здесь, как это может выглядеть. Но суть в том, что мы формируем потребности и рассказываем о том, почему с нами надо работать и почему это хорошо. Начну сразу с обратного. То есть обычно результаты показывают в конце. Я вам привожу клиента, который занимается прицепами. Прицепы экспедиции называется. И мы с этим клиентом работаем уже несколько лет. И вы видите результаты по объему производства, как они растут. Сразу тоже говорю, что их объемы производства каждый год не справляются. То есть они не успевают произвести столько прицепов, сколько у них есть заявок от дилеров и от конечных покупателей. Как нам это удается достигать, я буквально в несколько слайдах покажу тоже. Мы с ними начали в 2015 году. У них было ноль дилеров. То есть никто не продавал в России их прицепы, кроме самого завода, который стоит в городе Краснокамск. Это недалеко от города Перми на Урале. То есть никто это не знает. Это новые прицепы на рынке, которые вообще неизвестны. Но нам надо было что-то делать. И мы, собственно, начали делать. Мы начали продавать розницу. Был запущен интернет-магазин для прицепов, экспедиции. И затем начали искать дилеров. И это сработало с помощью инструментов интернет-маркетинга, как раз и с помощью контекстной рекламы. И объясню, почему тут была задействована медийная реклама. Сейчас у них 54 точки продаж в России, Казахстане, Белоруссии. И с ними на следующий год запланирован выход в Европу. То есть делается еще и такой проект. Это происходило вживую. Давайте углубимся в эту информацию. 2016 год. Это график запросов бренда экспедиции. Через всем известный инструмент wordstat.yandex.ru Мы смотрим историю запросов в целом по этому бренду. В данном случае нам повезло, что прицепы экспедиции – это уникальный запрос. То есть так, в принципе, больше ничего не ищут, кроме нашего клиента. И мы можем отследить, сколько было запросов раньше. И слава богу, что мы стали сохранять эти скриншоты. И у нас сейчас появилась возможность за несколько лет сделать такую ретроспективу. И посмотреть, что происходило в разные периоды времени. Так вот, в 2015 году мы рекламную кампанию начали исключительно на контекстной рекламе. Пытались искать розницу, искали дилеров. И, в общем-то, хорошо все получалось. В 2017 году это дало дополнительный эффект. То есть люди стали уже спрашивать прицепы экспедиции более активно. Обратите внимание, с 500 запросов мы начинали в 2016 году. В 2017 году уже в пик сезона, в мае, 2000 запросов прицепов экспедиции. Клиент рад, что его узнают, что его ищут. Это здорово. И на этой волне начинается 2018 год, и ожидания не оправдываются. В 2017 году, в конце 2017 года мы клиенту говорим, все здорово, вы развиваетесь, да, вы не успеваете продавать. Да, там реально были проблемы с объемом производства. То есть не успевали произвести столько прицепов. Но надо продвигать отдельно бренд. Давайте двигать бренд. Давайте двигать узнаваемость. Давайте перестанем долбиться в поиске. Давайте не будем конкурировать с вашими же дилерами, потому что это реальная ситуация, когда его дилеры в своем регионе продают нам прицепы экспедиции. И тут же мы еще продаем прицепы экспедиции. С интернет-магазином, в общем, происходит такая ситуация, не очень красивая. И мы видим в статистике в сезон 2018 года, что объем запросов прицепов экспедиции не возрастает. Это стало ключевым моментом для того, чтобы клиент понял, осознал, что надо заниматься именно продвижением бренда. И это тоже позволяет ему продавать больше и меньше денег тратить опять на ту же контекстную рекламу. В 2018 году мы этот процесс запускаем. Мы используем все медийные инструменты, особенно активно используем видео. Я сейчас вам несколько слайдов на эту тему тоже покажу. В 2019 году количество запросов в сезон возрастает уже до 6000 запросов. И 2020 год показывает, что это количество еще увеличилось. Хотя объем вложений, обращу ваше внимание, почему-то Олег сделал оговорку, что мы не работаем с гигантами, у которых гигантские бюджеты по несколько миллиардов рублей хотя бы, или миллионов рублей на медийную рекламу, на создание роликов. Нет, здесь гораздо все проще. Более приземленные бюджеты, реалистичные, то, что мы называем. И они все равно позволяют достигать определенных успехов и загружать работы в завод, который собираетесь. Так вот, тут причем видно в 2020 году, какой был провал, то есть март, мая и апрель. И в апреле там была явная просадка, потому что все были в шоке, что делать, куда бежать, на дачу, в бункер или еще куда-то. И потом раз все очнулись, оказывается, покупать там можно, оказывается, на даче-то тоже нужен прицеп. И в общем, у них наоборот был как бы больший объем даже продаж, чем они планировали в этот момент. И с большей охотой люди стали покупать через интернет, через их интернет-магазины, через интернет-магазины их дилеров. То есть продажи были на хорошем уровне, и это видно, опять же, по количеству запросов. То есть вы видите, общую массу 2020 года, она увеличилась. Что было сделано в видео? Во-первых, заведен видеоканал на YouTube, который рассказывает о продукте и рассказывает, чем он хорош. Делались реально регулярно видеоролики. Которые выкладывались на YouTube-канал. Тут меня иногда поговорят, типа, а где тут B2B-продажи? И при чем здесь вообще, собственно, B2B-шная тема? Дело в том, что если вы производите какой-то продукт, который реализуется, ну, в данном случае у них реализуется через дилеров, то наши мероприятия, связанные с медийной рекламой, с охватами, очень сильно стимулировали как раз дилеров начать сотрудничество с этим заводом. То есть это такой замкнутый круг. То есть если вас не знают конечные потребители, вас не знают и ваши деловые партнеры будущие, да, дилеры, и с вами просто никто не хочет работать. Мы добились того эффекта, что дилеры начали звонить сами, да. То есть 15-й год, 16-й год, у них был список, с кем бы они хотели работать и кому бы хотели поставлять свои прицепы, то есть таким крупным компаниям, которые там заказывали прицепы конкурентов. Но они просто брали трубку, кто вы такие, прицепы экспедиции? Не, нам неинтересно, у вас не знаю. И все. Через медийный эффект, через эффект узнаваемости сейчас ситуация такая, что наш клиент выбирает, с кем он хочет работать, да, с каким дилером и, соответственно, дает нам предпочтение наиболее выгодным условиям, наибольшим объемом поставок и так далее. И это все связано в комплексе. То есть не бывает такого, что вы там отсутствуете на рынке, да, там запустили там один ролик и вот вас все побежали узнавать. Нет, то есть вы одновременно работаете и для конечного клиента, и для своего B2B, в данном случае это так, да, потому что продукт покупался в итоге конечным клиентом, физлицом, как правило. Но у нас есть и другие кейсы, когда физлицо вообще никогда не участвовало и все равно видео срабатывало как эффект для сделки. И отзывы. Отличная тема, которая отрабатывала тоже, потому что она повышала доверие клиента к продукту, и это делалось на регулярной основе, делалось раньше, сейчас им минус не делают сейчас, но я надеюсь, что это сделают в будущем году, с началом сезона. Каждую пятницу с клиентом снималось видео, и он простым языком и простым словами говорил, почему этот продукт хороший, и почему стоит с ним работать. Разумеется, был снят видеоролик, не один, я привожу пример, только один ролик, который охватывал целевую аудиторию. Другой пример. Бетон, подставка бетона, железобетона, это те, кто принимает активное участие в стройке. И с этим клиентом у нас тоже интересная история, потому что когда мы начали с ним работать, у него был только один бетонный завод, который поставлял бетон. У него как раз очень жесткая тема по количеству конкурентов в контекстной рекламе, там с началом сезона просто ужас, что происходит, да, то есть все бьются и хотят быть первыми. И тот клиент, с которым мы реально постарались сменить вообще парадигму, то есть все, кто делает бетон, они по старой системе своей маркетинговой идеи на столбах, по всему городу, по всем деревням, по всей округе, по всем стройкам и так далее, развешивают свои объявления, бетонный номер телефона. Так же делал и наш клиент, и это была общая картина, они раньше печатались в газетах, всяких там справочниках и так далее, бетонный номер телефона, чтобы его заказать. То есть мы клиенту сказали, что это ненормально, то есть надо делать бренд, надо делать так, чтобы вы отличались от общей массы, чтобы приходили именно за вега бетоном, а не просто за бетоном. Чтобы те клиенты, с которыми с вами работали в прошлом году, а тут очень большое количество клиентов, которые профессиональный строитель, то есть профессиональное сообщество, плюс какие-то стройки большие, торговые центры строятся, дома строятся и так далее, то есть они большие объекты, которые должны вас узнавать и должны знать, что вы есть, что вы существуете, а не искать каждый раз нового подрядчика. И клиент нас послушал, да, то есть и был сделан бренд, который был оформлен как на сайте, так и в соцсетях, и также и выдался в YouTube, сделаны тоже видеоотзывы с площадок, строек, они такие вот страшненькие, бетон, все грязно, но это реальность, да, то есть то, что происходит у этого клиента, и то, что ожидает видеть клиент самое главное, то есть не надо здесь приукрашивать, это рекомендация от меня, как все происходит, так и надо делать. Вот в частности, что мы сделали с конкурентами в поисковой выдаче, мы встали рядом с баннером на поиске и рекламировали наш бренд, который тоже по количеству запросов серьезно вырос, если это сравнивать с конкурентами, которые вообще безымянны. Вот, но на третий год рекламы нашего клиента, теперь у него, кстати, уже три завода бетонных, конкуренты тоже стали шевелиться и тоже стали придумывать себе название, тоже стали там показывать баннеры и так далее, а мы идем дальше, да, то есть мы идем дальше, да, то есть мы идем дальше, и в частности к этому дальше относится как раз видеореклама, что надо делать. Еще один пример того, как сеть магазинов профессиональных для кузовного ремонта, то есть чаще всего клиенты, нашего клиента, это какие-то специалисты, которые занимаются как раз-таки кузовным ремонтом, да, то есть покраской автомобилей, все, что с этим связано. Конечно, конечные клиенты там, ну, максимум зайдут какую-нибудь замазочку, купят, то есть они не понимают, что такое, большинство товаров, которые у них продается, вообще обычный человек не понимает, что это. Вот, но специалисты знают и, соответственно, к ним ходят. У них та же история, что надо выделяться из общей массы, то есть есть магазины, есть куча брендов, есть куча товаров, там очень разных производителей, разного качества. Но за счет видеорекламы нам удается тоже отстраниться от конкурентов, выделиться в общей массе и получать и постоянных клиентов, и в частности, например, у этого клиента в пандемию также был огромный всплеск запросов и продаж через интернет-магазин, потому что его знали, то есть его пошли искать, его пошли искать в интернете, и те, кто раньше приходили в офлайновые магазины, они просто стали заказывать в интернет-магазине. Ну, там иногда звонили, спрашивали, вы привезете, да, то есть вы работаете, уточняли и как бы продолжали пользоваться интернет-магазином. Вот такие чудеса происходят, когда вас узнают. Вот я эту мысль вам хотел донести. Теперь я, время, к сожалению, очень быстро идет, очень быстро пробегусь как раз-таки по моментам, как это реализовать, то есть что нужно делать. Вот я нашел отличное руководство, которое размещено вот по этой ссылке на Яндексе о том, как надо сделать видеоролик для продвижения себя. Там огромная статья, очень интересная, прям рекомендую прочитать, но в то же время говорю о том, что забейте на это. И ключевой момент не в том, чтобы сделать уникальнейший видеоролик, видеоряд, суперкачественный и так далее. Ключевой момент в том, чтобы не терять время на создание суперролика, потому что вы можете сделать еще 10 роликов, 20 роликов в процессе жизни и продвижения своей компании, а время будет уходить. И вашему конечному клиенту, вашей целевой аудитории не всегда так важно качество картинки, как важно донесение о том, что вы существуете, что вы на этом специализируетесь или этим занимаетесь. Потому что некоторый конкурент, то есть может получиться так, что ваших конкурентов просто в этом поле нет, вы занимаете это поле с любым роликом, понимаете, даже снятым на смартфон или снятым в виде слайс-шоу, и этого уже может быть достаточно. Поэтому не стремитесь уйти в какой-то супер продакшн, видео и брать на это кучу времени. Вот в частности для форы был сделан простой ролик, я привожу ссылку на него, и бюджет таких роликов находится где-то в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей, то есть что в принципе большинство рекламодателей могут себе позволить. То есть это не гигантские суммы, не миллионы там никакие. И получается качественный ролик, который доносит основную мысль до вашего клиента. Кстати, обратите внимание, что первые секунды вашего ролика всегда должны быть посвящены вашему бренду и вашей специализации, то есть чем вы занимаетесь. То есть фора, все для кузовного ремонта, главная мысль, которая в первые 5 секунд должна быть про вас. Почему 5 секунд? Потому что после 5 секунд ролик может быть пропущен, и вы эти первые 5 секунд должны показать себя в свой бренд. Так мы уже повышаем, узнаваем. Вот как мы делаем продвижение, в частности, это на примере прицепов экспедиции. То есть YouTube же очень большой, да, то есть аудитория огромная. Как нам в этой аудитории продвигать какие-то скромненькие прицепы экспедиции, у которых, в общем-то, на тот момент там было всего 5000 прицепов, а продается их в России, по-моему, 200 тысяч за год. А им 5000 надо продать всего лишь. Им нет смысла охватывать весь рынок, всех конкурентов и так далее. Что мы сделали? В общем, всех клиентов, всю Россию охватывать нет смысла. Им не надо, чтобы и школьник, и бабушка, и дедушка, и мама, и папа все знали про эти прицепы. Им этого не нужно. Соответственно, мы нашли все ролики, которые были посвящены обзору прицепов. Как правило, это речь, конечно, о прицепах конкурентов, потому что люди просто добровольно там снимали какие-то свои впечатления об использовании различных прицепов для автомобилей. Некоторые профессионально это делали, некоторые непрофессионально. Это не имеет значения. Все эти ролики мы собрали и перед каждым роликом показывали рекламный ролик нашего клиента. То есть мы полностью попали в целевую аудиторию. Это единственный таргет. Плюс сделали отсечку по возрасту и по географии. То есть мы убрали отдаленные регионы, которые нам не надо было охватывать на тот момент. Что мы получили? Мы получили тогда 3380 просмотров. Это именно досмотренные ролики, которые просмотрели полностью, в большую часть этого ролика. И суммарно 7500 показов было сделано. При этом средняя цена за просмотр составила 0,36 копеек. Представьте, 0,36 копеек за просмотр вашего ролика. Только за сделанный просмотр. То есть это реально копеечные цифры, которые может себе позволить довольно многие рекламодатели. Даже если бы это был 1 рубль, то все равно 4000 просмотров по 1 рублю, 4000 рублей может себе позволить практически любой рекламодатель сейчас, на данный момент. Вспомните, сколько вы платите на контекстную рекламу. Сравните цифры, посчитайте. И понимайте, что это тоже действующий способ. Причем обращу ваше внимание, что как раз вот этот ролик, скриншот был раньше сделан. У этого ролика было 143 тысячи показов. То есть объем можно набирать. Кстати, вот статистика. Это другой уже ролик, тоже прицепов экспедиции, который запускался в рекламу. Вот у нее показы, 54 тысячи показов просмотров, 16 тысяч. Причем, смотрите, кликов совсем немного. То есть мы не ожидаем от видеорекламы большого количества кликов. Видеореклама нацелена не на то, чтобы продать здесь и сейчас. Она нацелена на то, чтобы поднять лояльность к вашему бренду, к вашему продукту, к вам вообще в целом, как компании. И в тот момент, когда клиент пойдет искать на поиске, а кто мне продаст прицепы, видя вас, он будет вас уже узнавать. То есть цель именно в этом. И это повышает коэффициент и конверсию в будущую заявку. Другой клиент, орещик рулона, в данном случае завод КРМЗ, 35 тысяч просмотров, 12 тысяч. То есть 35 тысяч показов, 12 тысяч просмотров. Практически половину аудитории, которая видела этот ролик, просматривали его. То есть им это было интересно. То есть обращаем внимание на то, что именно узкое таргетирование на нужную целевую аудиторию позволяет добиться такого эффекта просмотров. И смотрите, сколько кликов. То есть 111 кликов собрал этот ролик. У прицепов в большем количестве просмотров и показов было всего лишь 45 кликов. Даже как бы уже аудитория, в которой мы целимся, тем больше эффект от того, что мы показали. Смотрят видеорекламу абсолютно везде. Поэтому не надо зацикливаться на то, что это будет только на компьютере смотреть или только на телефоне. То есть устройства абсолютно разные. И тут моя рекомендация, не надо никак это ограничивать. То есть пусть люди смотрят там, где им это удобно. Можно таргетироваться не только по конкретной теме видеоролика. Можно брать интересы, можно брать возраст, можно брать несколько факторов, географию и так далее. Можно брать поведенческие признаки. То есть можно подключать Яндекс.Аудиторию, если вы уже знаете, что это такое. То есть, например, использовать Lookalike для расширения своей клиентской базы. Загрузить, например, 10 тысяч своих контактов. Lookalike расширит их до 100 тысяч и на них показать свой видеоролик. Например, так. То есть вариантов показов очень много. И тут мы все обсуждаем уже в конкретной ситуации. В зависимости от возможностей и того, что требуется сделать. По географии тоже говорю, что можно делать по-разному. Можно очень сужать и географически. То есть если вы там работаете как-то локально достаточно, то можно прям локализацию максимально детализировать и не уходить в масштабы того, что нужно охватить весь город. Нет, не нужно. То есть можно охватить ближайший торговый центр или бизнес-центр, где вы встали с какой-то услугой, не знаю, с чем-нибудь, что актуально именно в этом месте. Можно подгружать данные провайдеров данных. Итак, это тоже интересная фишка, про которую не все знают, что данные о нас, как о людях, собираются в некоторых местах, например, в торговых центрах. И они аккумулируются, да, то есть еще и продаются на Яндексе. Вот не буду ходить в подробности, время быстро идет. Я и так уже вас задерживаю. Значит, наш клиентский топ-видео просто пример того, что объем показов бывает разный, стоимость тоже бывает разная. Конечно, здесь без привязки к клиенту специально, да, чтобы мы не раскрываем коммерческую информацию, но чтобы вы видели цифры в деньгах. Это на каждый ролик. Два с половиной миллиона показов, 169 тысяч просмотров, то есть просмотренных роликов, затрат 80 тысяч рублей. Миллион 800 показов, 117 тысяч просмотров, затрат 116 тысяч рублей. То есть вот такие цифры, ну, что тут сказать, то есть эти цифры очень доступны для B2B-шной сферы, да, для узкого влияния на голову ваших потенциальных покупателей. Просто грех этим не пользоваться, если вы этим еще не пользовались. И, короче, надо это делать. Все ли, да, то есть все ли ограничивается Ютубом и надо ли зацикливаться на Ютубе? Нет, не надо. Давайте посмотрим в сторону вашего сайта. И вот Артем сейчас передо мной рассказывал о том, что сайт, на нем нужно работать и конверсию сайта тоже нужно повышать. И это относится отчасти к этому вопросу, к этому моменту. Не забывайте про свой сайт. На сайте надо размещать свои видеоролики, о чем мы достигли с прицепами экспедиции. То есть и на главной странице есть отдельный раздел полезный видео о прицепах. И есть отдельный прям раздел в структуре сайта про видео, да, то есть и отзывы, и обзоры, все-все-все, что есть на Ютубе, продублировано на сайте. Более того, видео нужно интегрировать в контент, а это в принципе и в дизайн сайта. В данном случае в шапке этого производителя фронтальных погрузчиков вставлено видео, как этот погрузчик работает. Внизу есть блок оборудования в деле, чтобы можно было посмотреть на видео, как оно работает. Это приближает вас к целевой аудитории, потому что они не смотрят статичные картинки. Это ребята, которые работают с тракторами, у них все вживую происходит, они не сидят в интернете и в компьютере. Им надо посмотреть вживую. Видео позволяет это сделать. Вот отзывы. Прямо на сайте размещены отзывы от реальных клиентов из этой целевой аудитории, которые показывают, как у них на производстве, на ферме, еще где-то это происходит. Вот обзор продукта внутри карточки продукта. Тоже забываю. Фотографии разместили, видео где-то там на YouTube. Совмещайте эти вещи, показывайте прямо внутри на вашем сайте. Вот до чего мы дошли тоже. Тоже пробуем новые форматы. Видео виджет, например. Зайдите к нам сейчас на сайт, увидите этот видео виджет, где я с вами попытаюсь повзаимодействовать. Ну, взаимодействие там очень простое, просто приветственное видео. Но все-таки это тоже формат приближения, да, то есть приближения к людям. Уходим от статики, уходим от какой-то анимации, мультяшности и так далее, делаем реал-видео и тем самым становимся ближе к клиенту. Кроме того, на Яндексе, да, мы поговорили про YouTube и про Google в целом. Например, Яндекс. У него тоже есть огромное количество видеоплощадок, которые включены в сеть. У него есть свой раздел поиска по видео, причем он ищет и по YouTube тоже, и по всем остальным видеохостингам. Аудитория тоже огромная, 78 миллионов человек в месяц. Тоже можно использовать. Яндекс у себя добавил отдельное продвижение видеоконтента. То есть через настройку контекстной рекламы на Яндексе можно продвигать свой ролик, который размещен на YouTube, в поисковой выдаче на Яндексе. Запутанно сказал, но получается, что ваш ролик с YouTube может продвигаться в выдаче видео на Яндексе. Вроде понятно. Социальные сети, разумеется, без них никуда, но тоже забывают, что разделали видеоролик, сделали обзор нового продукта, показали клиента реализацию, допустим, проекта у клиента. Это можно выложить в соцсети, не только выложить в своей группе, но и рекламировать тоже, потому что потребление видео в соцсетях стало нормой. Сейчас уже никто не ждет чисто статику, чисто там тексты, никто ничего не хочет считать, люди хотят смотреть, делать это доступным. Не забывайте охватывать все стороны контакта с вашим потенциальным клиентом. Самое главное здесь узкий таргетинг и четкое нацеливание. Например, что касается соцсетей, очень хорошо работает реатаргетинг. То есть охватываем тех людей, которые были на вашем сайте, добиваем их еще в соцсетях и показываем видеоролики или баннеры. Ну, пару слов еще раз о нас, о том, что мы делаем и заботимся именно о достижении цели наиболее эффективным способом и используем полный спектр инструментов. То есть мы ничем не ограничены. У нас есть свои разработчики, свои дизайнеры, свои специалисты по контекстной рекламе, по социальным сетям, по SEO. То есть мы делаем все, чтобы комплексно подойти к решению вашей задачи. И стоим на стороне вас как бизнеса, а не на стороне какой-то рекламной площадки. И нам без разницы, кто какие комиссии, кому обещает. Для нас это не играет никакой роли. Важно достижение цели. И важный момент, например, нашей работы – это внедрение колл-трекинга, внедрение сквозной аналитики, чтобы понимать до конца, что приносит клиентов и что дает результат. Всем спасибо. Я на этом закончил. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Алексей, спасибо. Как всегда, подробно, насущно и полезно. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? У нас есть, кстати, Коля говорил про YouTube. У нас есть свой YouTube-канал. Можно посмотреть на нем другие наши кейсы, другие мои выступления. Если интересно, заходите, подписывайтесь. У нас есть группа ВКонтакте, есть сайт. Все это тоже соединено в общую сеть. Поэтому, пожалуйста, информацию можно чертать из разных источников. Вопросов пока, кажется, нет. Ни в одном канале. Хорошо. Тогда, друзья, если будут какие-то вопросы, всегда с Алексеем можно связаться напрямую. Либо через нас. Мы всегда поможем вам связаться. Всегда предоставим вам контакт, Алексей. Спасибо еще раз, Алексей, за наступление. Олег, спасибо, что пригласил. Пока. И мы будем завершать конференцию. Друзья, пожалуйста, в комментариях, в тех каналах, на тех площадках, где вы за нами смотрите, на Фейсбуке, либо же в Зуме, напишите ваше мнение, кто сегодня был лучшим спикером. Мы его обязательно от себя дополнительно наградим приятным каким-нибудь подарком. А вам при этом всем большое спасибо за ваше участие, за ваши вопросы, за вашу увлеченность. Были рады видеть вас на конференции. Приходите к нам еще. Спасибо. И до свидания.